Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера произошел какой-то инцидент странный с компом, непонятный совершенно для меня Вырубили свет, ну как вырубили, просто переплаты напряжения был и вырубился комп, короче говоря И произошла вообще какая-то срака полная У меня с компа все игры в стиме удалились, юплей и вообще все, что установлено были на компе, короче Я тоже подумал, так сказать, страшным делом, что и сохранения удалились, но нет, сохранения остались вроде Так что вчера не получилось мне постримить, вчера в принципе хотел еще ночью постримить тоже, но Пришлось все заново переустанавливать и уже было слишком поздно Ну я там долго тыкался, разбирался, в чем проблема была Так, сейчас, секунду я разберусь со всеми делами здесь у себя Вроде все работает Да, нормально Блин, что ж у меня чат там уходит все время Сейчас я его сделаю На экране Подожди, а где он? А, вот все Все Да, экранный чат не работает ни хера, поэтому Не знаю почему, но Так уж получилось Не работает Сейчас будем уже начинать Через пару минут буквально Блин, хотел изменить на самом деле название канала Сегодня На более короткое, но Посмотреть, как люди вообще называют свои прохождения Ну, так себя называют на самом деле Так себе Ну ладно, ничего не буду менять Да, я все еще играю на сложности Nightmare И Так сказать Не собираюсь уходить с нее Потому что раз уж я начал Так сказать Так и Продолжу таким же образом Так, сейчас Проверю Как мне слышно Собираюсь уходить с него Нормально, я слышно хорошо, все Так Да, сейчас начнем уже Буквально через секунду, наверное Сейчас я тут поставлю iPad на зарядку И поедем Дальше Проходить Не знаю, сколько сегодня будет стримать И На самом деле Зависит во многом от игры Точнее от Того Что в ней будет дальше Потому что если В ней будет Больше того, что было уже Я не знаю Я очень надеюсь, что дальше будет больше На самом деле И интереснее Не от меня зависит Я сделал эту игру Поэтому Все, геймпад подрубил Ладно, давайте продолжать Остановился я В принципе Я до сих пор не понимаю, почему стоит 5 часов 39 минут Я в нее, по-моему, часов 8 наиграл Но Ладно, игре виднее Видимо Извиняюсь Так, зуб-то сделал Я все сделал, да Что я хотел сказать-то По поводу Да, вчера что-то Какая-то херня произошла Вчера хотел еще постримить Я-то в принципе Стримлю почти каждый день Поэтому Очень Странная штука Произошла Не знаю, происходило ли это с кем-то Кроме меня Но Извиняюсь То, что У меня Произошел скачок напряжения Но Это происходит иногда Ну, редко, конечно Но происходит В Москве довольно-таки Неплохо с этим делом То есть Со стабильностью работы Электроснабжения Так скажем А вот то, что Просто как у меня комп Перезагрузился У меня с компа Почему-то В стиме Удалились Не только в стиме В юплее Удалились все игры Абсолютно Хотя иконки остались И Мне пришлось заново Переустанавливать Создавать библиотеку Это очень странная фигня На самом деле Я вообще Честно говоря Первый раз с такой хренью сталкиваюсь Я больше всего боялся При всем этом Что у меня все сохранения Похерятся Но сохранения вроде остались Так что вот Если бы сохранения Похерились Это было бы очень печально Это было бы просто мега печально Потому как проходить Преи еще раз Это не Dishonored И не Deus Ex Хотя Deus Ex Последний Он в принципе Довольно унылый был Проходить его Как и уже в третий раз Получается Но я может на стриме Часто для стрима пройду Так сказать По основным квестам По основным интересным моментам Пробегусь Но вот такие игры При выходе Что Преи Что Deus Ex Что Dishonored Их наверное лучше играть одному самому Не стримить Не играть на публику Так сказать Не летсплеить Потому что это Такой экспириенс Довольно-таки Как это называется Immersive Sim И в Immersive Sim И так лучше не играть Как бы Ну как Их можно играть так на стриме Но Это будет занимать Просто немеренное количество времени И люди Меня в принципе И так никто особо не смотрит А Мне кажется Стримеры Особенно у кого есть Большая аудитория Они просто боятся Что Люди от них разбегутся Если они таким образом Будут играть Хотя я честно не знаю В такие игры По-моему Только так играть и надо Именно вот так Не торопясь И следую Каждый уголок Каждый закоулок То есть А чё я пушку-то сложил Да Установим Ну сейчас у меня настроение По крайней мере веселое Такое позитивное Я говорю Я больше люблю играть В игры ночью И Всё-таки По атмосфернее Как-то Всё-таки Это что-то типа Immersive Sim И Такой Не хоррор Конечно Но Что-то с такой Более Криповой атмосферой Что-то Так Мне надо в ту сторону Да А тут ещё две пушки Охрененно Куртяк Так Я вообще не помню Что делать Надо Если честно Помни, что нужно Какие-то голоса Собирать Во Вот это подойдёт Интересно Что-то А вот она, Лили, да, вот это самое, как раз таки её тело. Лили Морис, труп. Блин, это вообще хреново туча сайт квестов, но, блин, я не знаю. Единственное, вот что я действительно могу похвалить игру, за что, это за оптимизацию. Оптимизировано довольно-таки, довольно-таки хорошо. О, вот это вообще в тему, вот это прям очень круто. Хилищий робот, это самая нужная фигня. Шикардос, вообще круто. Очень круто. Я до сих пор не понимаю, что я делаю вот этими исследованиями. Я какие-то... Мне вообще напоминает, на самом деле, вся эта фишка с исследованием, со сканом. Отчасти Бьён Гуден Ивел, отчасти, по большей части, наверное, даже этот... Resident Evil Revelations первый. Там у тебя тоже был такой девайс, в котором ты всё сканировал, и тебе давали, по-моему, хилку за это. За определённое количество сканов. Вот, и мне всё вот... Всё в этом роде напоминает сейчас то, что происходит. Немного Revelations напоминает, да. Да, чё я говорил про оптимизацию. Оптимизация хорошая. Это вот действительно можно похвалить по сравнению с Dishonored, потому что если я решу Dishonored когда-нибудь стримить, второй, я имею в виду, то я не знаю, как это вообще будет выглядеть на стриме, это, наверное, будет... Сейчас на стриме, в принципе, выглядит всё довольно-таки плавненько. У меня аж сейчас PPS показывает. Да и на стриме, я смотрю, выглядит, в принципе, норм. Там ни лагов, ничего, ни тормозов. Отлично работает игра, просто в этом плане. Это плюс, но это, как бы, я уже говорил, в чём, скажем так, здесь кроются секреты. Это всё-таки движок вот этот... Куда я вообще иду? Мне вообще в ту сторону, я не знаю. Медиа... Медиаоператор? Мед... Медоператор, правда. Медиаоператор. Так, почитал. Мне кажется, их движок вот этот, на котором сделан Dishonored 2 и Prey, соответственно, мне кажется, это один движок, по-моему, если я не путаю ничего. И вот этот движок, он лучше работает в замкнутых пространствах, в таких более... Пускай даже в такой... Мини-песочнице, но более замкнутая мини-песочница, чем песочница, которая, типа, большой, открытый мир, и всё в этом роде. То есть там... Огра-тихо как-то, кажется, вот так погромче сделаем. Вот. Потому что всё-таки... В Dishonored 2 и вот когда ты выходишь на открытые пространства, то всё становится... Здесь быстрое сохранение добавили, я не помню, было ли оно... По-моему, с патчем добавили, я не знаю, может, я невнимательней. Но я не помню кнопки быстрое сохранение, это я вчера, как раз, когда переустанавливал игру, я... Так сказать, заметил эту фишку. Так, там ходит фиолетовый чувак, я чё-то не особо жажду желанием встретиться с ним. Бля, почти успел. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не, мужик, не надо. Мен, хорошо я сохранился. Но они, по-моему, кстати, не ходят отследовать. То есть они слышат и не идут. Они просто достаточно спрятаться вовремя, и не пойдут за собой, по-моему. Ну, блин, вот ничего не могу с собой сделать, не нравится мне дизайн врагов в этой игре, не нравится. Хоть убить. Не фанат я его. Потому что всё-таки я понимаю, что... Люди... Любят эту игру, и я не хочу... оскорблять никого, но... Вот эти вот одинаковые типы врагов... Они чё-то мне как-то вот совсем не... Почему я, собственно, и не хочу особо тратить время на сайт-квисты какие-нибудь, на исследования, вот это всё дело. Потому что... Если бы мне игра понравилась, если бы это вот было как с тем же System Shock'ом... Ну, даже с BioShock Infinite. Ну, только Infinite, потому что мне оригинальные BioShock'е вообще не нравятся. Да, хотя и Infinite тоже, в принципе, так себе, но... Вот в Infinite прикольно, говорил, как-то бегать, исследовать, как-то с тобой Элизабет бегает, так, как-то прикольно. Блин, ну у меня нет времени его сосканировать. Я тут не знаю, чё сканы эти дают, я так и не понял, я чё-то... Может, забыл уже, чё они... чё они тебе дают сканы эти. Ну, в любом случае, здесь хилищий робот есть. Я, правда, не знаю, он куда-то улетел. Куда-то свалил. Ну, такого, да, враги мне не нравятся, дизайн врагов мне прям, чё-то совсем... А стоп, а эту штуку разбить можно? А, можно. Норм. Так, а его можно сюда-то заманить, сейчас его пушки завалят тогда. Прям вот этот один тип врагов, разделённый на несколько бот-типов, он прям, я не знаю, он... Он мне изначально не понравился, и... Чем больше я играю в игру, тем мне она... Так сказать, уже... Чем... тем больше она не впечатляет. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Давай, убивай его, убивай, убивай, убивай. А, отлично. Шикарно. Ну, я понял, по крайней мере, тактику для себя. Опа, это чё такое? Ну, ну... Нуль, волновой глушитель. Спуская серию импульсов. А, это типа глушитель этого... Скиллов этих пришельцев, что ли? По-моему, да. Ну, ладно. Окей. Да, блин, вот проблема в том, что они дают кучу гаджетов, которые я всё равно забуду. Как правило, это как в Биошоке. Я говорю, они давали мне... Просто огромное количество... Всяких магических скиллов, а по-моему, я по прохождению игры вообще ими не пользовался. То есть, ну... Или пользовался там одним каким-то, или двумя, я не знаю. А они там... Просто... Извращались, ставили там... Тебе там давали то, давали сё. А, не, он просто уронил его. Я думал, он сломал его. Нормально тогда. Блин, прикольно, что они вот эти пушки здесь дают. Они, конечно, многое делают. Если бы их не было бы в игре, я думаю, что я бы далеко бы не ушёл бы со всем этим делом. Так. Ну, чё я там говорил-то про движок. Да, движок лучше работает в замкнутых промещениях, в замкнутых пространствах. Вот это их ней. Я хоть не знаю, чё... А, это, по-моему... Ну, если это не модифицированная версия того же Void Engine, который использовался в Dishonored 2-ом, то, наверное, скорее всего... Ну, скорее всего, то он, мне кажется, это этот движок, потому что очень похожа графика на... Стилизация и даже похожа чем-то на Dishonored, но... Ну, не в смысле арт-стайл, а именно... Вот, когда вот видишь движок и говоришь, что он похож на движок вот из этой игры, вот это вот, это и означает, что это похоже на... Dishonored чем-то. Ну, арт-стайл зачем-то здесь какой-то как в Dishonored... Ну, не в смысле арт-стайл, не полностью стиль, а именно то, что... Стоп, а... Например, лица очень похожи. Так, на это я могу залепить этой пеной, пройти туда. Ладно, я сфокусируюсь немного на игре, а то я всю эту херню несу и... Хожу так, бесцельно, не знаю, куда мне идти. Так, моя основная задача это... Собирать голоса. Поиск образцов голоса. Так, из трампункта. Сейчас надо только понять, как все это сделать. Как все это запустить. Состояние. Боя, надо было китаянку лучше брать. Китаец вообще не вариант. Ну, вот это, говоря, это игра прям против меня она сделана. Тут и главный герой китаец, блин, и... Все, как я не люблю. Прям вот все, как я не люблю. Ну, наверное, это просто мой антипод, это игра. Кстати, можно прокачаться. Так, что я хотел вообще качать? У меня какая-то идея была, что-то прокачивать, и я уже не помню, что я хотел. Может быть, больше шмота таскать с собой. Вообще, 8 надо. Хрен его знает. Ну, вообще, да, таскать больше дерьма, конечно, было бы вообще круто. Ну, ладно, пока не буду ничего вкачивать, ладно. Так, стоп, нет, 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 я отвлекся, я отвлекся. Нужно голос этой бабы как-то проявить. Ну, как? Аудиодневники, вот. Где это шоу? Вот. Я не знаю, как этот голос записать, и... Мне нужен ее голос? Или мне его надо? Блин. Я пока не понимаю, что они хотят. И мы сneris Foy,iseuto-инженерами, увидели, вместе? Она, co-то самостоятельной. И мы не в нашей связи. Ни больше. Ах. И эта опробовка? Есть решение из-за неведом가? Из возговоров от ус нам... Пф-ф... Что же не надо? Чего мне надо? Угу да, нет.. Они самостоятельно memく этого места, прямо как Eastern Star North... ...но Prem Trialiko. Твои асхоли будут убирать его с твоей психологией. И еще одна вещь. И не обязательно, так как игра этого хочет. Поэтому, в принципе, не думаю, что это большая проблема. Но там еще лук лежит. Так, ну здесь вроде ничего нету, да? Это зеркало, что ли? Или это просто стекло? Ну, отражений здесь нет, в любом случае какая разница. Чем бы это ни было. Так, ладно, вернуться, наверное, нужно все-таки, я думаю, туда, где нам маркер стоит. Попробую что-то там сделать. Я не знаю, зачем я сюда ушел, в эту сторону. Типа, эксплорить. Но цель-то моя в другом месте, поэтому попробую вернуться туда. Пока что реально похвалить я могу только оптимизацию. Только оптимизацию. Потому что все остальное мне покажется от совсем не нравится до такого проходника совершенно ничем не особенного. Так, откуда вообще? В холл Талоса? Не, не надо. Пушки пускай здесь пока стоят. Просто потому что игра не имеет своего какого-то прям дистинкта стиля, своего прям такого различительного. Я уже говорил, что это какая-то помесь системшоков и биошоков, и как бы я не особо вижу такого супер, так сказать, прорыва какого-то. В плане геймплея, не знаю, того же или... Пока что это все то же самое. О, медбот вернулся. Так, мне сюда что ли надо пройти или куда? Я что-то не вообще понимаю. Пока что. Субтитры сделал DimaTorzok 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 опа круто твою мать зачем я сюда пришел чё-то мне эта часть вообще не нравится чё происходит я не успел заспауниться и мне уже на меня кидает какого-то здоровенного чувака не круто не круто но если круто что здесь быстро игра загружается после смерти но относительно быстро между локациями надолго грузится вот смысле а почему-то меня здесь сохранил с 20 хп блин не но это груб глупо блин это тупость зачем меня сохранять тут то было какое из этих сохранений правильно сохранение дендрарий нет эндрарий неправильно вот это наверное блин она сохраняется каких совершенно нелепых местах тебя просто порой перед смертью самую зачем так делать нас хотя на последнем безопасном месте тебя они когда тебя уже раскрыли вот тут все я обратно свидание блин туда я не хочу идти я поняшу метода скорее всего нужно по сюжету я не знаю как я выжил при столкновение с тем здоровым чуваком может похоже тут полутать чуть пока что так сказать оттягивать не это оттянуть неизбежно и на максимум не очень круто почему почему идет счетчик кошмара я не понимаю что это означает кошмар это типа тот чувак здоровый который меня увидел чё теперь здесь меня может тоже достать что ли ничего я не очень понимаю вот это обратно очень непонятно очень много вещами и понятных в этой игре пока что хотя я играю уже довольно таки долго не все еще для меня много остается загадкой хочу попробовать туда пойти куда я сбежал до этого там до хрена чуваков ходила тоже но они хотя бы маленький их можно застрелить дендрарий так а это чё куда ведет то за бридж это чё такое и на выгодка все красиво ничего не могу сказать как собственно и в bioshock это все выглядело симпатично но вот эти чуваки они мне честно говоря уже надоели очень сильно я так понимаю дальше на больше не будет так сказать урагов никаких кроме них поэтому не знаю даже да и где-то нафиг чё да я мне надо туда идти явно вниз где этот хрен здоровый ход а это куда не приведет опа карты пользуются чаще конечно но уровень а вот стоп мне надо на уровень 1 как раз таки может сюда попробовать кровяка капать так блин мне надо найти где нибудь крафтищую машину и скинуть весь мусор оттуда скрыться от кошмара или убить его это была задача серьезно какие-то странные задачи в этой игре напороться на врага а потом скрыться от него но мостик таласа но я не уверен что мне сюда надо мне кажется мне надо все таки в сторону но пойдем посмотрим что на мостике талас загрузки есть правда долгие вот именно между уровнями между локациями такие неприятные честно говоря давно уже не было таких загрузок в играх чем не одна загрузка две загрузки сначала основная потом еще дополнительными это тоже немного бесит но долгие загрузки долгие долгие это слишком много по мой взгляд я тут был нет я не помню был ли я тут не был ли я тут я вижу чувака уже карты это мостик таласа да блин чё они такие живучие то я не понял а чё у него хп это восстановилось лол чё у него хп восстановилось или это другое уже лол это тупо блин если здесь будут враги еще с устанавливающимся хп это вообще будет полная жопа так там чё то пронеслось так сказать а починить не могу ее бля бля там не было бля нет это был еще один видимо чё то по моему я окончательно запутался куда мне надо идти бля ой там электрический ходит не ну нахер короче жалко я починить тебя не могу турелька это реально жалко не надо короче вернуться туда я так понимаю что это бесполезная трата времени ходить ходить что-то исследовать здесь потому что ну здесь слишком много врагов довольно жирных ну как там мне быть я не знаю там ходит этот кошмар я понимаю блин чё с ним делать вообще непонятно он мне сразу ваншотает это загадка так ладно вернемся наверх тогда смотрим чё там будет у нас ну в любом случае здесь есть чувачки которые ходят можно попробовать с ними что-нибудь сделать наверное хотя где медбот блин мне бесит что медбот так перемещается блин просто по всей локации где его искать непонятно теперь если он блин летает там где враги ходят да ты можешь мне помочь блин чё ты улетаешь ты постоянно вот например вот чё вот он улетел туда как мне его достать давай спускайся так щит могу как мы все установить так от чего у меня инъектор нет что-нибудь что устанавливает мой костюм да там есть специальная эта херня такой же робот летает где-то там надо его найти просто не знаю ну мне в любом случае сюда нужно по-любому несколько задач это вот то куда мне нужно идти ну там ходит этот кошмар и вот честно говоря я не знаю эх ладно пойдем туда будем думать что с ним делать потому что я не знаю это не похоже на то чтобы я мог что-то противопоставить ему этому чувачку надо будет сохраниться сначала после загрузки так сказать вот так вот сохранюсь пожалуй тут сейчас сейчас я приду сейчас я приду это не знаю что как это Продолжение следует... 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 О, я очень... Извините. Я не потеряю работу даже за это говорить. Что?! Что? Именно. Что ты сделаешь, то есть с меня есть. Что? Ты говоришь, что, когда ты должен сказать, что. Да. Видишь? Все все. Не волнуйтесь о транскибе. Это не против регуляции. Так что ты, мне приглашаетесь в эту игру или нет? Я понял. Это мне еще дохера этих компьютеров надо обыскивать будет. 30 процентов. Просто лазить по компам и искать голоса. Все, я понял. Я понял. Так, ладно, это я не сделал. Где следующий? Я просто буду ходить по маркерам и тупо... тыкать, так сказать... на компы и все. И по возможности даже не буду драться с этими чуваками. Ну, блин, потому что у меня слишком мало здоровья. Так, куда теперь? Теперь... Теперь... Кинозал. Кинозал надо. Кинозал... Бля, напугал меня. Брод. Давай, иди сюда. Тихо-тихо. Блин, вот. Блин, вот. Все-таки задамажил. Тварь. Так. Ну и нафига я сюда пошел? Блин, мне надо срочно... Разгрузить свой инвентарь. Ну нахрена мне вот столько пистолетов. Ну вот зачем? Зачем так сделано? Ключей, блин, вот это вот все. Три ключа у меня. Четыре пистолета. Два шатгана. Чего это за говно вообще? Охренеть, инвентарь какой крутой. Тупость, блин. Тупость, блин. Тупость. Да. Надо крафтящую машину найти срочно. Так, а сколько у меня... Ну, хоть шатгана нормально. В смысле? Открой. Так. Открыть я могу? Могу. Там, небось, тоже кто-то есть. По-любому. Часающий труп. Я тут какие-то задачи выполняю параллельно, которые я даже не пытаюсь выполнять. Да, надо, короче, прокачать что-нибудь. Я прокачаю этот инвентарь, пожалуй, потому что мне его вообще не хватает. Просто дико. Вообще, по идее, здоровье тоже прокачать, да. Хотя, я сначала инвентарь. Так, а это че? Ага. Так, теперь у меня, по идее, побольше инвентарь. Да, нормально. Теперь я могу с собой еще больше всякого говна таскать. Понятно. Тут че? Файлы. а вот эти скиллы точно 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 превращаться в чашку блин да то о чем они говорили сформация я вот не знаю энергия давайте электричеством огнем энергии информация я бы слышал что типа если ты будешь дофига использовать вот эти все штуки то типа будет плохая концовка пишут тип того типу не стоит употреблять пришельческими скиллами но я вот думаю может не надо вот это человеческий скиллы я понимаю вот это пришельческие стоит ли не пришельческие прокачивать план пока не буду почта ну ладно все понятно так ну ка я одно еще сто тысячу сорян а что и Продолжение следует... 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 таким пространством, в граничном пространстве, скажем так, а не в больших локациях, как в Dishonored 2. Это я уже говорил. Просто очередной раз убеждаюсь, что это так. Почему, когда я беру какие-то предметы, они тут же лопаются, ломаются? Это очень странно. Нет, пропуск, да? Сюда я не могу попросить пока что. Тут я был. Мне надо срочно найти крафтовую машину и скинуть вообще весь мусор, что у меня есть в инвентаре. У меня его просто тонна всякого говнища. У меня уже 10 ключей, блин. Просто жопа какая-то. Кто это? Калвинах. Да, работает вообще шикарно на стриме. То есть я смотрю, не лагает, ничего, все прям идеально. Качество хорошее. Ну блин, я вот говорю, что что-что, оптимизация отличная в игре. И у меня 60 фпс, и на стриме отлично выглядит. На стриме, по-моему, не 60 фпс, меньше, 30 фпс, по-моему, где-то так. Вот я сейчас хожу, кручусь, смотрю туда-сюда. И вроде никаких лагов, ни тормозов, ничего, никаких спайков не наблюдается, так сказать. Ладно. Че, куда мне? Habitation Pots. Habitation Pots. Ну мне вообще написано, что мне в кинозал надо, но... Знаете что, включу я, наверное, все маркеры, и на всякий случай вдруг они поблизости где-то будут. Пускай, так сказать, Тоже... Все маркеры включу. Так сказать, just in case. Просто пускай будет, так сказать, потому что вдруг что-то поблизости здесь из этого есть, я за экспу, так сказать, выполню. Почему бы нет? Сохранить игру. Да, вот они. Отсутствующее отражение. Так. Писка. Какой-то от фитнес-центра. Во. Спортзала. Отлично. Фитнес-центр у меня есть. Все, вот сейчас я смотрю. Ну, странно, на iPad вроде качество... Ну, в смысле, стрим нормально работает. Телеки может подлагивать. Ну, в смысле, на мониторе. Хептер. Та не, вроде нормально работает. Без лагов, без всего, вообще шикарно. Крайне мере, я не вижу, на стриме что-то лагало. Что я в OBS-е посмотрю, на самом деле, вот что я сделаю. Открою OBS. Посмотрю, что там с кадрами у меня на нем. Да, нормально, 60 FPS показывает. Вообще все шикарно. Вообще никаких проблем нет. Другое дело, что... Ну да, у меня, конечно, 60 FPS гладкий, а тут как бы... Вроде написано, что 60 FPS, но... Так не скажешь. Как будто лаги какие-то присутствуют. Как будто FPS 30. Ну, хз, не знаю почему, но... Ну, в принципе, смотрибельно. Поэтому, ладно. Я просто сделал побольше битрейда и побольше разрешения сделал 720 на 1080. Full HD. Так сказать. Да, нормально. Сойдет. Так, ладно, пойдем дальше. Мне бы медбота найти где-нибудь. Где-нибудь. Хотя можно и так, собственно. А вот эта фиолетовая шкала, так я понимаю, это шкала моих пришельческих скиллов, да? Наверное. Скорее всего. Недопонятных. Так, давайте сначала сюда зайдем. В эту, так сказать, комнату. Смотрим, че нас здесь ждет. Кто-то включился. Сейчас кто-то включил. А, нормально. Жилые капсулы. Жилые капсулы. Жилые капсулы. Так. Че за фигня? Че происходит? Че такое? Почему так страшно? Че, че-то, че вообще? Где регистрация? Ага, новый код. Че за звук такой? Че происходит-то? Блин. Вот че происходит, ёб твою мать. Че такое? Че-то за херня? Полтергейст? Как не с полтергейстом бороться? Страсти приехали. Давай-давай-давай-давай. Оказывается, можно вполне так же бороться, как и со всем остальным. Шотган ему просто засадить. Ай, блин. Я думаю, че за звук такой скриповый? Ну, вот это, кстати, прикольно. Вот это прикольный ураг. Это хотя бы отличается чем-то от стандартных вот этих вот тифонцев, блин. Которые, как я уже много раз говорил, не впечатляют своим дизайном. Блин, мне срочно нужно найти крафтящую машину. Точнее, даже не крафтящую, а... Ну, и крафтящую тоже, и машину, которая избавляется от мусора. Вот это прям очень срочно надо. Так, быстро сохранение сделаем. Телка какая-то. А, это вот как раз-таки одна из этих лесбиянок, по-моему. Или нет? Правда, люк. И этот нам дало... Немного я. Новый сайдквест. Блин, такое ощущение, что я больше сайдквестов успеваю получать, чем выполнять. О, музычка спокойнее заиграла. Окей. Ну, я надеюсь, что это значит, что меня никто здесь не тронет. Транскриптер. Это, опять же, аудиолог. Записка. Блин, у меня такое ощущение, что я очень многое пропустил в плане сюжета, когда я в прошлый раз проходил первый раз. На первом стриме игру. В этот раз я прям внимательно буду вчитываться. Мне кажется, что здесь гораздо более интересная история скрыта, чем я думаю. Чем просто эксперименты с пришельцами и вот все вот это дерьмо. Ну да, артстайл здесь прям практически копия вот прям лица, как в Dishonored 2-ом, прям один в один. Даже нет никакого, так сказать... Нету никакой, никакого сомнения. То же самое. Так, тут у тебя что-нибудь есть. Ничего особо нет. Ничего особо нет. Ну да, послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а я понял я понял что происходит они короче они короче используют что-то еще добавился или или это это апдейт 40 процентов отлично к основному квеста апдейт они короче вот эти нейромоды делали из пришельцев как я понял за тех тифонцев и не дали их себя то есть типа вот как и о чем я говорил что-то способности это самая ветка скиллов вот это фиолетовая она типа от них и они типа вот так вот так же как я у меня есть вариант прокачиваться прокачивать пришельческие скиллы и судя по всему они вот именно этим и занимались здесь и потом им нашу пристал нашел бред короче с ним же жопень произошла полная что они в один момент все вот так вот видимо не знаю забунтовались против них или же вот эти ну короче они в свое тело помещали часть пришельцев как я понял чтобы прокачиваться так наверно забаговал гитару лично вот по-моему это как я это понимаю то что с ними произошло по моему тифоновцы вот эти тифонцы 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 ой как-то стриме лагает ну-ка подожди или не лагает или все нормально я вот это непонятно на самом деле может я смотрю у меня на айпаде принципе все норм но на мониторе втором вроде как есть некий лаг еще я попробую кучу сделать обновлю страницу так сказать и посмотрю не так с этим делом делом если если так же то может все таки битрейт ну хотя нет до этого все было нормально может мне кажется просто ну-ка чай я похожу вот здесь вот в этом переулке переулки быстрее да не вроде нормально вроде особо не лагает так хочу здесь произошло а вот эти дротики блин офигенно нужные плохие сны из тех пор как ты уехал из нас плохие сны ну вот да эти тифонцы вот эти пришельцы так я понял их глощали постепенно их сознание их разум вот некоторых вон они в зомби превратили да не нормально работает все все отлично вроде как так ну здесь ничего нету жилая капсула для экипажа а в смысле блин интересно наверх я могу попасть а могу нифига себе а верхние три этажа я не исследовал ну да все эти нейромоды используют для своих целей кому-то там на гитаре хочется играть кто-то в бейсбол хочет играть но типа да решение проблем своих как я понял вот для этого они эти нейромоды все внедряли но потом как всегда это все против них обернулось и они вот как хрена себе блин у меня скоро инвентарь кончится опять мне уже столько всякого дерьма что это даже не смешно так что там не нужно было прокачать чтобы шотик можно было прокачать на второй уровень оружейник вот оружейник один надо прокачать что я шатгана больше всего пользуюсь оружейник оружейник вот это вот да блин мне нужно еще один нейромод тогда будем оружейник прокачивать следующий потому что шотик это самая 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 важная хрень в этой игре поэтому но пока что для меня так что будем прокачивать именно эту ветку будем прикольно все таки что здесь можно запрыгивать просто с места чуть-чуть подожди достань то а ну вот это с рпг в которой они играли все вот точно ага свифт окей понятно ясно понятно так ну тут все вроде тут вроде все это я не могу сломать? не я не могу ну разве что здесь что-нибудь еще есть важное на ней вроде ничего нету ну вообще есть конечно блин здесь надо реально каждую просто каждый блин пиксель исследовать чтобы у тебя всего было в достатке очень такая игра в этом плане важная ну да на стриме все равно немножечко так подлагивает конечно картинка ну не то что сильно но есть такие некие шероховатости в плане не то что лаги не то что лаги не то что лагает тормозит или еще что-то вот я сейчас по комнате пробегусь чисто чтобы показать так сказать посмотреть то что у меня стабильный идеальный 60 фпс показывает а на стриме это конечно не так что там есть некие такие спайки небольшие не то чтобы не смотрибельно было совсем но не идеально конечно не идеально так ну по моему теперь точно все хотя подождите нифига не все это я вот здесь был на втором этаже правильно да вот здесь вот тут я не был на втором этаже значит нифига не все еще здесь надо все залутать тихо 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 геймпад гэммипад а лапша аудон прикольно че это такое милости конкиста дорос я так смотрю они все поиграть любили нас похоже на из этого оригинальная так сказать мангу гост и нашел вот так чисто первая ассоциация гост и нашел вторая ассоциация с чего скорее всего что и было скорее всего вдохновить вдохновением так все здесь вот теперь точно все да они ничего здесь вот нельзя забывать смотреть наверх даже тут какой-то голос есть отлично еще один голос лоренц бакстер по-моему ты его голос у меня нет или нет или есть смысл мил 10 доктор калвино вот так филинг и но твой сервис тудей айсинка гонки и информация что то окей ты и стал министерой а таблики дышит на глаз ай ай тут рекон юос и мастер мистер не а я но мак и не но откуда я как-то на их сознание влияла вот эта вся непонятная типа, все эти моды, которые они все втыкали, пришельческие, и они, типа, забывали, что у них, типа, амнезия какая-то появлялась. Что-то, по-моему, в этом роде здесь такое показывается. Блин, ну круто, что можно так вот запрыгивать на второй этаж. Это вообще четенько. Подушка, ничего нету. Ничего нету. Нормально. Так, все, здесь точно все. Здесь прям вот я на сто процентов, по-моему, все исследовал, все, что можно и нельзя. Так что я, пожалуй, быстрое сохранение кину. Нет пропуска. Тут я был, тут я был. Искусы, кстати, не подбирал это. Ага. Тут у меня ничего нету. Ладно. Кинозал и желтый тюльпан. Плюс кафетерий, плюс еще вот эта фигня. В общем, к чему будем ближе, то и сделаем, так сказать. Но вообще, мне нужно по-хорошему найти вот эту крафтилку, потому что мне просто забит инвентарь всяким говном. Поэтому надо скинуть бы все это с себя. фитнес. А, во, я пропуск фитнес-центра получил. Во. Вот это темная штука. тихо. 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 Там кто-то есть. 47-16. Вот эти чуваки, это типа вот как раз захваченные типа как зомби-чуваки, они захвачены вот этими тифонцами. Блин, ну, нюансы сканировать надо. Ах ты, сучий. Потрох. Вот что мне дает сканирование ихнее, я вот не понимаю, зачем я сканирую их. Завершено. Что мне дало это? А, это просто типа информация о нем, да? А, вот визуимости гипс-пушка, льва-лайпси, атака, оглушение. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. ГiyetкиAR А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Вот что ты делал это? Так, а к чему эти педики уязвимы? Уязвимы. Ну вот эти враги, они все одинаковые, я говорю, вот эти все фантомы, вот эти все так сказать... нет где это было данные данные шпали коды заметки это заметки нет блин здесь столько всего пиздец вот по моему с этим разбираться только надо хрень просто ключи чертежи столько просто всего это охренеть глаза разбегается следы вот исследование точно к чему уязвимы контролируем это контролируемый человек правильно же я понимаю это вот то что сейчас передо мной зомбиобразные новые враги не вот эти вы хреной хреной черная ну да контролируемый человек чему он уязвим гипс пушка волна все атака оглушение в принципе всему а его глушить можно еще во а у меня есть шокер кстати я ни разу не использовал электромагнитный пульс у него уязвимость глушение оглушение ну да можно его попробовать и глушить их глушить тем более что я не использовал пока еще эту хрень ну-ка я попробую не знаю как эта хрень работает но использовать тут вообще вот так она меня вызывается на точно не знаю как эта хрень сработает но попробую как тебе я сканировал правильно психошок они еще новые скиллы за это дают но я пока не особо планирую пользоваться с скиллами инопланетян потому что я хочу получить все-таки хорошую концовку на первом прохождении поэтому я не буду особо злоупотреблять с планетными так в смысле у меня патронов нету на эту фигню или чё она на короткую инстанцию бьет я понял извиняюсь я чихнул и умер блин пока разберешься чё как работает сколько так минус один в трое еще четверо вы еды их много я спалил все процентов заряда что ли у меня осталось я решаю не проснуться вот чё я надеюсь на самом деле что они не просыпаются здесь так мы с людьми легко работать я научился справляться так я пытаюсь коверить абби но она не отвечает пожалуйста пожалуйста не не а а а пожалуйста нет не не я не слышу ты все . аббби с тобой? ты в порядке? это не 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 я не я не я не я не я не я не ты Собирай голоса. Ага, я собрал. Это еще один голос, отлично. Это уже 50%. Ой, ништяк, ништяк. Не, ну с людьми, кстати, проще, да. С людьми вообще элементарно. Тут вообще проблем особых нет. Они мне даже дамаг особо не нанесли никакой. Так что... Это... Это ничего так. Это норма. Так, а че? Ключ, еще один ключ. Блин, да когда я уже найду эту крафтилку, блин, мне надо весь мусор скинуть. Я, конечно, могу вернуться обратно там, где она была, но... Я хочу новую найти. Фитнес-центр. Но вряд ли я найду ее в фитнес-центре. Но фитнес-центр я все-таки проверю. Без сознания. А, то есть ты живой? А-а-а, вы живые. Ну, правильно, эти тоже, по идее, живые. Я же их оглушил. Не помню. Подожди. Да, они все без сознания. Но они, я надеюсь, не проснутся. Я вот единственное, на чем я надеюсь, чтобы они не вставали потом. А, вот мне интересно, подожди, как эти фонцы, вот эти вот... А-а-а... Вот эти чуваки, они... Полтергейст... Эфирный... Сто... Вот, мимик, он... Ага, гипс-пушка... Лучемет... Он к электронной фигне? Нет, к шокеру не... Не уязвим, как я понимаю. Раздевалка. Кай. Киллер инсайд. Кто? Ну, блин, ну... Не, не надо. Ну, блин, ну вот он одной тычкой мне все хп снял. Ну, как так можно? Ну, это жесть. Я даже не увидел его, и он у меня все хп снял. Это жопа. Где он? Не понял. Че за херня? Че произошло-то? Блин, я вот не понимаю, то ли я че-то не понимаю, то ли игра в конец забагованная просто вся, блин. Че за херня происходит здесь вообще? Че это такое, блин? Во-первых, что мне сняло хп почти все. За одну тычку. Теперь тут какой-то труп, застрявший в текстуре, блин. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, не знаю. Я прям не знаю даже. Хотелось бы мне, конечно, найти оправдание всему этому, но я че-то не могу пока что. Айк Стюарт. Труп. Но я его не убивал. Я не знаю, почему у него нет башки и почему он застрял в текстуре. Мне точно сейчас понадобится искать уже эту херню. Крафтил. Ой-ой-ой-ой. Блин, напугал меня пиздец, как я еще не родил от страха. Че, кто это? Кто это? Кто-то проснулся, что ли? Да нет, они вроде лежат. Кто орет-то? Кто заорал? Лоу. А, это, наверное, он заорал, когда пошел под огонь. Я не знаю, зачем я это делаю. А, ну да, точно, он под огонь находит и умирает. Ну, извини, чувак. Че не могу сделать? У них башки лопаются и... И все. Вообще-то это нормально, так и должно быть, что они идут под огонь, типа, и... Умирают, типа. Или это, типа, использование инваримента. Таким образом происходит. Использование окружающей среды. Ай, не знаю, не знаю. Ой, не знаю. Ну, наверное, скорее всего, но... Прям я че-то сомневаюсь, что так и должно быть, но... Ничего, нету. Я не знаю, зачем я иду в фитнес-центр, но... Раз эта игра претендует на название Immersive Sima, и на... То есть, Immersive Sima, собственно, играется таким образом. Они эксплорятся все. То есть, ты... Не просто идешь по сюжетке, а... Заходишь туда, куда тебе, в принципе, не надо заходить. Так, по трубам можно ходить. Это прикольно. Вот это прикольно, вот это я люблю, вот это прям мне... Нравится. То есть, я могу обойти... Блядь, если бы не упал. Обойти по трубам. Но я пойду наверх. Просто схожу, посмотрю, что здесь есть. Если меня никто в засаду не... Не, так сказать, не устроит мне... В фитнес-центре. Сохраничь на всякий случай. На всякий случай достану шотган. Опа. Это кто? Сейчас мы узнаем, кто это. Телепат. 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 Так, что с телепатами делать? Телепат. Взрыв, огонь. Волна. Взрыв, огонь. 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 Ну, то есть, получается, мне надо его забайтить просто к этой фигне, что ли? Ну, я так понимаю, что это не баг, это, типа, фишка такая. О, еще один нейромот. Во, отлично. Нейромот. Это круто. Нейромот. Это здорово. Так, что я хотел-то прокачивать? Шотганы хотел прокачивать. Ничтяк. Так, вот теперь мы сможем использовать прокачку шотгана. Дневая мощь. Да. Да, да, да. Отлично. Блин, ну я буду прям по максимуму, по максимуму прокачивать шотган, потому что это то оружие, к которому я прибегаю в 99% случаев. Отлично, отлично. Буду шотик прокачивать, просто вот этот вот шотик, который у меня на слоте стоит, прям по максимуму прокачаю. Когда шотик заканчиваю, прокачиваю, начну пистолет прокачивать. Обычное оружие я буду прокачивать, потому что я не вижу пока смысла что-то другого прокачивать. Чего-то другого, почти. Так, ну он боится огня, его, в принципе, на огонь можно выманить. Йога. Отличный способ привыкнуть к новым способностям для тех, кто установил капиталнических нормонов. Копьё. Ну да, я понял. Так, файлы. Переместить файл. Дортикомёт. Ну это типа для отвлечения, я понял. Ага. Так. Что у нас ещё есть? Моя почта. О, новый код. Отлично. Апартаменты директоров. О, это круто. Но всё-таки надо здесь, да, здесь надо реально ходить и исследовать всё, потому что даются новые коды, новые проходы всякие. О, задвигался. Проснулся. Послушаем несколько недель, а он будет крайне занятым делом. Очень много, там, нечего времени, там, можно быть очень много, нафиг. 72, 42. Ага. О, новая задача. Как-то они типа так развлекались, тут сокровища искали. Понятно. Так, эти квесты, они у меня автоматически... Да, они у меня автоматически включаются всё. Ну пускай будут включены, на всякий случай. Если что, выполним по ходу действия. Видите, карту Даниэлы шоу. Хренеть. А, карту я нашёл. Изучить карту. Вот этого чувака, я не буду читать его фамилию. Блин, да сколько мне сайт квестов-то скинули, блин, охренеть. Я нахожу, выполняю один квест... Ага. Я, выполняю один квест, получаю десять квестов, сайт квестов дополнительно. Прикол, вообще прикол. Здесь фонтанчик не восстанавливает здоровье, как в дизонуре. Груши. Мешки. Блин, звуки нас даёт, конечно, отвратительные при ударе. Как будто он дед 90-летний, блин. О, кантели. Там кто-то проснулся, по-моему. Из этих... Из зомби-людей. Телепат, подожди, телепат, сюда не лети. Ладно, тут я всё исследовал. Или это телепат говорит со мной? Я не вижу. Ой-ой-ой. Всё, меня увидели. А, лошара. Блядь, лошара я. Я думал, что стекло непробиваемое. Мне показалось, что он... Вот. Оказалось... Да не надо загрузить игру. Вот. Оказалось, лошара я. перепутал. Ах. Блин, ну отличное место для сохранения. Шикарное место. Просто крутое сохранение, блин. Что за жопники, а? Так. Ау. Ау. Чё меня задамажило? Так, ты. Телепат, лети сюда. Ты уязвим к огню. Ау. Потом я бассейн исследую. Чё в бассейне. В принципе, здесь можно пройти вот так вот. Здесь тоже огонь. Ау. Хотя... А, вот там чувак ходит. Который дамажится от огня как раз таки всё. Ау. 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 Аааа. Тихо не лететь. А кто я боялся у тебя? Ау. Но меня нет где людей. А? Ау. Тихо не здесь как раз это. Не на 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 уле тиматики upwards или болезнь completely open up? Но он, по-моему, последний остался там. Из всех врагов. Ну, давай. Сдуй сюда. Я пока не хочу залеплять огонь. А вот отсюда. Чё-то не похоже, чтобы он дамаг получал от этого особый. Краймер его полоска дамага не появляется. У него что-то отлетает, какие-то значения. 2, 1, 2, 2. Ой. Он выпустил свою телекинетическую энергию. У меня. И ещё дырку сделал в трубе. Вот эти трубы, кстати, надо запомнить. Они... Если в них не выстрелить, то из них огонь идёт. Во, вообще чёткая фигня. Давай, лети сюда, лети сюда. Ну, давай, лети сюда. Блин, у меня 4 патрона осталось. Он не хочет лететь, он умнее, чем эти чуваки. Ну, лети, лети, лети. Гавнюка. А у меня нет никакого огнемёта, да, против него? Нет, у меня шаган. Блушитель. Может, вот эту гранату использовать против него. Ай-яй-яй-яй-яй. Я чего-то стою. Я получил достижение за то, что я сам себя убил. Вол. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Идиотизм. Это идиотизм. Бляха, муха, куда ты сохранил? Идиотское сохранение совершенно. Вот эти автосейвы, они вообще просто порой невменяемые в этой игре. Поэтому надо самому сохраняться здесь, по максимуму стараться. Просто делать вот такое сейв и всё. Сейв-хорить приходится. Не хочется сейв-хорить, как я уже говорил много раз на стримах. Это выглядит стрёмно. Но, с другой стороны, если не сейв-хорить, то автосейвы здесь просто тебя закидывают. Буквально там, чуть ли не в лучших традициях, там, олдскульных крик-сейвов, когда ты сохраняешься за секунду до смерти. Это вообще идиотизм полный. Совершенно идиотические крик-сейвы в этой игре. Это я уже говорил, кстати. Кстати, я не исследовал эти шкафчики. Одна из самых отстойных вещей в этой игре это крик-сейвы. Ну, не крик-сейвы, в смысле, а автосейвы. Я на предыдущем стриме как раз-таки вот была ситуация, когда меня сохранило в этой турбине, где летал этот труп, где надо с него было подобрать эту карточку. И меня сохранило как раз-таки прям буквально за секунду до смерти, блин. Идиотизм, блин. Так что лучше бросить быстренький автосейв. Где там чувак ходит? Я знаю, что там ещё один зомбак ходит. Давай, я слышу. Ты же слышишь меня? Ты же слышишь меня? Давай, иди сюда. Ау! Ау-ау-ау-ау-ау. Ну, это уже... Да, это я уже ступил. Давай быстро загрузимся. Быстрая загрузка. Есть быстрое сохранение и быстрая загрузка. Ну, загрузка не такая быстрая, как сохранение, сразу скажу. Загрузка здесь всё равно дольше занимает. Чем хотелось бы. Блин, я хочу к бассейнам попасть, но... Там летает этот кусок говна, блин. Я не знаю, как его забайтить на огонь. Потому что написано, что он боится огня. Я правильно понимаю? Может, ещё что-то боится? Чего он ещё боится? Так, исследование. Телепат. Вот он, первый. Читается одним из самых опасных видов тифонов. Взрыв. А, взрывы он ещё боится. Взрыва огня. Ноль волна. Взорвать его можем попробовать. Чего у меня из... Взрывов есть. Попробую всё-таки ещё раз вот этой штукой воспользоваться. Утилизирующей гранатой. Не знаю, сработает она на нём, не сработает. Но попробую. Вот тут есть стекло или нет, я не понимаю. По-моему, там... А, вот он, разбил стекло, да? Да, он разбил его. Так, давай попробуем. Приматка. Приматка, не. Бляха-муха. Не успел. Сложно, сложно. Это непросто. Да он бросать не умеет, ни хрена их. Нет, там стекло, по-моему. Или нет стекла? Я не понимаю, он пробивает этой хернёй, а я не могу пробить почему-то. Чё происходит вообще? Короче, ладно, всё. Это была гнилая тактика, я понял. Попробую снизу бросить её. Просто я хочу попасть в бассейн и посмотреть, чё там есть. У меня цель... Сейчас цель в бассейн. Я хочу туда пробраться. Хотя у меня отметки стоят все в другом месте, но... Я знаю, что там должно быть что-то интересное. Блин, надо как-нибудь его выманить, я не знаю. У меня есть приманка, но я не уверен, что она... Дай попробуем приманку использовать. Он бросать не умеет её вообще. Это бред. Нет, я... Не хочу так. Он бросает её как-то через жопу, блин. Как нормально бросить, блин, предмет, я не знаю. Он бросает его в метре от себя, блин. Чё это за бросок, блин? Я, конечно, понимаю, что он китаец, но, блин... Это уже вообще перебор. Чувак, мне надо посмотреть, чё в бассейне. Неинтересно. Телепат, блин. Ссанный телепат. Могу я в окно просто прыгнуть вот сюда? Оп. Во. Всё, я понял. Тихо, 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 тихо. Ну, он же тифоновец, по идее, он на приманку должен забайтиться. Да что ж так быстро-то убивает, ё-то твою мать. Ещё не успеваешь сделать вообще просто ничего, ничего. Короче, ладно, хрен с ним, с бассейном. Я понял, что я не хочу в бассейн. Не, мне интересно, что там, но, блин, я уже полчаса с этим чуваком драчусь, поэтому мне нахер его, нахер, нахер, нахер. Просто в жопу. Чё бы там ни было, пускай оставляет это себе. Тем более, что все марки у меня с этой стороны, поэтому я пойду сюда. Вот, каюты экипажа... А, там были экипажа Б. Я понял. Груз я сдвинуть не могу, потому что я не прокачан ещё. Так, тут есть... Нет, тут нету. Тоже нету, да. Так, ну, эти каюты я не смогу. А, вот это могу, кстати. Стоп, 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 стоп. Кто там чего? Кто там чего? Кто это? Кто это? А, это ты, сволочь. Чего боится электрический? У меня вообще, он есть в базе данных-то хоть? Блядь, он сейчас у меня запарится, сучонок. Это я вижу, вижу, чувак, отвали. Так, а электрический ещё боится. Так, исследуем телепад. Эфирный фантом, это фиолетовый, да, который... А этого я не исследовал, что ли, ТП, или что? Ну да, походу. Не, я его не сосканировал, просто ещё что. Надо его сосканировать. Что-то так сказать. Узнать его слабости. Его слабость... Ну, я знаю, что он боится шатгана, как и все они. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, красава. Круто. так вот он это электро фантом но понятно а он боится электрово круто импи гранату можно бросить его все атака у него иммунитет к электричеству к глушению ну не импи граната была вроде вот она заряд а это боеприпасы куда попробую вот эту хрень использовать против него не знаю насколько она насколько он ее боится но хочется верить что боится так нормально блин а убил говнюк хотелось бы чтобы вот это граната которая всасывает она ваншотила вот что хотелось бы на самом деле а у меня импи ничего нету до электронного же глушитель приманка попробуем вот этой хренью его долбануть разок чё-то по-моему не сработало а ну да да я понял я понял бля чем же тебя ебануть-то чем же тебя может и шатган попробовать но вообще принципе вот эти штуки работали более или менее на него вот эти утилизирующие гранаты просто надо бросить ее как следует о вот и все вот и все всего две эти штуки были тоже классное оружие кстати вот эти элементы из которых мы крафтить блин давно я уже не видел крафтищей вот этой фигни всей не знаю где я найду следующий раз но просто не хотелось бы бэк тречить так через всю игру в разочи возвращаться к ней на чувствуется придется потому что здесь я вообще не вижу никаких следов так сказать крафта и не очень могу понять так на всякий случай шатган приготовлю прокачанный если вдруг что-то здесь и живет чашка с образцом это наверно тоже для переработки скорее всего кофе еще микс так тут ничего нету да ага почта чертеж дай вот и вот и и а и а и Ничего интересного не было. В этой комнате. Сердце. Сердца только. Записка что ли? Нет, записка. Я теперь буду внимательно все записки читать и вообще не пропускать, а то я чувствую, что я из-за этого себя лишаю 50% фана игры, просто пробегая по квестам и не понимая, зачем вообще я это делаю. Честно говоря, мне это вообще не доставляет так играть. Ну, опять же, я говорю, это такой жанр immersive sim, его очень сложно стримить, так вот, скажем так, и развлекательном стиле, чтобы можно было там что-то комментировать весело. И когда 99% ничего не происходит, ты просто ходишь, собираешь лут и читаешь записки и исследуешь, как бы, это немного такой жанр. Игр не очень сильно подходит под стримы. Что я говорил, вот Dishonored, что Deus Ex, что вот Prey, немного... Вот если бы Bioshock, например, я играл, что первый, что второй, что Infinite, вот он бы идеально под такой подходил, скажем так, формат, потому что он довольно коридорный, там особо нет, так сказать, никакого простора для исследования. Я вот до сих пор вот никак не понял, как вот эти завалы расчищать, и есть ли вообще способ их расчищать, потому что... Вот эти вот девайсы какие-то, вот, я увидел уже неоднократно. Будет ли вообще такое? Ну, хотя не, можно, наверное, если бы ты превратишься в какую-нибудь чашку и прокатишься там. Но я не прокачивал пока что никаких инопланетных скиллов, и, честно говоря, не очень хочу. Вообще у меня такая цель пройти игру без прокачки в пришельца. Без стифановских скиллов, так сказать. Поэтому я, наверное, не буду. Столик, так, доска. Почему это не переведено? Так что да, для стрима она, конечно, не самая эффектная игра, но... Что делать? Что поделать? Это надо хакнуть, это я хакнул. Первый отрывок из истории Брэнди. Брэнди, в смысле, Брэнди не напитка, а Брэнди бабы. Ну да, они-то все используют нейромоды эти тифановские, потом они их укусили. Я уже говорил, что в чем суть, как бы, они будут повторяться, все понятно, собственно. В плане сюжета мне большую часть понятна, как бы, что произошло, примерная картина происходящего. Но, опять же, это вот очень сильно напоминает System Shock, очень сильно по сюжету. Вот это прям практически вот копия System Shock, это то, что происходит, потому что это та же история примерно, что мы ходим, не понимаем, что происходит. Все превратились в каких-то непонятных мутантов, какая-то там инфекция инопланетная. System Shock, потом это был Dead Space, потом много людей еще было. В конце концов, все это Alien Style, где-то из чужих по сеттингу. Поэтому, да. Вот, опять же, вот эта фотография, которую я сейчас смотрю, она вот прям... Прям вот навеяно Dishonored, прям вот эти вот все лица, все вот это... Я не понимаю, зачем они используют тот же самый арт-стиль. Вот это вот я вообще не понимаю. Как бы, абсолютно такой же, как в Dishonored. При этом, совершенно другой сеттинг в игре, но... Какой-то своеобразный стиль, типа Arkane Studios. Чип, чтобы установить костюм, или... What the fuck? Что это было? Это было стремно. Так, я получил нейромод, да? А, один у меня, все. Ну, один, это никуда не годится. Повреждение костюма. Ваш костюм не будет блокировать урон, пока вы его не почините. А, блин, да, точно, точно, точно. Я забыл, что еще чинить костюм надо. Блин, здесь столько всего, просто офигеть. Ай, сейчас, сейчас, я вспомню, как его чинить. А как починить-то его? Подожди. Или вот это вот. Вот, наоборот, или вот этот костюм использовать. Вот, все, точно, 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 точно. Здесь просто у него костюм, у него здесь, помимо его здоровья, у него еще костюм есть, надо про него думать постоянно, и еще про, еще какая-то там шкала чего-то у него там есть. Вот, костюм теперь полностью, пси еще, вот эта энергия, да, вот эта, которая я не использую, потому что я не играю на, за, скажем так, за пришельческого вот этого чувака. Не знаю, что я хотел там сказать, но, короче, я не буду прокачивать инопланетные скиллы. Так, надо взломать теперь вот эту хрень, и сначала хочу посмотреть, что здесь у нас есть. Чашку на всякий случай разобью. Статуя лунного камня. Странно, вот бью ключом, эта хрень не разбивается, стоит поднять ее, и она ломается сразу. Очень непонятно работает. Так, наверх я не могу, да, запрыгнуть, ну ладно. Так, сейчас сразу как сейв кину, на всякий случай. И пойдем взламывать. Лучшей системой хакинговой истории человечества. Не, ну это действительно вот. Я не знаю, я бы, конечно, вступил бы в дискуссию с людьми, которые считают эту систему не тупой, но я не знаю, как можно наслаждаться. Главное, оно снимает так нормально, хп, блин. Жесть какая. Но он, кстати, регенится немного. Мне кажется, он до 90 сейчас регенится. Нет, тут достал три генится. Подожди, пока он три генится. Я не знаю, серьезно, людям нравится эта система хакинга, но это, конечно, очень странно. Мне эта система хакинга вообще не то, что не нравится, но я считаю, наверное, самый глупо выглядящий, самый нелепый из всех, что я вообще в играх видел. Просто бред какой-то. Никогда в Arkane Studio я, кстати, не заморачивался со всякими вот этими хакерскими всякими механиками. У них в этом плане всегда было все проще. Вот. И я, честно говоря, не понимаю, что ими движло, когда они придумали вот эту систему хакинга. Это вообще какой-то... Просто мега-бред. Совершенно идиотски, по-идиотски реализованный. Просто тупость. Какой-то реально пинбоу, блин. Да, блин, это невозможно просто. А, господи, какая тупость. Какая же тупость. Мне бы, по идее, найти его труп и с него бы снять какую-то информацию, наверное. Чтобы не взламывать, так сказать, его. Мне лень, поэтому я буду пытаться взламывать его. Но это, блин, это и делотская система. Люди просто еще ругают системы в Deus Exe, что она, мол, типа, тупая, и неинтересная, и неудобная, и кривая какая-то. Ну, блин. Я не знаю, что-то про вот эту хрень сказать. Это просто, блин, вверх, по-моему. Идиотичность. Просто тупость, как-то пинбол какой-то вообще левый. Вообще, бред полный. Таким образом, вот этот пинбол, он имеет вообще отношение к взлому. Тупейшая просто визуализация решения, по-моему, на мой взгляд. Все инъектора. Ну, давай. Просто уже взломали. Перекачаем. Чертеж для изготовления. Петронная почта. Среди честных уставов. Среди по связи с... Да, я не знаю, что в вашем будущем просьбе. Мы стараемся. Ну, и, возможно... Ага. Так, все. Блин, это того не стоило, по-моему. Ну, ладно. Во всякий случай, как сейв кинул. Так, а прокачивать я свой костюм же могу, правильно? Правильно, правильно. Защиту костюма, точнее. Хотя мне бы ремонт лучше прокачивать. Или шаткан. Но раз я не буду прокачивать пришельцев, то я буду концентрироваться на человеческих скиллах, скажем так. Своих. Ну, хотя, с другой стороны, это же все равно, по-моему, вот эта вся прокачка, она строится на тифонсах, на этих пришельцах. Даже обычные вот эти скиллы, если я правильно понял. Поэтому я не знаю, в чем тогда разница. Ну, ладно. Посмотрим. Так, это что у нас? Неростимулятор. Ну, это как раз таки вот, для вот этих псионный навык, да-да-да, которого у меня нету. Психотроника. Хилка. А это что? Это пси. Ну, пока что инженер самый нужный для меня скилл. Самая нужная ветка для меня, это инженерная. Стелс бы прокачать вообще, вот, прям было бы четко. Стелс. Хотя бы до первого уровня. Без шума. Враги дольше не замечают вас, когда вы пройдетесь или ползете. Потом второй уровень, вы ходите и бегаете без шума, но это вообще круто. Б, надо стелс прокачивать, короче, вот еще надо что-то прокачивать. Потому что в такой сложности с ними воевать, это не самое... Ну, когда один-два, еще ладно, но когда их там по пять, по шесть, это уже вообще идиотичность какая-то. Буду скрытый следующий качать тогда. Ладно. Так, этого я взломал. Тут я был, не был, я не помню уже. Тут я был, да? Да, тут я был. Тут я был, тут я был. Сюда я попасть пока не могу. Тут нет пропуска, да? Нету, да. Коробки. Пойдем посмотрим здесь. Хотя, когда вот в такие комнаты, вот по таким коридорам ходишь, это все очень инфинит напоминает биошок. Хотя даже не инфинит, наверное, а скорее этот, рапчер. Первый биошок, да. Вот я говорил, у меня вот ассоциации, вот основные это систем шок и биошок. Как бы, другому никак. Так, ладно. Че у нас тут? Есть ли у нас... Опа, 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 опа. Полтергейст, нет? Че это за дерьмо? Почему они включились? Это полтергейст, да? Тот самый полтергейст, который я уже убивал в каютах в этих... В би. Хотя вроде нет ничего. Ну, самое страшное даже здесь не это, а то, что здесь вот такое вот отражение, блин. Что они вообще отражать пытались? Я не понимаю. Вот эти, типа... Типа... Тут даже нет ничего темного с этой стороны. Что он отражает? Жизнь, как это просто... В 2017 году. Ёб твою мать. Охренеть можно. Отражение Бен. Неужели так сложно здесь сделать? Здесь даже не открытый мир. Здесь маленькие узкие локации. Стоп. Телепорт. Телепат. Телепат появился. А, телепат появился. Или он не здесь? Нет, он... Он, наверное, в этой комнате, скорее всего. Но я все равно поражаюсь вот этому вот, что они не могут сделать отражение. Ни в какой игре нет отражения. Вообще ни в какой. Просто... Какую игру не назови новую, ни в одной игре нет отражения. Что это за... Дикость какая-то, блин. Ах, я знал, я знал. Я знал, чувак. Я знал, чувак. Я хамок. Да-да-да. Я понял. Ну, блин, я научился уже справляться с ними, кстати. Это... Прогресс. Что это за зуб? Что это за тонус? Ну, вон. Ну, по крайней мере, теперь я могу, так сказать, их убивать. Ну, здесь был, короче, мимик и телепат, я понял. Ну, не телепат, в смысле, а этот... Полтергейст. Полтергейст-труп. Я его сканировал уже, по-моему. Каюта, да я знаю, чувак, я знаю. Так, каюта. Каюты. Каюты. Ну, всё. Больше я ничего не могу здесь сделать. Сюда я попасть не могу. Заломать я тоже не могу. Надо валить в другую сторону. Так. О. О. А, мне что-то с ним надо? А зачем мне их показывают? О, либо... О, Гарри Сноу. Зачем они мне нужны? Стопая. Почему на них галочки акцентируются? Что-то у меня с ними какое-то задание, что ли, привязано, или что, я что-то не понимаю. Я их как-то оживить, может, могу. Данил Шоу. Не знаю. Но они почему-то отмечены у меня галочками. Без сознания. Потому что я их как-то оживить могу. Ну, я их хоть обыскал, у них ничего не нету. Я не знаю, честно говоря. Сканировать их? Это вроде нет. Я не знаю, что они от меня хотят, честно. Чего они меня галочками включают? Так, все. Тут я все исследовал. А этот, я не стал исследовать, так сказать, бассейн, потому что там эта здоровая хрень летает. Телепат этот, и он мне не дает работать, скажем. Так, быстрое сохранение кино пока. Здесь ходил здоровый. Кто постоянно говорит, кто это? Тут были эти чуваки, но их больше нету. Несколько задач. Так, мне в кинозал и... Желтый тюльпан. Чего тут у наблюдений. Ты меня видишь, что ли? Кто это говорит, я не понимаю. Нет, не прыгает. Немножечко. Свою могу попасть? Да, могу, отлично. Там баба. Черт, ты можешь со мной не говорить? Я пытаюсь понять, что вообще тут происходит. Так, функция. Тихо, тихо. Нет, нет, нет. Это не то, что я хотел. Бери ключ. Функция. Карта сектора. Загрузить карту. Да, карту давай загрузим. На всякий случай. Раздевалка. Это где я был, да? Бассейн, куда я не смог попасть. Вот эти галочки, это вырубленные чуваки лежат. Вечные персонажи. Игрок, задачи. Ну, это понятно. Утилизатор. Во, утилизатор, фабрикатор. Мне нужны вот эти розовые и зеленые значки найти. И кто-то другой. Их здесь нету вообще. А, вот есть. На кухне есть фабрикатор. Но мне нужен утилизатор. Прежде всего, фабрикатор это хорошо. Но мне надо говно использовать это. Исправиться от него. Не знаю, не знаю. Нигде нет его на этом этаже. Наверное, придется бэктречить куда-то назад. Искать его. А, вот. На втором уровне есть. Фу, блин. Все время забываю, что здесь сто пятьсот уровней, блин. В одном отсеке в каком-то. Втором уровне, где есть, короче, кинозал. Где желтый тюльпан. Нет. Ну да, сейчас как раз таки я чувствую, надо будет. Еще есть третий уровень. О, как раз аппаратаменты директора. У меня от него ключ есть. Вот это. Вот это темная тема. Как раз таки, да. Так, ну у меня еще и здесь кафетерий надо сходить, короче. У меня там задание в кафетерии есть. На этом этаже. Поэтому я сейчас сначала в кафетерии исследую. Блин, ну вот я потихоньку начинаю. Когда вот так вот не торопишься, не рашишь игру, а когда так медленно так рассматриваешь все. Я понимаю, что это вообще никто не смотрит. Это никому не интересно. Но, к сожалению, только так эту игру и можно играть. Потому что если бежать вперед и забить вообще на все, это... В эту игру так не играешь. Не надо так играть, короче, вообще. Так, запись о... Ступид бесс. Ты думаешь, что ты можешь убить меня с ними? Чего? Мне вот не нравится то, что он со мной связывается, по-громко говорить, или я не могу не читать ничего, не понимаю, что происходит. Это забивает с пути очень сильно. Сочинно, заканчивается этим отчетом. Запись по слушающему устройству. Так, копирование. Отчет наблюдений. Правда, Люк, я сделал задание. Смотрит грозовой. Секрет. Тренер. Окей. Обновление креста. Какие еще функции? Никаких нет больше. Экипаж. Это у нас почта. Помогите, кто-то пытается... Пытается, вот, на каком-то у него, скорее, отторжение... На космос, вообще. Ага. С шипучими винами. С шипучими винами. Вообще, бывают такие. Типа, шампанское, что ли? О, новый код. Фитнес-код. Фитнес-центр-то я уже был в фитнес-центре. Мне туда не надо. Так, все, я понял. Тут ничего не надо. Мне в кафетерий, короче, сейчас надо, я понял. Надо в кафетерий. Сначала я сюда пройду. Посмотрю, что у нас здесь. Чувак вроде заткнулся. Это хорошо. Это радует. Так, 9167. 9167. Так, тут никто на меня не нападет, надеюсь. Лия Мэйси. Батца какая-то. Патрон его, вот это крутяк. Это вообще в тему. Вообще надо. О, нейромод. Три штуки нейромод. Отлично. А это прокачка, да? Набор для улучшения оружия. Тоже крутяк. Вообще полезная комната. Полезная, очень полезная комната. Это мне нравится. Тогда прокачаем сразу. Шотган. Так, где он? Вот он. Покачаем. Боезапас. Боезапас. Отлично. Отлично. Так, сколько теперь у меня помещается? О, по 6 сразу. Вообще круто. Я чувствую шотган, если прокачать на макс, это вообще будет убойное оружие просто. Ну, так во всех играх я просто смотрю. Причем этот шотган, он, видимо, вот этот, который за предзаказ мне давали, он такой типа супер мощный. Он такой с узорами, вот этот, с золотистыми. Потому что другие шотганы, они не так выглядят. Они просто обычные серые, а они более слабые. Если я, например, вот это возьму. Ну, вот он. Никакой вообще. То есть, тот шотган, что у меня, он типа... А, вот дробовик, а это типа Марграф. У них одинаковый боезапас, но этот гораздо круче. Короче, я в него буду вкачивать все. С ним буду всю игру проходить до конца просто. Вот так я и решил. Раз я не использую никаких скиллов магических. Ну, инопланетных, скажем. Так, что меня задамажило? Что меня задамажило сейчас? Чего мне сняло 7% хп? Вообще, я порой не понимаю, что меня дамажит в этой игре. Я вообще не понимаю. Просто на ровном месте сняли хп и все просто. Ни за что, ни про что. Врагов нету. Дверь меня задамажила, что ли, или что? Нет. Или я сам себя коробкой задамажил? Ну-ка, стой. Да нет. Я не знаю, что у меня. Так что... Просто 7 хп сняло у меня вот просто так. Не знаю. Ни за что. Так, ну ладно, тут вроде все. Так, в кафетерии, да? В кафетерии нам вперед. Сейчас я по карте гляну еще раз. Так сказать, чтобы... Так, медицинский отсек, консерж... Мне... А, еще в медицинский отсек надо сходить. Вот сейчас. Медицинский отсек. Это направо. Дендрарий я пока не хочу. Пока все здесь исследую. Потом, если что, вернемся. В любом случае, мне кажется, еще неоднократно в этот дендрарий. Так, я... Как сейв дропну? А, он опять же заблокирован, сучка. Но я могу его, так сказать, раскидать. Такие звуки дурацкие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, хотя как дурацкие. Просто необычные, но... Так, ничего нету. Тут что есть? О! Медицинский бот. Во! Это то, что мне нужно. Всегда. Чертежи. Чертеж. Чертежи это для крафта, я понял. Да-да-да. Птичка. Типа, материал, наверное. Для крафта, кровь. Так, давай боту вызовем. Пускай он восстановит мне нечестный и снятый 7 хп. Непонятно чем. Здорово, здорово. Бывало и хуже. Так, все. Можешь мне сначала в Creation Center сходить? А-а-а. Ща глянем, что в Creation Center у нас. Рекре... Рекреационный центр. Так. Давай сначала сюда сходим, да. А потом... Зайдем вот сюда. А, это типа лифты, да? Вот эти вот штуки. Гроволифт, да, это лифты, лифты нам не нужны пока. Сначала сюда зайдем в центр, потом в кафетерий, кухню. Тут сюда все зачистим. Все-таки я хочу в бассейн наведаться, может там что-то есть прикольное, но... Я не уверен, что это... С учетом того, что там летает этот какодемон... Я буду называть его какодемоном все-таки, потому что... Он похож на какодемона, издуманного телепат, короче. О, почему он со взорванной башкой. Тут я в прошлый раз убегал, не успел подобрать все. Так, это мы в Дендрарий возвращаемся. Нет, туда не надо пока что. Так, да, давайте в рекреационный центр зайдем. Посмотрим, что там интересного. Сломаем нахер все телеки. Опа, опа, опа. Я тебя вижу, чувак. Я тебя вижу. Контроль разума. Контроль разума, ага. Ну, это мне для взлома разума дается, так сказать. Блин, на самом деле, вот это интересные скиллы. Психошок. Вот эти скиллы мне вот интересно. Телекинез. Телекинез 2. Но я ведь слышал, что если их реально юзать часто, то типа будет что-то типа плохой концовки. Что ты будешь больше походить на пришельца или еще что-то такое. То есть я... С одной стороны, мне очень хочется их и завязать, и использовать, посмотреть, что это вообще зачем, для чего. А с другой стороны... Хочется и, как бы, так сказать, в тифон, с этого не превратиться. Поэтому, не знаю. Не знаю, не знаю. Наверное, все-таки я останусь уверен своему пути и не буду прокачивать эти... Так, у меня 4... Что я хотел... А, я хотел стелс прокачать. Во, стелс, 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 точно. О, нормально, стелс. Скрытность прям вообще нужна мне. При этой сложности. Так, это круто. Мощность... Шокер. Вот сейчас, кстати, игра мне очень нравится. Вот сейчас мне игра прям доставляет прям дико вот эти... Вот когда мне закидывают в такие вот локации, в большие... Мне это прям реально напоминает... Прям вот в лучших традициях. Тот же System Shock. Все вот это вот прям вот большая... Отчасти Элена Изолейшн, я уже говорил. То есть это вот прям... Такая большая песочница с... Кучей возможных там вариантов, куда надо пойти, что исследовать. Это прям мне очень нравится. Такой геймплей я прям обожаю. Вот когда я меня в прошлом, на прошлом стриме закидывал в какие-то коридорные локации, где было бесконечное количество спавнивающихся врагов, это вот было полный отстой. Это мне вообще не нравилось. А вот сейчас меня прям вообще игра заставляет очень сильно. Прям по кайфу играть сейчас прям. Совершенно другой геймплей, совершенно другой геймплей. То есть это даже не смешно. Это настолько другой геймплей. Так сильно отличается от того, что было до этого, вот прям предыдущей части, что это тоже... Не знаю. Карлос Поппинга. Беревшая плата от части. Я не знаю, вот этих людей не убиваю, вырубаю. Что это означает вообще? Что это? Это хорошо или плохо? О, вот это баба, Патриция Иван. Наверное, это хорошо. Я думаю, если ты не убиваешь, а вырубаешь, скорее всего, это типа плюсик в кармо, но я не уверен. Ладно. К вам я еще вернусь, ребята. Сначала я хочу посмотреть, что меня ждет тут здесь, в рекреэйшн-центре. Блин, музыка еще прикольная такая, надо погромче ее чуть сделать. Я, по-моему, потише ее сделал тогда. Звук. Так, звук. Чуть-чуть погромче ее сделаю, а то она прям мне вставляет прям. 70, наверное, сделаю вот так вот. Прям такая... Чего же она напоминает, эта музыка? Какую-то игру тоже напоминает, не помню, какую вот прям... Какую-то прям тоже, вот не System Shock, а какую-то другую игру. Хочется, почему-то сказать, здесь какую-нибудь Zero Tolerance или какую-нибудь такую вот олдскульную игру от первого лица, там вот. Такое, вот не знаю, старенькое-старенькое что-то есть в этом. Так, рекреэйшн-центр, да? Кинем сейв сразу на входе. Потому что игра может сохранить тебя совершенно в рандомном месте и лучше сохраниться самому. Даже лучше нормальный сейв кинуть. Такое вот. То, зная эту игру, она может тебя просто перед врагом заспаунить в следующий раз, и все, и будешь бесконечно умирать. Вот что надо сделать. Вот эта хрень, как я понял, должна видеть, это видение, она должна видеть тифонцев, мимиков там всяких. Я вроде, если я правильно понял, что она вообще делает. Поэтому я буду ее иногда включать. Главное, чтобы не забывать это делать, потому что я здесь забываю 80% того, что в этой игре есть. О! Тоже компей. Паспозднём рождение. Паспозднём рождение. Давай загрузим. Паспозднём рождение. Я люблю тебя. Блин, вот такие вот прикольные штуки мне очень нравятся, когда вот так вот что-то находишь, какие-то аудиозаписи. Вот это, блин, это круто. Кстати, я могу туда забраться, попробовать. Опа, 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 опа. Тут кто-то есть. Я понял, я понял. Вот сейчас мне игра очень нравится. Вот в данный момент, именно в данный момент мне игра прям вообще. Вот играл, да играл вот в такую игру именно. Когда надо бегать по каким-то локациям замкнутым, по таким вот, пускай даже и таким большим и, в принципе, развилистым таким, но при этом какой-то вот такой элемент Alien Isolation, вот он прям очень круто. Прям нравится мне. Ага, вижу, 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 вижу. Тихо, подожди, чувак, подожди, я не буду тебя убивать, потому что я хороший человек. Давай, сканирую его. Да, без осознания он уже не сканирует. Ну, ладно. Кто это был-то хоть? Дэвид Брэнч. Дэвид Брэнч. Внести я его не буду. Куда мне вынести? А ты кто? Брюс Кобб. Чем-то похож на Дэвида из этого, из Чужого Ковенанта. Андроиды, напомню. Был бы круто, если бы в Alien Isolation андроиды выглядели как Дэвид. Вот это было вообще четко. Муха. Прикольный фильм. Няшка Муха. А, ну, эта песенка такая, типа. Муха. Почему нету игры? Или может, есть? Я не знаю, просто есть ли игра по мухе? По этому шикарному фильму. Я бы сыграл бы. Даже не знаю, как под ее можно было бы сделать. Ну, наверное, ты бы играл бы за муху, постепенно превращался бы в нее, как в фильме. Это было бы четко. Блин, прикольная концепция, кстати. Странно, что никто ее еще не воплотил. Реально похож на Дэвида чем-то из этого, из Прометея, из Чужого Ковенанта. Ковенанта. Так, тут ничего больше нету. Так, игры глобального единства. Пока невозможность. Вот, типа, результаты их игр, вот эти вот, игры вот этой RPG-шки, которые они играли. Ага, понял. Сейвность. Блин, как же все-таки раздражает вот эти вот зеркала, которые они ставят здесь. Ну, зачем ставить столько зеркал, которые ни хрена ничего не отображают? Зачем? Вообще же ничего не отражает. Тут, судя по этому отражению, сзади какой-то красный диван вообще. Ну, это, блин, это стрёмно. Зачем так делать, я не понимаю. Ну, не можете его отражение в своей игре сделать? Ну, хоть не ставьте зеркалат, которые ничего не отражают. Зачем это надо? Как будто у этой игры и так проблем не хватает без этого. Зачем создавать еще какие-то искусственные... Не, стрим прям шикарно работает. Я смотрю, прям офигенский. 60 FPS прям четкий абсолютно. Качество картинки шикардосное. Меня полностью устраивает то, что я вижу. Так. Я человек довольно придирчивый в этом плане. Так. Кто здесь есть, признавайтесь сразу. Полтергейст? Полтергейст, мать его. Павел Бомб, полтергейст. Одной чей, вот он. Где он, где он, где он? Сука, поднял меня. Падла. Где ты, тварь? Я его не вижу. Ах ты, сука. Где ты, тварь? Вон он, вижу. Да, блядь. О, спасибо. Спасибо, чувак, спасибо. Спасибо. Зараза, он невидимый, вот чё хреново. Пошел ты. Блин, полхп снял, охренеть. Вижу, 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 вижу его. Всё, готов. Кусок кала. Ну, всё равно, даже вот этот полтергейст, он по дизайну выглядит, как просто тот же тифонец, только просто невидимый. И использующий телекинез, блин. Ну, я говорил, левел дизайн врагов, мне кажется, самый ленивый вообще в истории человечества. Такое ощущение, что я во время ребёнок рисовал этих тифонцев, просто какие-то каракулы люблю. Я, конечно, может, придираюсь, но, не знаю, мне прям... Дико не нравится дизайн. Мне нравится левел дизайн. Вот левел дизайн мне нравится в этой игре. Левел дизайн пока что вообще радует. Вот именно вот сейчас я играю. Очень круто сделал, но... Именно дизайн самих врагов, он прям... Хорошо, хоть люди появились враги, хоть стало более или менее весело, а то... В эти каракули стрелять уже надоело, на самом деле, блин. Какие-то, блин, осьминожки, блин, чёрненькие. Чёрненькие. Ну, вот эти вот полтергейсты, они типа должны криповые, наверное, быть какие-то, но... Не знаю. Чё-то они у меня... Крепоты особые не вызывают, так сказать. Блин, зачем я захилился? Там же был медбот. Ой, ладно. Захилился, потом вспомнил уже. Чё-то за джойстики, а чего они? В смысле... Какой голимый дизайн их, конечно, геймпадов этих. Во-первых, стики какие-то плоские, блин, совершенно. Во-вторых... Ну, это ближе, конечно, к PlayStation 4, к этому, к DualShock, но... Не знаю. Мне кажется, такой геймпад не очень удобно в руке держать. Я вот сейчас просто играю сам на One-овском, и вот эти треугольные все формы, они, мне кажется, немного в руку будут впиваться тебе за... Много-много часов игры. Может быть, и лучше, но все равно красивый дизайн. Мне нравится. Вот то, что нет отражений, это да, это полное говнище. И дизайн врагов полное говнище. Просто... Стой. Ну, серьезно, дизайн врагов можно было лучше сделать. Реально. Сломаю, чтобы мне это... Не мучился, так сказать. Стример? Лоу. Себя нашел. Стример. Так. Типа стримит, наверное, какую-то картинку или звук, скорее всего. Так, пойдем на второй этаж, сходим, я думаю. Да, здесь подъем на второй этаж. Ну да, сходим, посмотрим, что здесь есть. Блин, жалко, что в пинбол нельзя сыграть. Было бы прикольно, если была бы мини-игра с пинболом, я бы еще один плюсик бы игре поставил, но... К сожалению. К сожалению, нет. Такие мелочи, они на самом деле очень сильно украшают. Вот именно в иммерсив симах такие мелочи, они очень нужны и важны. Может быть, в каком-то... В думе каком-нибудь... В шутане, в каком-то таким быстром. Это не так важно. Но именно в иммерсив играх такие детали, они прям... имеют огромное значение. Так. Чего у нас тут? Чего нету? Да, извиняюсь, сразу очень дотошно я хожу и ищусь, но... Я не хочу повторять ошибок предыдущего своего стрима, предыдущего прохождения, когда я просто бежал голубым по Европам по сюжету, ну, по сюжетным квестам, и просто не понимал вообще ничего, что происходит. Нет, это не та игра, которую надо делать в реакционный центр. Я понял. Второй этаж. Ну и что, я квик-сейф кину. Ага. Ага. Fatal Fortress. Это вот та самая игра, наверное, которую они играли в RPG-ах. Это Fatal Fortress. Кстати, вот на эти штуки можно забраться. Я уверен. Ага. Не знаю, нафига, правда. Но можно. Так. Кто у нас тут есть? Кто-нибудь? Кафетерий там. Так. Тут у нас, по-моему, ничего нет важного, да? Хотя здесь выход на второй этаж, здесь скорее всего будет к этому желтому тюльпану выход. И к кинотеатру. Блин, а почему-то не показалось у меня на моем этом экране. Соколоблен. Я думаю, что должно показываться. Мировая карта. Карта мира, точнее. Во! Каюта Бигельфа. Это у нас... Где ее каюта расположена-то? А-а-а. А в одном из этих, наверное... Хотя, подожди. Коды. Ключи. Вот. Пропуска вот-вот-вот-вот-вот. Каюта. Жилая секция. Но этот с одной стороны, я понял. Где-то где-то с одной, где-то с другой. Так. Что у меня с нейромодами? Два. Два. Писка. Так. Ну, это их не РПГХ. Я не буду сильно зачитываться в ней. Как бы это не очень интересно. Это можно будет преобразовать. Лист персонажа. Ну да, ну да. Я уже находил настолка ихняя. Пицца. Но у них, кстати, нормально так осматриваются развлечениями. Обычно на таких космических, так сказать... В таких космических станциях, приключениях, довольно-таки скучно у людей бывает. Частенько они развлекают себя гораздо менее, скажем так, развлекательными штуками. У них нету настолок, как минимум. Ну, как правило, нету, они не играют настолки. У них, помимо настолок, судя по всему, еще и видеоигры были. То есть, как бы, развлечения вообще во все поля у них, я смотрю. Кофе Карск. Вон, шахматы, сигары. Вообще, нормально им так жило здесь, я смотрю. Вообще не обламывались, они ни в чем себе не отказывали. Так, вот здесь вот аудиофайл. Вот это воин. Там был у нас хилер, по-моему, маг. Лучница была. Теперь и этот воин. Ну, типичная настолочка. Тиска. Карта сокровищ. А, ну, вот эта карта, как раз таки они рисовали вот эту карту сокровищ. Ага. Считать карту. Мечетыка. Так, тут еще, значит, где-то карта. Я не буду читать правила, это я так понимаю. Так, пицца. Тут у нас ничего нету. Разбить нельзя, или можно? World Map. Так, дай послушаем. Элиас Блэк. Ага. Блэк. 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 Да, вот эта баба, она встречалась как раз вот с этой бабой, которая пришла, сейчас опоздала. Типа они две подруги были близкие. Гораздо ближе, чем просто подруги. Она ее пригласила поиграть в игру, и она, видимо, не ожидала, что она придет, и вот сейчас она пришла, и она, типа, такая, о, я не ожидал, что ты придешь. Блин, у меня даже отношения здесь складывались какие-то, офигеть. Прикольно, кстати, вот эта аудиозапись мне прям понравилась, она такая, очень, 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 такая прикольная. Единственное, что смущает, что такое количество азиатов на этой станции, я вообще не понимаю, почему здесь столько азиатов. Я, конечно, ничего не имею против там расового разнообразия, но, блин, моя личная неприязнь к ним, это, конечно, то, что я уже говорил, что это отчасти еще один минус наравне с отсутствующими отражениями и пососным дизайном врагов. Еще и здесь 80% персонала азиатов, почему-то, да. В общем, вот из таких вот мелочей я, собственно, и составляются такие минусы игры. Ну, это, опять же, лично мое, конечно, но все это не просто так. Так, ладно, давай сохранимся. Как-то сейв кинем. Так, тут мы на втором этаже, да? Сюда мы никак не выйдем, или выйдем? Так, что это у нас вообще, где мы находимся сейчас? Это второй этаж этого центра. Так, к желтому тюльпану мы отсюда не выйдем. Здесь нет выхода. Ну, в принципе, можно, конечно, но здесь лестница есть, поэтому... Так, починить пушку. Да, починим. Пожалуй, Брэд Сейдл труп. Пожалуй, я починию ее на всякий случай. Пускай она меня защищает. Не было бы здесь столько азиатов, вот это было бы вообще круто. И не было бы главного героя азиатам, вот это вообще было бы шикарно. Я еще и мужика выбрал. Вот я лох, надо было бабу хотя бы выбирать. Ай, бля. За мужика азиат играть вообще... Вверх по собственности, я не знаю. Если это не какая-нибудь якуза, то тогда это вообще просто... Ну, я понимаю, в играх, в которых действительно сеттинг это... Типа якуза, я вот говорил, где там азиаты главная роль играют, там это имеет смысл. Но почему нам здесь не дали выбор хотя бы расы персонажа выбрать? Почему мы должны обязательно за азиаты играть? Вот это вот я не понимаю, серьезно. Это прям какая-то... Как говорят обычно, типа, защиту, ну, типа, этих всех расовых меньшинств, типа, что отбеливание происходит, а это какое-то отжелчивание какое-то. Нарочно, типа, заставляет играть за азиатов. Почему нельзя выбрать было между негром хотя бы или белым, я не знаю. Почему не хочу я за азиат играть, может быть. Ну, игра не дает такого выбора, и вот поэтому от меня она получила еще один минус. Опа. Тут двери закрыли. Лол. А, они не были закрыты. В прошлый раз, по-моему. Если я ничего не путаю. Что-то появился, что ли? Кто-то спаунился. Или что? Ну да, эта дверь-то были открыты. Кто-то их закрыл. Знаешь, что? Я возьму... Тут, наверное, этот, как его... Этот телекинез, или как его... Не, не телекинез, а полтергейст, полтергейст. Короче, я... Беру с собой эту пушку. Ставлю ее... Куда-нибудь... Вот сюда, например. Что-то мне музыка не нравится. Но это опять же, значит, там есть вот этот полтергейст какой-то, что ли. Видимо, летает где-то. Заспаунился. Скотина. Мне не нравится, что здесь рандомно спаунился враги. Вот так вот, опять же, ты вроде всех поубивал, повырубал, и тут бац. На тебе из ниоткуда вылазит хрень. Какая-то, блин. Это, честно говоря, не очень приятно. Так, ну здесь должен быть хилищий робот. Так, на второй этаж я не поднимался еще, но... Я обязательно поднимусь. Сначала я хочу сходить в кафетерию. Потом уже пойдем по второму этажу. Ну, с другой стороны, это, конечно, передает такую, как сказать, не дает соскучиться и передает такой элемент мистики, наверное, игре, когда там вот эти всякие полтергейсты какие-то появляются. Вот это все дерьмо. Другое дело, что полтергейсты тоже выглядят как обычные тифоновцы, обычные вот эти каракули, как я их называю, враги. Ну, блин. Сохранимся. В смысле, использовать. Morgan, you're welcome. Что мне надо делать? Сканер заказов, я не очень понимаю. Тут никакого нет? Нет. Ну, а интри? Опа. 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 Indigo Lake. Оттогое разума. Лиза Ларсон. Калеб. И телепат. Телепат. Саный телепат. Станин. Саный телепат. Ага. Не саный. Аптитюд. Амейлаб. Ага. Не надо телепата будет убедить, но он в кафетерии, да хрена народа. Так, кафетерия это последняя локация отсюда, да? Ну да, это вот. В конце у нас будет ждать фабрикатор, который я давно уже жду. Так, тут чувак застрял. Джозеф. Макс Орли. Труп. Без башки. Не хочется, чтобы робот их поубивал. Я бы их, конечно, предпочел бы вырубить. Но я боюсь, что... Не, чувак. Не, не. Ну я понял, да, что убить надо. Да я понял, чувак, заткнись. Завали ебало. Так, просьба Кока. Да, зачистить кафетерий, я понял. Но я так думаю, что мне надо этого убить, короче, чувака. Я поставлю пушку. Блядь. Давай, давай, да, убивай, убивай его, убивай. Убила она его, нет? А чё ты улетел-то телепорт? Телепат, блин, с саной. Иди сюда, мать твою. Лучше стреляй, пушка. Сыкло. Я людей не хочу убивать, я хочу убить телепот, телепата. Блядь, всё, патроны кончились. Ну, улети сюда, телепот. Блин. Давай, давай, убивайся. Она сейчас моя пушка расхуярит. Блин, чё он такой выносливый-то? Чё, люди сдохнули, блин. Людей убивать не хотел, конечно. Всё, он сдох. А, нет, живой. Вот сраный телепат. Телепот. Как он называется, правильно, не знаю. Ну-ка, я попробую сейчас его гранатой вот это разнести. Мало хп снимает, слишком мало хп. Слишком мало хп снимается. Очень мало хп. Ау, ебать. Мудила. Не, не. Надо загорать хилки. Захилиться надо срочно. Не, ну, чё сделать? Ну, умерли люди. Всё. Nothing I can do. Так сказать. Знаешь, что есть робот есть? Хилища. Отлично, отлично, отлично. Надо убить этого ублюдка по-любому. Не знаю, почему у меня галочки над этим чуваками появляются. Ну, ладно. Так, ты ещё, падла, живая, да? Да, ты живая, мразь. Попробую с шотганом его снести, конечно, но... Подозреваю, что не сработает. Ой, на него вообще шотган не работает. Вообще не работает. Бесполезно просто. Блин, ну, на него работают свои штуки, конечно, но у меня этих штук, по-моему, нету. На него огонь работает хорошо. Но у меня, по-моему, ничего огненного нету. Не молотого, ничего, по-моему, такого. Похожего. Так, ну... Я ещё пока что... Да-да-да, ты меня увидел, я понял. Сканер заказов. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерых там. Ну, там люди в основном. Надо убить этого телепота. Вон он летит сюда. Отлично. Включи опять чихнул. Наверное. Выключить. Звук. Блин, пец холодно у нас что-то нынче стало. Сколько градусов-то? 8 градусов. Ёб твою мать. Лето. В Москве. Так. Ещё раз. Чем телепаты умирают? От чего они умирают? Ёб твою мать. Им да достали уже. Телепат. Вот. С базы данных лаборатории. Психотроники. Это ясно. Это всё понятно. Взрыв. Огонь. Нуль волна. Нуль волна. Нуль волна. У меня что-то с нуль волной есть связанное, по-моему. Нуль волновый глушитель. Вот. П-припасы. Всё. Сейчас пушки пиздано станет. Да. Настало. Теперь люди ещё идут. Вот чё. Паршиво. Не, не, чуваки. Не надо. Вас. Не, я не хочу вас убивать. Эй, ну ты сам себя убил. Так не честно. Ау. Сверху я его не убил. Блин, я не знаю. Всё. Сдох. Нет. Не, я не сдох. Ни хрена. Блин, у него хп просто его... Телепат просто кусок говна. Я ненавижу этого ублюдку. Он мне бассейн не дал нормально исследовать. Теперь он... От шокера умирает. Да, да, да. Читается, читается. Я просто не успел. Быстро написал очень. Сейчас попробуем шокер. Просто, по-моему, там было написано, что они их, типа, этот, как его зовут. Блядь. Ладно. Сейчас попробуем. По-моему, у них какое-то противостояние, по-моему, было наоборот электричество. Если я не путаю ничего. Стой. Иммунитет у него, электричество. От шокера умирают эти, вырубаются чуваки, обычные люди. Нет, этому надо, короче... Чем-то другим его ебашить. Не знаю, чем. Но обычные патроны, по-моему, ничего ему не делают. Да это люди, да, я понимаю. Про людей-то ясно все. Ебать, он что, ваншотнул, что ли, меня? Блин, нет, телепат мне серьезно начинает раздражать уже. Вот, блин, до него все было зашибись. Я спокойно ходил. Исследовал локацию. Он пришел и все обосрал мне. Теперь опять какая-то жесть началась. А, он, типа, волной, наверное, своей убивает меня. Не, не, нормально. Не, с шотганом нормально умирает. Нормально, нормально. Бля, теперь меня тот чувак убил. Сука. Ну, как-то там в кафетерии, в принципе, это... Там какой-то сайт-квест есть. Ты думаешь, рано, но... Да я могу его убить, блин. Просто... Просто это сложно. Вообще, вот с этой херни, по идее, он должен дамажиться. По-моему. Но он нихрена не дамажится, нет. Я ошибся. Да, геморрный, не то слово, чувак. Не то слово. Просто до этого было все нормально, не геморрное. До этого я спокойно ходил. Что-то там читал записи, находил. Там узнал, что чуваки играют в РПГ-ху какую-то там настольную. Было круто вообще. Почему не вся игра такая? Просто ходишь себе. Наслаждаешься, медитируешь, так сказать. Блин. Ладно, пойду в кинотеатр, короче. Я по этой причине не смог до бассейна дойти, потому что там тоже был этот хрен. Он там завис, и я так не смог его убить. Поэтому, ладно. Это нуль волны. От нее он какое-то время может юзать слепый. Хер знает. Там написано, что он от нуль волны, по идее, дамажится. Но что-то не похоже. Она его типа блочит, наверное, его скил. О, здорово. Вот зато я шатган прокачал свой. У меня очень мощный шатган. И это круто. Так. Препараты с ограниченным доступом. Отлично. У меня пропуск новый. Шикардос. Так, это что за место? Ну, подай-ка на карте глянем. Во! Вот это крутая штука. Вот это то, что мне нужно. Вот это прям то, чего я ждал давно. Ну да, у меня вот этот золотой. Он типа за предзаказ. Это вообще четкая шатган. Просто очень крутой шатган. Я, короче, я решил, не буду за это прохождение прокачивать эти скиллы пришельца. И по этой... Бля, у меня теперь нету. Надо, короче, эту утилизацию сделать. И поэтому я буду проходить чисто с шатганом. Вот с этим шатганом это будет такой Doom-стайл. В общем, я решил. Отлично, для себя. Так. Переместить хлам. Отлично. Но он при этом очень мощный шатган. То есть я так думаю, что если его прокачать на макс, то это вообще будет имба. Просто та еще. Поэтому я думаю... О, сколько говна. Отлично. Отлично. Я и так его нормально уже прокачал, собственно. Да, телепаты. Я уже понял, что это проблема. Но это еще ничего. Тут до этого был какой-то здоровый хрен. Гигантский просто. Я вообще не знаю. Вот если он появится в следующий раз, я не знаю, что с ним делать. Я последний раз от него просто убежал. Ну, просто я еще играю на сложности кошмарной, поэтому... Здесь как бы все немного сложнее, чем на обычной сложности. Пластик. Написка что-то... О, код новый. Да-да-да, я тоже хочу, чтобы люди не умерли, на самом деле. Это моя основная цель, как бы. Я стараюсь их вырубать шокером. Они просто, если тебя палят, они взрываются. Ну, их башка взрывается сам по себе, по-моему. Поэтому, как бы, это тоже надо избегать. Так я все переместил, точно. На вот это все говно надо переместить еще. Блин, нафига я поднимаю столько пистолетов? Не знаю. Ну, блин, согласись, что здесь тупо сделано, что ты можешь поднять 10 пистолетов. Почему нельзя просто пистолет преобразовать в этот... Патроны, как это во всех играх делается. Почему я поднимаю эти пистолеты? Шотганы поднимаю. Просто поднял патроны и все. Вот у меня три вот этих... Этих... Как его называются? Пеномет. Так, ну вот, вроде все. Все остальное, по-моему, нужно. Как минимум. Не буду. Да, я знаю. Тут очень много всякой фигни можно сделать, на самом деле. Я тут просто половину возможностей еще не изучил. Но я первый раз играю. Поэтому... Сразу я извинялся перед всеми, что... Если что, тупить буду. Потому что первое прохождение. И до конца еще я не понял всего. Так. Кафетерий. Блин, попробую еще в кафетерий сходить. Мне надо что-то особенное оружие какое-то для него, я чувствую. Какое-то особенное... Оружие. Или все-таки пушку починить? Нет, пушку я не могу починить. О! О! Кто к нам зашел? Тихо-тихо, не уходи, не уходи, не уходи. И уходи далеко. Скоро я стелс прокачаю и вообще смогу бегать. Безшумно. Отлично, отлично. Вот такой геймплей мне вообще нравится, когда я вот просто хожу. Эй, стреляй, стреляй! Блин, он сейчас сам убил его, офигеть. Как и демон убил его, блин. Я ничего не могу сделать. Ладно. Теперь загружусь. Не хочу, чтобы он умирал. Смотрю, там столько народу, но это что сложно, и чуть что по каждому заднюю... Да, блин, ну как бы в этом суть я понимаю, о чём ты говоришь. Это интересно, на самом деле. Но сложно, я не могу сказать, что легко. На этой сложности всё сложно. Даже... Простое вострокновение с мимиками. Но на форумы я не бегу никогда, я всегда своим всем, так сказать, мозгом додумываюсь. Поэтому я... Будем стараться, будем пытаться мучиться, но проходить я буду. Ну, хотя я ныл, честно сказать. Врать не буду, я ныл. До этого я ныл очень сильно, потому что... До этого была часть, которая мне очень не нравилась. Там... Была какая-то труба, ты в ней летел. По прямой. И там эти были чуваки какие-то такие. Типа ёжиков какие-то. Они типа спаунились в больших количествах и взорвались об тебя. Вот там мне реально прям бомбанул в этот момент. И я прям что-то совсем мне это не понравилось. Так. Сохраню сейчас. Блин. Сейчас я ещё раз почитаю, как его убить. Ещё раз, последний раз. Потому что, блин, ну не может быть так сложно. Не может быть. Так, сейчас, секунду. Да, только на Твиче. А где ещё? Ну, просто я на Твиче только и стримлю, в принципе. Сейчас, секунду, я подойду. Я оденусь немного, чё-то я пипец замерз. Сейчас приду. С'омерз. Я продаю. Ты, конечно. Ты. Ты, ты, ты ты, ты, ты. Ты, ты, ты. Твиче. С'омерз. В принципе. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, сейчас он смышкастый называется... Где-то я еще стримил, по-моему, не помню... Но долгое время я в основном смышкасте стримил на хитбоксе... Ну, я тебя понял, я сейчас попробую в следующий раз сделать такой, типа, рестрим, да... Это имеет смысл, согласен... Да, я вижу, он ссылки, видимо, банит... Блин... Нормально он забанил, охренеть, и все удалил, блин... Пидор, блин... Не обращай на него внимания... Короче, это... Я сделаю все, может, не париться, я сам сделаю... Започью, так сказать, стрим... Все круто... Так, ну что, попробуем... Попытка номер два... Так, подожди, он, по-моему, пропал куда-то... Я его не вижу... Я его не вижу... Ты его реально нету... да я понял просьба кока ну короче он просит меня ликвидировать всех здесь но я так думаю что скорее всего тушен он реально кто-то пропал можно конечно летает там да я слышу его он летает будет просто пропал а вон он я вижу его далеки но если попробую всех людей сначала ликвидировать на самом деле он видимо на реальном бота просто банят за ссылки это все херня я обращаю внимание этого пидора давай 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 блин вот как только люди появились мне игра сразу очень чего нравится прям вот я врать не буду мне не очень нравится дизайн врагов мне не нравится три вещи в этой игре это дизайн врагов вот этих мимиков вот этих тифонцев просто каракули какие-то черные но мне просто не нравится чисто эстетически это лично мое плюс номер два мне нравится что здесь нет отражений но их нигде нет сейчас в играх просто ни в какой игре нет отражений и третье не нравится что наш главный герой азиат я не расист но взорвался сука но азиат я не прям почему мне не дали выбрать между мужиком и бабой но не дали выбрать между белым черным и азиатом хотя бы три пресета сделать но это не так сложно нет я должен играть за азиат я не хочу играть за азиат просто лично опять же три вещи которые мне не нравится но это ухты ухты сами как бушует но как только появились люди враги игра стала веселее гораздо для меня немец а почему он будет как изя у него фамилия азиатская но не знаю может быть я не знаю у него фамилия реальную какая-то они там все целая семейка азиатов я видел но это опять же лично мое как бы чисто вкусовщина вкусовщина все кроме отражение отражений конечно меня это уже в каждой игре начинает накалять и я не знаю я просто уже не понимаю что так сложно уже я понимаю допустим в дизонорде или в до сексе сложно сделать было отражение потому что там типа большая локация там типа полуоткрытый мир но в такой-то локации более закрытой можно же отражение сделать и так сложно их нету наверное надо смириться и забыть про отражение что их больше не будет вверх технология которая была в двухтысячных годах потеряна теперь уже нету невозможно остановить так сколько интересно людей осталось на посмотреть просто как только я вырублю всех людей я смогу спокойно попробовать зафигачить этого как а демона он один останется но где-то вдалеке он там он летает по ну это лишь опять же горит а вот тебе понравился это абсолютная вкусовщина я прям вообще даже не спорю я вот как раз таки больше люблю гуманоидов врагов меня каракули вот такие какие-то они мне я люблю абстрактных врагов в играх я люблю что то что более почему проще стрелять короче ну и бывает исключение конечно редкий но блять он сюда идет надеюсь он под столом меня не увидит я вообще стелса люблю очень остался проще от гуманоидов чем от непонятного чего то это я помню как в старых тифах я не любил врагов типа пауков там всяких элементарий каких-то не поймешь где зад и вперед как от этого прятаться вообще и все в этом роде поэтому стелс играть проще от людей прятаться чем от всякой фигни такой ну да согласен есть такое да есть 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 это есть это так помощь еще один остался работа я вижу бэш ай там как и демон летает на твою мать а мне надо обязательно их вырубить среда ну то есть нейтрализовать для этого сайт квест я еще решил сайт креста по выполнять потому что я на прошлом стриме довольно хаотично так скажем пошел по игре и мне это не понравилось я очень много фрустрации получил скажем так в ходе прохождения поэтому я теперь стараюсь хоть и медленно и скучно но погружаться мы просто такой жанр я уже говорил что с такой жанр стримить очень сложно в плане он не очень эффектный это не дум например который там можно устраивать всякие феерии здесь надо просто ходить искать а ну все пипец походил поискал меня как и демон увидел буду от него прятаться жалко что когда ты выглядишь из угла они тебя палят было бы круто в какой-то игре по вам так было что ты из угла выглядишь тебя не видит а он в дизонор ты по моему среди буду ничего можно вот так вот выгнуть и тебя не видите уйди отсюда как и демон уйди уйди нет 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 уйди главное что от них спрятаться легко довольно то есть за за столб зашел и все эти они видят они не особо настойчивые в плане альга чем-то напоминает этих зомби из фильма поезд пусан там достаточно было закрыть им обзор и и они тебя не типа не видят и все и они о тебе не думают больше забыли про тебя давай 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 отлично я не знаю зачем я их сканирую если я не собираюсь пользоваться вот этой веткой скиллов фиолетовый но он сайт аппетюме тем не менее дешнем не будет ну сохранение было зато так остался один человек я человека сейчас вырублю последнего и попробую все таки его за заполнить если получится просто я точно знаю что если начну сейчас по нему стрелять то появится чувак и скорее всего сдохнет а я не хочу чтобы он сдох я все еще верю что их можно спасти как-то ну вот они например вообще слепые они видят тебя очень плохо то есть вот на таком расстоянии они тебя не видят я конечно понимаю что они типа полу зомби какие-то но теперь он меня увидел теперь он сдохнет да ну ладно если один сдохнет хрен с ним я не буду особо горевать блин хреново что он тебе телепата это вот страна привлек вот это реально плохо так секунду че одну вещь проверю у меня подозрение что у меня я все нормально я в чат сейчас просто постану да все норм потому что у меня опять чат сломался они кстати если слушать что они говорят то они говорят да 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 я знаю они нормальные в плане они не совсем такие уж прям зомби но блин но уйди и улетай отсюда ну все он сдох я ничего не могу сделать ну чувак ты сам себя убил я не виноват хрен с тобой хотя если там ачивку в конце дадут но я не помню убивал ли я до этого их или нет по моему я до их до этого их убивал уже мне кажется какая-то ачивка есть за то что ты пройдешь и никого не убьешь этих чуваков ладно хрен с ним я не буду париться по поводу ачивок тем более на первом прохождении это не самое правильное так сказать тактика ладно все остался один чувак я сохранюсь теперь попробую его запомнить так вот я не знаю чем вот по моему вот этой штукой на него работает ну ка он докинет до него я только не вижу а да он нормально так теряет хп бля хамуха ну как же они быстро овнят а ну как же быстро просто одно касание и все и блин маншотают все жёсть какая жёсть вообще не интересно ну точно интересно но так так ай-яй-яй-яй-яй-яй блин я шагом у меня есть тактика борьбы против него прятаться за столбом. Сбежал, сбежал. Наверх. Да, работает тактика. Он не может пробить меня сквозь столб. Блин, ну пипец. Надо было высунуться из-за угла. Ай, яй-яй-яй, как сложно. Несколько типов атаки, когда он просто стреляет. И вот выброс, который... Ну да, я понял. Но выброс это самая жопа. Когда он делает выброс, я... Мало что могу сделать в этот момент. Блин, я сейчас... Ладно. Не могу просто... Что за жесть творится в Москве? Кошмар какой-то. Я так не мерз уже несколько месяцев. Ужас, как холодно. Так. Так. Я не докинул. Или докинул. Вот сейчас она ему дамага не нанесла никакого. А до этого она ему полхп сняла. Я реально не понимаю. Ладно, пускай убивает. Тогда она ему полхп сняла этими гранатами. Сейчас она ничего не сняла ему. Очень странная тема, на самом деле. Да, и сейчас я не докинул. Но до этого я докинул. Она его засосала туда, внутрь. Полностью. И сняла ему хп. А сейчас она засосала и не сняла хп, абсолютно. Вот, сейчас она бац и засосала. Мало сняла. И надо прям идеально под ним кидать. А, понял, всё. Блин, она сразу слишком мало хп поснимает. А я ещё стою на месте. Но сейчас это реально дум какой-то. Да блин, он ваншотит, ё-твою мать. Он ваншотит. Сложно. Я сейчас начну ныть опять. Ладно, я не буду ныть. Мне нравится, когда один враг, и ты один на один с ним. Пускай он сложный, но... Это справедливо, по крайней мере. В любом случае, он не спаунит всякую фигню. Как в предыдущий там момент был у меня в игре. Поэтому... Кинь приманку сначала. Не подлетит. Хм... Хе-хе. Она ему дамажит? Приманка, мне интересно. По-моему, нет, но... Ай-яй-яй-яй-яй. По-моему, она, кстати, автоэймом летит на меня его дамаг. Или нет? Так, бежим, 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 бежим. Сейчас все нормально. Вот сейчас нормально, сейчас норм сняли. Сейчас нацепиться, короче. Представим, что мы играем в Doom. Вот реально такой, как и демон. Если он на что-то и похож, то как раз на него сюда летит. Как сейвнемся. А он себе, надеюсь, хп-то не регенит. Бля, увидел, сука. Я очень надеюсь, что не регенит хп. Потому что если он регенит хп, это... Будет мега печально. Блин, надо поближе, чтобы он подошел. Блин, ну он вообще жирный, пипец. Он еще сваливает. У него еще тактика какая-то есть. Охренеть. Сука, да. Блин, мне так патронов не хватит с ним. Вообще не хватит. Надо что-то другое. Нет, так не работает. Это у него не работает. Так, пробуем вот так, может быть. Бля, говнюка. Валим, валим, валим отсюда, валим. Валим. А-а-а. Сука, а. Ладно. Да, я тоже это понял, но... Не успел ничего сделать. Так, 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 так. Все, запалил. Но это ладно. Они еще медленные. Они самонаводящиеся, что ли, от атаки у него? Не, в открытую бесполезно с ним херачится. Без тактики здесь никуда. Без тактики я здесь далеко не уйду. Ой, ну ладно. Настало время, я так чувствую, попотеть немного. Как раз таки холодно. Самое оно. Блин, до этого такой медитативный геймплей был. Такой спокойный. Мне так нравилось ходить. Просто собирать всякую фигню. Ничего не делать. Красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну это жестко, жестко. Это жестко, слишком жестко. Сейчас вот туда, он туда, вот туда, он туда. А, сейчас убьет. Опять убьет. Наверх, наверх, наверх. Да, я сам налетел сейчас. Я пытался забраться на лестницу через запхот. Ну, не знаю, не знаю. Ну, пол хп я ему почти снял. Ну, блин. Ну, должен умереть. Блин, когда-нибудь. Попробуем поближе его приманить, что ли. Я не знаю. Ну, блин. Урона скрытности нет, по-моему, не прокачано. У меня прокачано вообще, на самом деле, очень мало чего. У меня прокачано хакинг, более или менее, и то. Вот, на второй уровень всего. Потом у меня прокачано инженер, более или менее. У меня шатган прокачано. И у меня больше всего прокачано этот костюм, чтобы я мог больше с собой говна таскать. Это первым делом. И скрытности всего, больше у меня ничего не прокачано. Как бы у меня мало... Я так понимаю, это ты про вот этот, говоришь, скилл. Или нет? Ну, короче, какой-то из этих, наверное. Или нет? Или вот этот, ты имеешь в виду? Блин, я тут еще половинский... А, во, вот этот, наверное. Во, 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 нападение из засады. Все, я тебя понял. Ой, блин, здесь... Здесь слишком много всего. Очень много всего. Я очень долго буду разбираться со всем этим. Но моя тактика забайтить его вот сюда. И супер своего мощного шотгана расстрелять. Пока он не видит. На самом деле надо было спрятаться вон за тем столом. Блин. Он ссыкун, он убегает. Давай-давай-давай-давай-давай. Все, нормально, беги-беги-беги-беги. Блин, не туда я бегу, не туда я бегу, не туда я бегу. Туда надо... Или туда. Блин, я запутался, где я? Откуда я пришел? Блин, я вообще запутался во всем. Все, я вспомнил. Такая тактика. Сейчас бегу хились, короче, у бота. И добиваю его. Я, по-моему, сейчас полную херню сделал. Но... Блин, ну как же он добивает-то через всю комнату? Что это за бред вообще? Он был вообще в другой стороне, блин, комнаты. Охренеть у него атака, блин. Это, по-моему, самый сильный враг в истории человечества. Я не знаю. Ло вообще. Короче. Тактика все та же. Но он реально сваливает. То есть, когда ему припекает, он понимает это, и он сваливает. Это, короче... Это умный враг. Это, блин... Так делать нельзя. Это слишком... Сложно. Мы не готовы еще. Это слишком... Такая технология. С будущего. Люди пока не готовы к такой сложной... Боевой системе. Ну, лети, что-то застрял. Он, по-моему, багует. Во! Сейчас вообще ништяк. Сейчас бежим, 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 бежим. Я просто запутался вообще, где здесь выход. Просто конкретно запутался. Все, нормально. Теперь нашел. Я отвечаю. Я просто не мог найти этот выход в прошлый раз. Фу. Так, сейчас все хилимся, короче. Нормально. Нормально. Меньше половины хп осталось. Это круто. Вот это мне нравится. Вот такие мини-босс-файты мне вообще очень нравятся, на самом деле. Может выглядеть, как будто у меня горит. Но на самом деле это прикольно. Такая сложность мне нравится в игре. Да, еще какая. Страта. Просто сотый левел, блин. Не, ну тем не менее работает. У него немножко осталось уже. Я так думаю. Правда, у меня ничего не осталось больше из... Скажем так, из... Из приманок, из бомб, из всякой вот этой фигни. Говнари, а ты посмотри на него. Бежим, 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 бежим. Блин, ну он вообще легкий, на самом деле. Если вот так вот убегать от него каждый раз и прятаться... Я понимаю, что это не очень честно. Читерский довольно способ. Но, блин. Надо понимать, что на кошмарном уровне сложности надо немножко как-то... Он тоже боится меня, короче. Он спрятался и смотрит на меня, типа... Чё этот мудак сделает дальше? Блин, ну это, конечно, смешное поведение врага, чё говорить. Это забавно. Он такой стоит, тоже из угла выглядывает. Чё этот... Чё он будет делать? Полетел, полетел. Он решил первым пойти. Такое ощущение, что я с человеком играю, а не с ботом. Не, всё-таки с ботом. Он тут полетит сюда. Сейчас он получит заряд любви. Из-за угла прям в него, в лицо, в себе. Я надеюсь, что мне хп хватит выдержать. Давай, давай, давай. Чё ты оставился? А, лошары. Ее! А, блин, ещё не сдох. Всё, сдох. Факе. Красава. Поговорить на кухне. Желая секция. Я понял тебя, я понял. Сейчас, всё, всё будет. Нормально. Главное, основная опасность устранена. Блин, но... Я вот не знаю, мне кажется, в бассейне нет ничего важного такого прям суперского. Потому что у меня в бассейне ещё один такой же есть тип. Но я в бассейн не пойду. Я так думаю, что там ничего нет интересного. Поэтому... Но это единственное, что я на этом этаже не исследовал ещё. Так. А это что такое? Сейчас я к нему... Так, надо сохраниться, на самом деле. Вот что надо сделать. Причём нормально так сохраниться. Всё-всё-всё-всё сохранился. Всё. Всё нормально. Отлично. Так. Здесь, по-моему, ничего нет интересного. Да. Мужик из башки. Так. Патроны, патроны, да, я подобрал? Мне надо, короче, накрафтить патрон. Ещё немного. Потому что у меня их очень немного осталось. Вообще, эта игра, на самом деле, частично про собирание всякого говна. Как раз по этой причине я и прокачал инвентарь по максимуму. О, инвентарь вспомнил. А как я до этого говорил? А, интерфейс. Интерфейс, инвентарь. Слово инвентарь не мог вспомнить долгое время. Ой, бля. Ой-ой-ой-ой. Ой. Твою мать. Блин, я продал свою пенопушку. Не может быть. Я не все продавал. Я одну оставил. Как я продал её? Ёб твою мать. Я пенопушку продал, отвечаю. Пиздец. Как я играть-то теперь буду дальше? Ну, пизда. Блин. Я всё ещё буду вкачиваться в шотган. Но я продал пенопушку. Вот я мастер, блин, охренеть. Как я теперь буду заклепывать всё это? Типил, блин, конченый. Я причём хотел продать там две пушки, по-моему, из трёх. Но одну оставить-то я должен был. Ну ладно. В смысле? В смысле? А куда ты хочешь? А где мне пройти-то? Здрасте, приехали. Выживший. Вот, выживший. Пожалуйста. Вот, 12 метров. Я не понимаю, что он от меня хочет. Каюта Абигейл. Дэвид Праинч. Ну, блин. Ты сам сказал мне пройти сюда. Куда мне идти? Я не понял. Каюта в окно. Какое окно? А, вот в это окно? Тьфу, блин. Ну ладно. Эй, не ломай его. Да, я подошёл, меня понял. И ты. Ты убил это自身. Ага. Если ты хочешь прийти, будь в безопасности. Ты иди. Пойдёте что-то у меня. Ага. Вот, кей. Это открыт мою комнату. Пойдёте туда. Пойдёте мою... Пойдёте. Пойдёте. Это очень важно для меня. Тогда, может быть, мы поговорим. Подойти награду в каюте. Жилая секция-то я знаю, где это. Если я ничего не путаю. Так, окей, хорошо. Какой-то толстяк. Хочешь, чтобы я с ним поговорил потом. Я, правда, не знаю, нафиг он мне нужен вообще. Ладно, я что-то прям совсем отвлёкся от основного сюжета. Ну, блин, прикольно. Вот это прикольно. Вот это мне нравится. Вот сейчас мне игра очень доставляет. Сейчас прям мне... Я даже готов поверить, что она такая, какая они... То, что они говорят в целом, все люди. Что она, типа, чуть ли вообще не самая лучшая игра, там, тысячелетия. Ну, просто до этого мне было очень сложно в это поверить, потому что она как-то... Слишком она обычная была. Не было ничего такого у неё особенного. Но сейчас мне реально доставляет по ощущениям прям... Всякие какие-то квесты, мини-квесты появились. Прикольные. Вообще чётко. Чётенько. Комната Кока. А, они прям отмечены на карте. Вообще крутят. Что искать даже не надо. Я, правда, надеюсь, что эти люди потом очнутся. Что их можно будет как-то разбудить. Я, кстати, ещё-то, по-моему, даже второй этаж не поднимался. Ни разу. Так. Комната Кока. Там ещё какие-то комнаты надо будет исследовать потом. В этом году одна самка. Так, знаешь, чё, я сохранюсь, вот чё я сделаю. Я хочу сначала вот в эту каюту зайти, посмотреть, чё там. Она, кстати, сюжетная. Ну, она прикольная. Ну, я бы не стал говорить, что... Ну, хотя, наверное, в этом году, да. Ну, в этом году ещё много чего выйдет, поэтому я не буду говорить. Ну, сейчас... Конечно, может всё полным говном оказаться, но... Так, это я такая кают. Нет, это какой-то фой. А я чё, здесь не приходил сюда, разве? Я, по-моему, здесь был. А, нет, не был. Я вообще ставку делаю на две игры в этом году ещё. На Wolfenstein и на... И на Evil Within. Ну, что, я так чувствую, что они будут... О, отлично, нейромод. Ну, ещё Shadow of Mordor. Может быть, неплохой. Ну, точнее сказать, Shadow of War. Shadow of War, да. Ну, ещё South Park. Неплохой, может быть, в принципе. Блин, всё в октябре выходит. Всё выходит в октябре. Все игры в этом году выходят в октябре. Это что за бред вообще? Что это такое? Что случилось с людьми? Почему они всё на один месяц? Причём, ничего не выходит, ничего не выходит, ничего не выходит. Потом всё в один месяц выходит. Просто сразу. Они чё думают, что у людей деньги растут на деревьях, что ли? Бред какой-то. Пароль не найден. Но я могу хакнуть. Да, в этом году много чего выходит ещё. Ну, в конце, в октябре, я говорю, в основном. Вот Evil Within, мне кажется, будет очень интересно стримить. Это будет прям... Я ещё, кстати, постримлю Evil Within первый. На сложности, может быть, даже Акуму. Вот. Ну, вообще был план постримить все игры, которые выходят... Ну, их предыдущие версии. Там, Shadow of Mordor. Этот Wolfenstein постримить. The Old Blood и New Order. Вот такое вот всё говно. Здесь несколько, да, и в кабине послужился. Так, ладно, окей. Ну, потому что всё равно стримить нечего. Игр вообще нет никаких. То есть, не ваше играть буквально. Вот. В конце лета только выходит Uncharted DLC. Вот этот полноценный, типа... Lost Legacy. Ну, и то я не уверен, что я и буду его стримить, потому что... Не знаю. Мне кажется, если я начну хуесосить Uncharted, меня, не знаю, меня кто-нибудь выследит и убьёт. Просто-напросто. Я реально боюсь за свою жизнь. Но от Uncharted у меня конкретно горело, конечно. Я небольшой фанат этой серии. Хотя, в Lost Legacy там вроде за Хлои играть надо. Может, там прикольное будет. Может, мне даже понравится. Может, я изменю своё мнение. Так. У меня сейчас замёрзшие руки, и это вообще неудобно делать. Хакинг. Чё там? Чего? Спрятанное сокровище. Вы гоните, что ли? Я только что взломал компьютер. Какой код? Я не знаю, код. Чё, прикол. Я где-то упустил код какой-то. Чертежи, исследования. Даметки. Наверное, заметки. Карта сокровищ. А, во! Я понял, я понял. По карте надо искать. L2. L2. Я, наверное, не все карты нашёл, поэтому я не смогу ввести код. Я так понимаю, наверное. L1. L2, L1. Это похоже на какой-то код с PlayStation. L2, L1. Чего? Код от финанс-центра. B2. 1, 2. 2. Я не знаю. Чё-то я не понимаю. Если я вообще правильно понимаю, о чём я сейчас... Может, оно здесь спрятано где-нибудь? Потому что я не прочитал чё-то. Нет, руководство-то не то. Блин, ну я не знаю тогда. Чё-то заряда для... Ну ладно, переместим, но я и сам ими пользуюсь этим доротикометом, поэтому... Запись беседы. Запись беседы... Настоящая мелодрама... Блин, ну эти бабы мне вообще нравятся. Две лесбиянки эти. Чёткие вообще. Чё они не поссорились-то? Нормальные тёлки. Две азиатки какие-то, блин. Любят друг друга. Если я её вообще не путаю. По-моему, это они. Я путаю их, по-моему, всё время. Ай, поругались, поругались, бабы, а? Ну что такое? Это же надо найти двух лесбиянок, да ещё и азиаток, чтобы ещё и они друг другу нравились. Я этого никогда не пойму, наверное. Как вообще кому-то могут нравиться? Ладно, я не буду продолжать эту тему. Это лично моё, так сказать, моё вкусовое предпочтение. Хотя я знаю, что многим нравятся азиатки. Но мне не нравится вот это дерьмо больше всего. Вот это говно. В 2017 году. Единственная нормальная игра это Hitman, в которой есть отражение. Полноценное. Стопроцентное. Так, всё, я не буду, короче, пытаться найти код. Я не знаю, какой код. Я, наверное, ещё не все нашёл карту сокровища, чтобы полный код получить. Поэтому я иду в кабину Кока. Стоп. Нет, не сюда. Другой стоп. Куда я пошёл-то? Я надеюсь, что враги не респаунятся больше. Здесь я просто убивал уже. О, отлично. Этот движок... А, ну, я не знаю, чувак. Может быть, движок Крайзиса. Серьёзно? Если это движок Крайзиса, то это, конечно, бэн... Ну, я, конечно, в Крайзис особо не играл. Я так чуть-чуть пробовал. Немного не моя игра, как бы, но... Я думал, что здесь движок этот... Чё так страшно? Чё за музыка? Я тут думал, что здесь движок из этого, из Dishonored 2. Этот Void Engine, по-моему, называется. Я не путаю ничего. Но он голимый, этот движок полный отстой вообще. Он и в Dishonored выглядит как дерьмо, и при этом ещё и лагает конкретно. Ну, вот, кстати, в Prey, надо сказать, он хотя бы не лагает. Он хотя бы оптимизирован. Хорошо. Потому что Dishonored 2, это просто мрак какой-то. Чё за советы, по идее? Что за бред? Надо мне... О! Что за игристое вино? Вообще, бывает такое вино? Я первый раз слышу о вине, в котором есть... Я, наверное, не такой прям знаток алкоголя, но... Вино, в котором есть шипучка. Я думал, что это всегда какое-нибудь шампанское. Никакая просто не пил вино с этим... Газированное, короче. Он лучше шеф-повар. А, я тебе должен был сделать диплом. Отдать... Награду ему. Чё я хотел сказать? Ты чё хотел сказать? И забыл. Ладно. Отрывок... Тихо, нет, я не знаю... Держите, нет. Игристое вино. Блин, не знаю, я не разбираюсь. Я просто обычное вино пью, стандартное. Когда пью. Шампанское я вообще не... Я вообще не признаю... Шипучку алкоголя. Это, по-моему... Последний раз, когда я пил шампанское, у меня было очень плохо. Поэтому я... Нет. Не надо этого. А, это какая-то литература. Это письмо в лицо. Я теперь начал читать книжки здесь. На первом стриме я вообще просто всё игнорил. Ну, кстати, вот эта вот фотография... Блин, ладно. Что ты делал с этой вещью, Митчел? Ща. Бля, я не думал, что звук остановится. Я не думал, что звук остановится. Ну, нет. Я не хотел. Хотел, чтобы звук параллельно шёл. Это было стрёмно. Что это было вообще такое? Что за сковорода? Блин, я, походу, вообще не слушаю, что они говорят. Ладно. Прошу прощения, что... Я понял тебя. Там, типа, что-то должно быть спрятано в ней. Картинка персонажа. Вообще, я по арт-стайлу, похоже, я говорил, что стиль напоминает Dishonored очень сильно. Вот именно прорисовка лиц прям точно такая же, как в Dishonored в 2-ом. Ну, это неудивительно, как бы, но... А что я должен что-то увидеть на ней, или что? Ну, я вижу, как китайцы держат это вино какое-то игривое. И вот этот шеф-повар, как я понимаю, который я сейчас медалем отнесу его. Я пока ничего не вижу. Слева этот... Ну, я знаю, это я знаю. Я не настолько невнимательный игрок. Я, конечно, могу тупить, но это я знаю, что это... Это я. Я-то его выбрал вначале. Я вообще пожалел, что я его выбрал. Надо было бабу взять. Пускай она азиатка, но она хотя бы баба. За азиата мужика вообще грустно играть. Так, код 72-42. Все, это все, что мне надо было знать. Проблема. Кому? Это мне, кстати. Этот чувак не написал. Привет, Морган. Наверное, ваше расписание. Я прям в комнате, но мне надо поблагодарить вас. Эмоции, модификатор. Слушайте, пожалуйста. А, сковорода. Это вот эта программа, как раз таки, которая сейчас с тремым голосом говорила. Вряд ли. Дениэль это понравилось. Но надеюсь, это не вызвало недоразумений между вами. Оставайтесь в стороне. У нас полно ваших закусок. Ходить будет передышка. Но они, походу, в хороших отношениях были с поваром. Раз он его так приглашал. Так, ты все прочитал, все сделал. Все, идем отдавать. Боюсь, что сейчас враги заспавнятся, поэтому сейф кинул перманентный, так скажем. А то, что справа? Блин, тут ужасы какие-то опять происходят. Я, кстати, специально ночью начал стримить, чтобы было темно, атмосфернее и страшнее было. И даже какое-то время работало. Но теперь я опять, опять светло, и мне опять не страшно. Ну как, криповатый, конечно, по звуку, но... Слушай, а вот в эти двери проходить надо с помощью этого стакана скилла, вот этого, да? Когда ты прокатываешься в виде стакана или какого-то маленького предмета, вот в дырку. Потому что я вообще не знаю, как вот эти... Я их много раз видел, вот эти ворота, и я не знаю, как их сломать. Наверное, скорее всего, с помощью вот этого перемещения, я так думаю. Прослушай радио еще раз. Господи, что ж такого там? Хорошо. Прослушаю. Я не знаю, что там такого я пропустил. Это вот это последнее, да? Оператор Скворд? Или нет? Подожди. Не-не-не. Я уже не помню, что я слушал, как она называется. Тоже попросил я, блин. Думаешь, слежу за этим вообще, что ли? Я их слушаю как по мере, так сказать, подбора. Да ладно, нормально все. Я разберусь. Все, норм будет. Пусть это будут мои ошибки. Если я зафейлю что-нибудь. Так, это я все читал, тут я был, да, все, все. Я тут все исследовал. Я тут уже везде был. Ну, те двери, которые открыты, конечно. Ты еще там, М.Ю? Ты еще жив? Да, что со мной будет-то? Хм. Что если М.Ю приходит? Позвольте М.Ю? Но... М.Ю? Чего? Ладно, не суть. Да что-то мне странным кажется все уже на данный момент. Я сейчас что-то уже... Сейчас я чувствую что-то, блин, жопа какая-то. Музыка была скриповая и вообще что-то нехорошее, да, готовится? Ну, пускай это будет для меня шоком. Пускай, пускай. Пускай я... Блин, я не туда пошел. Пускай это будет такой сюрприз для меня. М.Ю, М.Ю, это сокращение, что-то знакомое. Что-то, что-то знакомое. Что-то я вообще... Что-то я понимаю где-то в уголке мозга, но могу до конца осознать. Ладно. Еще меня смущает вот эти вот... Он сейчас меня подставит, наверное. Что-нибудь произойдет такое, он сейчас что-нибудь сделает нехорошее. Но это я подозреваю, это так всегда работает. Ты что-нибудь делаешь, приходишь, и тебя потом имеют, блин, за то, что ты сделал. Это я понимаю. М.Ю, это я. Ну, я говорю знакомое, что-то слышно было. В этом буквосочетании. В инициалах этих... Так, ну и что? Кок. Я готов, мужик. Сейчас, подожди, я... Кинул быстрое схоронение. Давай идти на кухню. Опа. Че это было? Здесь почему-то какая-то дымка появилась. Че-то происходит. Че-то происходит. Может, нет. Ну? Че? В смысле? Ну? Только не говорит, что надо убить опять еще кого-нибудь. О! Здорово. Я могу починить, чувак. Я могу починить. Я могу починить. Я могу починить. Все, мужик. Пока ты договорил, я уже починил. А ты как думал? Ха. Вот на самом деле... Вот этот стиль, который используется... Блин, какой же страшный голос у этого робота. Пиздец, я чуть не обосрался сейчас. Леально, я даже не шучу. Этот робот, он просто ужасен. Я не знаю, почему его используют в этой игре. Потому что в Dishonored там точно такие же лица. Я думал, что это эксклюзивный стиль для... Для этой игры. А тут... Ух ты, сколько я еды подобрал. Сискек. Че? Сискек. Я все прочитал Сисик изначально. Пасифик, Сисик. Да, нормально все. Все круто. Все, он мне уже помог. Так, он хочет, чтобы я туда пошел, но... Подожди, мужик. Подожди, мужик, не говори. Где? Другие скамы трагидают химон. Пойду мне обрабатывать двор. Так, создать. Может, не бубни? Сейчас я пойду. Да я не голодный. Полин. Это я мне накрафтить патрон для шотгана. Все, что мне надо, это патрон для шотгана. Это самое нужное. Еще создам. Так, че еще надо? Это хорош так говорить, стремно. кипец все я пошел ты он часто не бойся горится на меня вот жопы че он сейчас заверится на меня сейчас вспоминает что-то вспомнит чем скажет ах ты падла мужик если ты чем сделаешь это чая тебя в башку нахрен располосу я беру робота и пошел зафак чё произошло я знаю я это знал я же сказал что он подставит меня я я я я это сказал сразу а зачем я пошел холодильник мне скажут вообще чего я забыл холодильнике я не понял чё это чем я пошел вообще сюда в холодильник нахер туда поперся чем мне там нужно было холодильнике и чем нет чем у меня загрелся читая я предсказывал что он загреться но я не понял почему это произошло английский да нормально я понимаю в принципе я иногда бывает что я ну просто они говорят медленнее чем появляется субтитры я порой бывает успеваю прочитать субтитры быстрее чем они скажут но так то в принципе я могу и без субтитров но я нормально на просто на русском я не хочу я не люблю русского озвучку честно говоря она довольно голимая часть часто бывает филлер не обязательно ладно я не понял зачем мне нужно в холодильник но видимо мне нужно в я беру с собой робота и иду о скальпеле или ножи кичать еще на скальпель больше похож мне кажется мне нужен мой робот баба побеги файл это кстати одна из этих по моему лесбиянок я ничего не путаю да а все я понял все 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 я понял да 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 он припасы обещал я вспомнил вау я выполнил квест собирая голоса да детка это было сложно но я это сделал на самом деле не очень сложно но чё а дэниэл это баба дэниэл это баба дэниэлла а не дэниэлл тут еще проблема бывает иногда в этой игре но это не только в этой игре во многих играх где пусть повествование работает таким вот образом что здесь иногда они начинают что-то говорить тебе какую-то важную вещь а в этот момент происходит какая-нибудь битва там с кем-нибудь ты с кем дерешься и ты уже не успеваешь так сказать выслушать как следует и вот тут часто такое у меня было в этой игре но не только в этой игре во многих вверх такое так любя шоке такое было и систем шоке такое было в кучу других шоков дизон ордипом даже помчат подобное было в доус сексе но в любой игре где есть вот эта вот система с с диалогами где тебе по связи с тобой сообщается поэтому я не все могу успеть понять некоторые детали ускользает так сказать поэтому что еще что-то есть мужики и бабы без головы а у них эти бошки взрываются от этого от их от этих зараза от этой тифонцев тифонской инфекции которые они в себя там вставляли а по кей луч вот наконец-таки я нашел тут я все время слышу про такие лучи мед я его уже в десяти описания встречал но реально сиска сискак сиски вообще звучит как нормально не рамок 3 мира моду вообще крутяк давай-ка мы прокачаем чем-то я давно не прокачивался у них 6 что что-то я хотел стелс ходил я хотел по-моему вкачать стелс или все-таки шатган лучше вкачать в нейромоды позволяет улучшать оружие на максимальном уровне с помощью наборов шатган или стелс шатган или стелс или атака по-тихому вот это вот нет я все-таки думаю наверное я все-таки хочу стелс потому что если я смогу ходить и бегать бесшумно это будет вообще очень удобная фигня потому что я тогда смогу прям быстро перемещаться вырубать людей и убивать всяких там штук так что я возьму следующее вы ускоряетесь шум в смысле ускоряетесь а спринт то есть спринтить они меня будут слышать а я понял а бег это то что я обычно наверное тело ну ладно все ки лучи мед нашел еще и хрена себе он выглядит блин охереть но это реально какой-то уже дум были вам прикольный физика такая еще они трясутся так эти баллоны причем по-разному все прикольно прикольно сейчас там игра расцветает прям на глазах расцветает реально а это как в этом бульфенштейне этот резак плазменный я понял типа плазменный резак я понял понял или нет чай должен сделать с помощью него но я явно что-то должен с помощью него сделать чего были так и подберу эту записку не как мимо нее все хожу или я читал ее а читал почему она не подбирается ты чё так тяжело дышишь мужика скажи что делать стоп а это дверь он против а против органики да ладно фиг снимал мне осталось просто проще потому что я по большей части ныкаю здесь я с особо пытаюсь не вступать в конфликт и совсем не припред как здесь я обычно на самом деле я убегаю просто от всего потому что даже стелс особо не работает он против органики ты говоришь о а он по моему разрядился он еще и разреза ну да сто процентов точно то есть я могу типа его это типа оружие что-таки да какое-то но блин на самом деле парни вы есть какая-нибудь информация ключи чертежи исследования статистика не надо просто я не знаю ничего про него по моему про этот луч и мед я не знаю как он работает и я не знаю как мне выбраться то отсюда блин я не вижу пока что мне честно говоря немножко так сказать мешает зрению вот эта сетка виде скафандра но я не вижу пока способов выбраться он сказал типа выбирайся как хочешь педрила а все вижу или вижу короче ладно уберем вот это херня глыба ну подожди я так понял что ей надо распилить вот эту хрень правильно я понимаю не просто таки я подобрал эту фигню надо а у я лошара все я увидел я увидел не на тут загадка вообще довольно сложная я думаю не каждый догадается на такого я вообще не знаю как я до этого догадался сейчас на обычно у меня на это уходит часа три чтобы понять что вот так вот это работает так еще наверное надо выстроить разок да да все блин а вот как я теперь ее залеплю обратно вот в чем вопрос внешне то этого блин я его продал давай поехали а он даже не сдамажил мне этом сдамажит на удивление быстро решил головоломку я горжусь собой но она была реально сложная головоломка одна из сложнейших я бы сказал что я вообще когда-либо видел я даже не шучу сейчас задача выполнена я но этот робот все еще пипец какой криповый своим голосом я тоже инвентарь с интерфейсом путаю поэтому не все нормально может даже не нет поправляться я понимаю все я сегодня полдня пытался вспомнить что такое интерфейс и это инвентарь его все мы забываем не знаю ой 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 что это было лол это была ловушка поля вот я лох но я отвлекся честно я не могу сказать я буду да ладно отсюда я честно я не ожидал что будет ловушка какая-то это просто мы с чуваком то разошлись вроде на хороших так сказать отношениях типа он сказал я типа умираю и все такое я такой ну окей а тут он бац какие-то ловушки поставил не на это нехорошо я просто не ожидал что будут ловушки в этой игре еще это как-то нечестно но робота с собой наверно стоит все-таки взять потому что этот парень бывает довольно таки полезный ну чувак извините я могу сделать идиотизм заразен это бывает всякую херню в интернете подцепишь так окей давай с тобой пойдем вместе давай а красава не этот робот это самая полезная штука жалко что он так быстро умирает потому что он вообще молодец давай 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 заходи он воюет за меня все что воюет за меня это все очень круто чтобы лишь бы мне не пришлось ничего делать бухло оставил нифига себе хоть и много чего оставил после себя я так скажу ну вот как еще называется вот одни азиаты одни саны азиаты на этой станции одни сами какая у них еда угри суши еще кто-то хочет сказать что это не азиатская игра это вот эта игра про азиатова отвечаю вот сто пудов сто процентов ничего нет потому что у грей будут есть только азиаты я не знаю ни одного человека который белого которого я был грей так ладно там ловушка окей это я уже знаю значит здесь какой-то есть другой способ выйти я его не вижу ли можно как-то ее обезвредить или нажать и убежать ну-ка стой русских много ну с русскими я еще а ну да там есть какой-то лысый дед я помню да 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 с акцентом так блин стрёмный робот ну я не знаю но он реально пугает она почему он таким он говорит голосом я не знаю играл ли кто вообще в игру такую игру как сома но вот он не напоминает роботов и сома там такие вот они были там правда они были типа с разумом человека поэтому но голоса у них похожи так все равно сожрал 50 процентов хп пидор блин гандон был пошел ты мудила я тебя были надо было его убить короче надо было его убить я хотел выстрелить него но пожалел зачем-то хотя я его не виню в принципе азиат это последний человек кому надо доверять на станции наверно уже хитрый все три аптечки хватит шанс нормально сомнится вообще все я пошел отсюда мне задолбал голос этого робота близится же так что респаун есть какой-нибудь врагов или нет вроде нет так чем не теперь то делать вообще надо наверх по идее о чем у меня за а все наверх дожди а у меня были какие-то квесты сверху связаны я там был в кинотеатр сходить у меня было или уже не надо типа блин у меня дофига было квестов наверху на втором этаже и теперь у меня ни одного креста нет я сама схожу посмотреть что разведать так сказать кока лютый русский акцент блин но я не знаю я не обратил внимание может быть он на русскую как так очень он похож скорее не я скорее мне кажется мне не русский акцент я еще раз его послушаю потом мне кажется него итальянский акцент больше может хотя может быть и нет может я вы не усказал на русского точно похож этот дед там один лысый есть вот он точно у него русский какой-то восточноевропейский акцент так пошел наверх поднимусь я свою своего робота забыл на это ладно но наверху я еще здесь не был или был они я был здесь они не был не сдаваться это гнездо я больше всего терпеть не могу но у меня сейчас нет этой пушки дебил из пушки теперь хожу без этой бесклеевой и теперь я не смогу его за конопатить мне вот реально все таки непонятно зачем они используют тот же стиль рисования в этой игре что и в дизонорде как бы это выглядит как будто это реальность дизонорду просто вот один на один я просто дизонор очень много раз проходил последний поэтому я знаю о чем говорю где то я ничего не вижу почему так темно стало почему здесь так темно я ничего не вижу реально люто темно просто блин я не то нажал ну твою мать сейчас меня током ударит кинучим от стреляет потоком частиц которые донацию цели нажмите арт для стрельбы я понял стрелять по всякой фигне так 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 скажите что это один раз надо будет нажать нет два раза спин это легкий взлом вообще легкий взлом я про не знаю зачем я взломал и вообще зачем не дают функцию взломать его если я он и так за меня бою а ну может быть я я не знаю я просто что-то не уловил в нем просто акцент может быть край украинец украинец блеха муха диты на начало сделать надо короче вернуться и захилиться очень надо сделать вот это я и сделаю где ты я видел в кого-то превратился чмошник вот эти мимики они первые ну когда я в демку играл еще перед выходом игры они не понравились но потом через где-то часа полтора два геймплея они мне уже надоели я вот об этом и говорил что враги здесь довольно однообразный плане ну они разные но они одни и те же по сути вот когда появились вот эти зомби мне понравилось снова понравилось так ну я наверно тогда туда не пойду хотя подожди я помню здесь не был да я сюда не ходил или ходил не ходил точно ходил да это всякое говно крафтил точно 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 сейчас главное опять бы не избавиться от того что надо блин то пипец блин как мне я ухитрился просрать все оружие блин я думаю больше ничего не надо особо чё это такое ух ты здесь еще какое-то говно было оказывается так вот этот ключ надо от него избавиться один у меня есть здесь надо внимательно смотреть что ты выкидываешь то есть выкинешь останешься без всего так да я знаю что можно закрафтить свою точно 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 все я сейчас сделаю сейчас я вспомню только где крафт станция сейчас я посмотрю точнее по карте где она так она на первом уровне а ну где этот где подожди нет не там она где-то была прям а вот где на кухне она была вот точно где она и была отлично пойдем на кухню ну теперь мой враг номер один это жирный китаец фу жирный украинец я не знаю почему я все время китаец говорю но реально здесь китайцев много очень слишком много китайцев непонятно почему если бы я делал игру в таком жанре я бы не концентрировался на азиатах честно скажу а я наверно мне не хватит наверно скрафтить ее а птичка тихо а у меня и нету этого у меня нет чертежа по моему для него или я могу вниз перемотать не я никак не могу перемотать тогда я могу сказать что у меня нету у меня есть баллон для гипс пушки но самой гипс пушку я не знаю что я не могу сделать батарей набор нет пасос что делать да блин я не знаю как я ухитрился проебать ее наверное надо смотреть внимательней так окно почему у меня показано окно фитнес центра что она мне дает и почему у меня имена чуваков подписаны над ними которых я вырвал в чем что я должен с ними сделать чтобы эта галочка исчезла почему здесь галочка над ними стоит я вот это вот тоже не понимаю я вот уже неоднократно это видел я уже сначала подумал что их убить надо может быть но решил не делать этого не очень понятно окно фитнес центра ах вы суки вы хотите чтобы я в бассейн да пошел где эта хрень ходит чё кто здесь кто здесь и кого же не было откуда они взялись кто кричит наверху что кто-то орал кто-то орал кто-то орал лук в космос просила ту которая лежит в холодильнике ай ладно уже поздно что-либо менять мы их потеряли мы их потеряли когда они начали ссориться я считаю потому что две лесбиянки китаянки не должны ссориться ни при каких условиях это глупая история минус еще один игре за это нельзя так делать я уж молчу про вот это дерьмо блин но а еще тут труп застрял в текстуре кстати забавно он еще так дергался первое время так стой ну короче мне как-то наверх надо попасть я так понимаю но там вроде кто-то был потому что мне вон окно фитнес центра но это фитнес центр поэтому по-другому я не могу там как а демон летает он гардит прям вообще жестко и я не знаю как мне его обойти ну по стелсу наверно я хожу кстати по тихому теперь вот как и демон а вот вон там окно интересно он услышит если я разобью окно нет он не услышал молодец а вот теперь он видит меня это уже а че ты видишь ты же не слышал ничего ну полетел блин отлично че ты полетел то блин вот не был бы он такой жирный вообще было бы круто я бы сейчас сделал бы пару выстрелов ну все блин не то нажал аааа я хотел вот так сделать ааааа да не все для меня важны как тебе сказать они все важны для сюжета я считаю нету неважных людей ну стреляй жопу прям бля надеюсь она не умерла ой надеюсь как она не умерла потому что в дизонорде если они падают с такой высоты они умирают если ты их вырубишь то они они там вообще с любой высоты по умирает если падает я очень надеюсь что она осталась жива ну если че перезгружусь конечно или это был мужик не по моему это баба была но здесь и у мужиков то жопы в принципе такие своеобразные поэтому не ну это пообщем баба была кольчик такое блин классное оружие слушай аааа как а демон я думал он улетел куда то слушай а можно тебя приманить куда нибудь в другую сторону а у меня приманка есть нет у меня приманки нету блин он все мне портит а все мне портит все меня обсирает опять я очень надеюсь что она живая на самом деле без сознания слава яйца выбраться я не смогу из бассейна теперь сейчас меня как и демон запалит я буду стелс использовать у меня это неплохо получается опа и вот тут я пожалуй сохранюсь да я вот поставил свою еду собственно нормально нормально так иду я просто боялся что баба помрец не хотелось бы такого так сказать я даже не прочитал кто это но я не могу так расслабиться такой атмосфере когда и он еще так летает смотрит как будто он со знанием дела короче что-то смотрит высматривает я понимаю что они пришельцы типа и у них они типа ну разумные даже но пока что мне непонятно их так сказать мотивация почему они что они зачем они я надеюсь что расскажут на самом деле я надеюсь что это не будет как в фильме прибытия когда весь фильм прошел а я так и не понял что это за пришельцы откуда они взялись вообще еще не на чем они вообще были нужны вообще долго я сижу но я боюсь что у меня за палец такого расстояния чувак ты смотри там очень интересно меток не трогай а че мне здесь надо че 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 здесь интересного почему здесь метка стоит интересно я думаю окно разбить можно лол я не понял а че там метка стояла че мне делать то нужно мне что увидеть надо было там или че окно фитнес центра и че че там было интересного вон у меня стоит там метка надо посчитать задание я понял я все понял чего а вот даниэла шоу подобрать сигналы с фитнес центра а я кажется понял я понял что это космическое окно я это ну как бы я догадывался что это космическое окно но я просто не понял о чем мне делать надо я чуть не пойму у меня просто метка стоит как бы и я не понимаю че 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 надо делать то че делать то может залезть наверх не наверх не залезть здесь никак мне просто метка здесь стоит как бы я может че то не понимаю не вижу здесь но но явно че то не понимаю но а а ты про диалог вот тут тут короче так еще раз че надо сделать здесь или я уже это не могу сделать и я уже просрал это все да постучать надо блин а если я постучу меня это слышит меня услышит о йоу what the fuck круто привет блин и там как и демон говори быстрее да да битерфа блин те легко сказать летаешь там жопа чертов как и демонам все мне портит это самый отстойный враг пока что в игре на самом деле серьезно самое больше всего пока не люблю так я понял надо дождаться когда он вот оттуда летит куда-то туда тогда я стучу в стенку и говорю с бабой был если ты не сказал что нас стучать по окну я бы никогда не догадался серьезно я был в жизни бы не узнал об этом потому что это настолько неочевидная хрень что я даже не знаю скоро встретишь еще одного летающего наряна посмотрим ты только скажи где постучать а то я я никогда в жизни не догадаюсь но хотят теперь если есть метки я в принципе если тут ничего нет я нам всему будете стучать рандомно чтобы я просто не знал что такая механика вообще есть в игре что нам постучать полетит блин я просто вообще никогда бы не стал бы стучать в этой комнате потому что здесь вот эта хрень летает и хрена себе лучше типа залазить ему и наверх были на самом деле мне очень интересно вот этот враг ну чисто как типа чё его чё он такое вообще хреново что он агриться на меня я же прочее ничего не имею я человек мирный один раз постучать надеюсь или два раза я постучал эй я у сейчас он повернется лети уже где-то какашка давай иди ну сейчас развернется и увидит меня и начнет опять говном стрелять своим ну давай лети блин а вот музыка такая спокойная как будто все хорошо блин могу я с ним на расстоянии говорить и ферсерден обиден меккет течень айда говорите отсюда говорить я слышу ай да я тебя умоляю кто это помнит пять минут назад я слушал никто это не запоминает я даже сейчас я не слушаю как объяснить пока просто когда есть прямая так сказать опасность виде вот такой вот штуки я немного теряю концентрацию я ну хотя наверно когда она говорила не было никакой опасность ну ладно короче это нормально это нормально главное что я не ною мне на мне пока что все нравится мне сейчас вообще все пока нравится нытья вообще ноль и музычка классно играет вообще все круто начнется сохраниться пока все так хорошо идет но еще куда deep storage о в сторич так 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 все мне надо валить отсюда отлично я здесь все сделал я вообще не ожидал такого результата так сказать себя это очень и очень круто да ладно тебе нормально все отчета все так играют все так играют я тебе так скажу лучше так чем не как вообще поэтому слушай откуда я прилез я не помню а я знаю все они они не знают сверху я помню что я спокойно пролез без огня я уже просто забыл он сейчас увидит меня с этой стороны или с той стороны и не с этой стороны блин я забыл откуда я прилет встречаю ну блин я в первый раз играю у меня есть оправдание я в первый раз играю в игру в мире в жизни вообще никогда не играл в игру я шучу играл в этом не играл так или в не было вот этого говна здесь откуда я прелеса я отвечаю выпал с окна я выпал с окна с какого окна так но есть подожди я помню что я вылез с какой-то жопы но это было часа три назад я уже не помню на самом деле честно скажу знаешь что я сделал я сделаю вот так короче все нормально у меня есть еще хилка у меня есть робот у меня есть хилка этой фигни я кстати вот только вот эта херня научился только сейчас играть сейчас я сколько играю в игру сегодня я уже играю довольно долго я с часов скольки игра сейчас по моему пять часов я отыграю и тогда в прошлый стрим я играл 8 часов и вот только сегодня я одет на часу втором понял как пользоваться как хилить свой костюм вот этот что у меня был захилен так что это нормально а порой бывает прохожу игру вообще не знаю что там какие-то возможности было это помню я вольфенштейн за не ордер когда играл я я только на втором прохождении игры узнал что можно пушки снимать с этой фигни статичные я вообще не знал что их можно снимать пулеметы эти так что это нормально пройти игру и не знать чего-то для меня так ну все больше ничего не надо делать вроде как сейчас еще раз и по пистану для да все нормально возвращаемся к всем говнарям которые там остались там принципе не так много говнарей был чел на кухне на самом деле не кок ты его комнате мог видеть что его фото затерто ну блин я не знал что там затерто я думал что ты его фотка затерлась просто старенькая может я не знаю фиг знает при тут такие скандалы интриги расследования это вообще не знаю что такие вещи могут быть в принципе это же не элэй нуар какой-то тут прям совсем все серьезно оказывается да ладно все нормально я говорю раз игра проходится значит так и должно быть значит она что это за говно что это за шляп такой шляпа вам не было последний раз глядить о музыка играет прикольно при этом музыка классная кстати музыка вообще мне нравится музыка вообще четкая мне очень нравится атмосферник так ой 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 я думал что это нормальные роботы добрые твою мать козлы робота чё-то расслабился уже а чё ты не воюешь за меня тихо 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 где-то там ты че живой а кончился давай хиль меня и сюда а у меня 89 ну вот мне бесит что он наверх улетает какого хера ты наверх улетаешь вернись блин что он делает там вот зачем он там нужен никто не объяснит вообще чё это это бак или фича ау 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 а я отвечу да вы затрахали почему вас так много и кстати хп почти не начнут мне дома как сколько может еще гася тут . было оказывает время какие-то летающие пика вообще это реально похоже на летающие пика все роботы в их дизайн печеньки русские блины какие нахер русские блины печеньки вообще пиздец я сейчас игре еще один дислайки на за русские блины китайцы не знает что такое русские блины электрошок против них лучше тут музыка создает атмосферу очень крутую вообще вся музыка мне очень нравится играешь конечно немного атмосферы ну блин ну нормально не не я на самом деле я очень сильно пропитан атмосферой я ничего не могу сказать мне очень нравится атмосфера и на стриме и вне стрима и вообще как бы когда атмосфера есть она даже на стриме как бы она никуда не девается когда ее действительно нет тогда уж на нет а сюда не то все хорошо не атмосфера крутая так я не захилился потому что робот блин творил в небесах вернись робот вернись вниз чувак ты забаговал или чо я не прям почему-то наверху вернись пожалуйста да я захилился иди сюда муха он бесит меня этим он издевается данном так ощущение что он просто троллит меня я понимаю что у меня 81 хп не так уж и страшно но все равно здесь некоторые враги с двух тычек убивает поэтому вот давай ну да это явно бак потому что он меня и захилил оттуда он уже не один раз залетал и там застревал на потолке были но эта игра вот вышла когда она вышла давно почему не фиксится баги чем баги не фиксится с первым не должно быть зафиксировано так сюда я все еще не могу до попасть плюс я теперь реально не горю а наслаждаясь игрой а до этого я прям горел там был момент в игре когда мне прям чё чё кто что опять то что же вы заспавнили столько врагов то господи боже мой как я должен воевать с таким количеством врагов не аж нет времени даже сказать расслабиться ау блин это был мимик я думал ты опять эти говноеды летают кто там ебать это здоровый нихрена сия зато теперь мимиков ланшота так чё это за хрень что это за монстр бля не успел я хотел последнюю секунду отойти а это и есть кошмар тот самый блин точно я увидел надпись ела я делаю как все сложно то ну кошмар кстати может свалить он тогда внизу был тоже и он свалил как же круто ваншот этих и дрила как же это приятно просто раз и все и мертвые офигенный ген он мало того что этот шотган выглядит охрененно круто на вас охотится кошмар да я вижу новая задача так переждать просто и все пока посижу и насладюсь так сказать чего насладюсь красотой дизайна сейчас сделаю сейчас сделаю такте это хрень-то вов сделаю побольше так сказать чтобы насладиться так сказать дизайном шотгана красивый вообще очень красиво прям мне нравится не часто я так папой на оружие но этот шотган мне очень нравится по дизайну он такой золотистый такой я терпения зачем уже золотые всякие пушки это прям вообще она очень сильно влияет на самом деле на восприятие красоте но и принципе обычный шаган красиво здесь выглядит пока не будут сохраняться но мне надо две минуты с лишним отсидеть тогда этот хрен свалит и все драться с ним я точно не буду потому что бесполезное занятие да ладно крутой же шотган ты чё досканировать хочу но у меня уже прошлый раз досканировал хотя вот так отлично ссорку давай почитаем про него чем-нибудь так кошмар у него уязвимость только psy атака лол а я вообще ее не прокачиваю поэтому про кошмар можно забыть просто навсегда просто сидеть и ждать пока он дает ничего полторы минуты осталось не на прикольно что такая механика в игре есть что можно отсидеться что игра не заставляет тебя с ним как с боссом драться хотя я блин предсказываю что скорее всего что-то будет подобное вот когда игра идет вот таким образом когда ты играешь не и как вымерся всем так называемой да когда тебе все варианты прохождения там драться не драться это круто но когда она начинает запирать тебя и вот горит убей вот этого чувака такое было кстати вот и лет до этого она меня заставила убить одного из тифонов вот тогда мне начинает гореть уже от нее потому что я сосу пису и не умею нормально стрелять ну как умею но блин не в этой игре потому что менялись одна тычка убивает все таки это же не дум в думе я нормально стреляю хотя в думе там тоже на последней сложности довольно быстро убивает ну хотя там все равно легко там когда при норовеешься играть там прям в ритм входишь всех убиваешь быстро а здесь не та игра просто поэтому я не люблю вот эти вынужденные босс файта тем более жанр не тот это ж не тип типичный first person шутер это это этот иммерсив сим тот самый поэтому такого быть не должно на мой взгляд когда игра вот так идет мне вообще отлично я прям наслаждаюсь по полной программе да не там был такой босс момент там короче был один из таких тифонов по моему фиолетовый какой-то не помню как он называется фантом что-либо короче не помню вот там нужно было там задача появилась вот такая убить его это был это причем был сюжетный квест это был вот основной сюжетный крест они сайт квест чтобы продвинуться мне нужно было это сделать чтобы пройти там в комнату там что-то подобрать опять там это надо было делать это я точно помню я не пищу даже не придумываю чё и вот у меня там за вот там мне начало гореть от игры там конкретно начало гореть и уже к тому моменту у меня уже там да я уже распизделился что игра говно как это всегда бывает когда у тебя начинает гореть начинаешь всякую хуйню пороть сейчас я спокоен сейчас я абсолютно спокойно начну сохраниться и сейчас я прям фан получаю прям мощи очень круто очень крутая игра на самом деле зря я развонялся начали люди которые заходили на стрим думали шинен долбоёб конченый вообще полный раз так воняя на игру сейчас я и сам так думаю не на бывает это как бы фрустрация фрустрация это люди которые хоть раз горели а я думаю все хоть раз горели и меня неоднократно я думаю сейчас люди горят когда играют в игры они понимают что это нормальная ситуация вот я в листве спятался меня вообще никто никогда не найдет я супер невидимый электрического до сканировал по моему сканиру где он там данные сейчас запутался в менюшках до электрофантом это по-моему был знаешь кто сейчас скажу это кто был эфирный это эфирный мне надо было эфирного убить тогда чтобы дальше пройти я тогда сказал что это полная фигня что такого быть не должно в такой игре зато сами какие листья сразу видно что вот там навевает думам первым например какая детализация да ладно это во всех играх такое сейчас ни в одной игре нет при таком состоянии нет нормальной детализации чай попробую поставил своего уляусе ли не я думал он с двух трех тычек умрет но слишком долго я ухерачил кстати поставил не получилось я хотел его по-тихому сзади подойти и стелс шатганом убить своим по пять раз на доска да точно там же пять делений ну блин это сложно пять раз сканировать еще прям пять раз подряд надо сканировать или пять раз в целом за всю игру но он сейчас не сканируется второй раз подряд ну ладно я же не знал вот как он меня видит я его не вижу он меня видит я этого не снимаю он у меня стреляет уже тихо 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 убери убери эту херню говорю себе так где мой робот вот и вернулся молодец больше никогда туда не уходи захилить мою эту хрень блин они прям сюда пришли а я понял я понял ну просто разных мобов да да я но это честно говоря не самая прикольная вещь на самом деле я люблю сканить узнавать информацию это как вот beyond good and evil например прикольно сделано фигня типа вообще исследование мира это круто но чтобы одна разных мобов сканировать причем одних и тех же по сути я не вздумай хорош не трогай моего робота пилот и мудак серьезно вот и пидор тетя разъебутся такую херню почему дела вообще чмо взял роботом его разнес не пидор ли а нигде я хилится теперь буду мудаком смотри на него я не запретил карту я думаю загружал не но это было вообще залет это он зря сделал взял моего робота убил дверь открываю ты это и видела но чё зачем у меня было постоянно источник хилла постоянно точнее ладно я буду жить со своими решениями раз я так сделал значит так и надо сохранюсь а ну я понял понял но я буду сканировать я просто тоже забываю иногда это не так легко делать когда ты все пытаешься везде все как бы понимаешь на такой сложности порой сложно бывает вообще что-либо делать потому что очень быстро все его носит но я стараюсь я стараюсь я стараюсь не забывать что это все-таки и мерсив сим вот сейчас он опять меня парит вот я считаю что он не должен меня видеть пока я в лес пока я в листве но все равно ведь мне но они типа пришельцы можно сказать что у них супер силы какие-то способности есть видеть меня сквозь стенки но я же его не вижу почему он меня видит это нечестно короче ладно все это конечно хорошо но я пошел отсюда подальше да у меня же нету бренд саной пушки были час меня током будет убивать постоянно теперь здесь ёб твою мать если я не починил эту хрень конечно но сначала чтобы починить ее сначала надо загиб за гипнотизировать ее ну в смысле гипсом покрыть или я смогу починить ее а у меня нечего чинить геморрой один сплошной геморрой но это ладно это ничего да нету механики конечно я понимаю да я знаю как все работает на просто блин хочется таких базовых каких-то человеческих подходов типа если я его не вижу он меня не видит но сквозь стенка же он меня не видит например вот так вот сквозь листву вид хотя листва это довольно такой густой здесь массив скажем так могли бы сделать я не хочу вот это за вот эти вот за чуть-чуть такое вообще я тоже прослушал опять что-то за оранжевые какие-то подтеки блин час мне опять запалит пока я рассмотрю выглядит прикольно просто я чуть не понимаю чё это надо короче тайминг тайминг надо вымерить дождать пока ты херня бьет током и а там надо обойти можно собственно чё я туплю так ты меня не должен слышать я бег прокачал меня не должен слышать короче он ходит у него паттерн есть он ходит туда туда и разворачивается идет обратно когда он будет разворачиваться мы его нагнем тихо 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 чё он увидел меня так вот твою мать подло почти бы эту пушку но нечем грива беги-беги-беги-беги попробуем как и херня до о крутяк вообще круто еще и ништяки выпали эти элементарные так когда я получаю психоскоп шлем который сканирует сказать про эти штуки в общем эту паутину плетут тифоны да не но просто понимаешь как тебе объяснить вот ты сейчас сказал я запомню это скорее всего когда мне что-то говорят когда в меня стреляют я убегаю и постоянно су всего и вот мое внимание когда-то но немножечко отвлечено в этот момент и я могу что-то просто забыть тому же я последний раз не играл где-то дня два назад и я уже могу к этому моменту тоже не помнить поэтому все я но я так и понял ну я мог догадаться в принципе что это их не их их работа их рук дело так сказать просто так сказать не я захилюсь пожалуй но надо было убедиться надо было убедиться гринхаус гринхаус бридж так так я сохранялся бен теперь мне отсюда путь заказом потому что здесь просто опа 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 ах ты кусок говна и сюда и сюда чё ты прячешься блин вот нет 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 я отказываюсь я отказываюсь я отказываюсь это было сник атак на меня сейчас все переиграем патронов почти нету просто они по моему респаунятся враги здесь постоянно постоянно я не могу сказать что мне вот это нравится я не могу не не фанат я короче респа врагов в современных играх по крайней мере в старых играх я могу это понять потому что раньше так делали игрок варя начата не запрыгнул то туда ну чувак ну я еще за них них я не вижу ничего все окончилось отлично шикарно короче чем все у меня патронов вообще ни на что нет начался хоррор кыль начиная крафтим патроны честно конечно я утрирую когда есть крафт в игре в принципе всегда можно так сказать придумать чай нич но это конечно Просто вот когда вот в такой паутине ты пытаешься драться с врагами, это тоже не самая удобная вещь. А если они еще и респаунятся, то вообще это вдвойне срань. Поэтому. Но это чисто мое мнение. Так, у меня один сайт-квест там, другой сайт-квест тут. Пистолет. О, патроны есть. Отлично. Я вот не помню, мне пистолет тоже давали какой-то особенный или обычный у меня пистолет. Че-то я не припомню эту херню. Да блин, чувак, ну как тебе сказать, патроны, да, с шокером, но... Понимаешь, это надо... Ой-ой-ой-ой. Вот эти сильные пидрилы. Нормально. В смысле? В смысле? Я ж нажал РТ. Че-то произошло? Че сейчас было? Вообще не помню, че сейчас было. Просто надо успевать, менять оружие, переключаться, вспоминать, кого, кем надо убивать. Ну блин, это игра для разумистов, понимаешь? Мне порой сложно все это запомнить сразу. У меня вот шотган есть. Я, правда, потратил все патроны на него, но вот он мне нравится, вот он крутой. Он басяцкий. Басяцкий, басяцкий. Четкий, короче. Я им пользуюсь. А электрошокер для меня ассоциируется только с... Эти... Чуваками зомби. О! Я могу взломать его. Вот их я вырубаю электрошокером. Это я помню. Кстати, из вещей, которые мне не нравятся в этой игре, это вот этот вот взлом, например, мне не очень нравится. Система, точнее. Ну, визуализация, опять же, такая она. Какая-то беспонтовая, на мой взгляд. Ну, не тоже беспонтовая, но она глупо выглядит. В виде какого-то пинболок сделанного, блин. Очень странно. Так. Вот, Зулин зашел. У вас у меня было сообщение, что... Я дал варю в лабораторной записи. Растения не представляют образа здоровья. Она называется... Ну, чего? О, аптечка. В смысле? Йоу. Она что, забаговала, что ли, или что? Да, она забаговала, по-моему. Ну, вот опять же, о чем я говорю? О чем я говорю? О чем я говорю? Лаги пошли? Ну, ща я посмотрю. Ща я гляну. Блин! Пока я на лаги смотрел, меня чуть не убили. Ща я гляну, подожди. Ну, у меня, кстати, 51 фпс показывает. Ну да, она чуть-чуть спала. Или ты имеешь в виду прямо на стриме? Ща я гляну. У меня просто на iPad открыто. Я слежу, так сказать, чтобы не было лагов. Если что, можно попробовать просто страницу обновить, потому что... Не, я смотрю, у меня вроде норм. Вроде ничего не лагает. Ну, и на iPad, по крайней мере. Но оно не то, что лагает, это, как сказать, это такое... Это и у меня такая фигня. У меня просто с 60 фпс падает до 50, например. То есть там просадка в 10 фпс, но это... Но, как бы, это не то, чтобы, а там лагает что-то. Просто там 10 в потере 10 фпс, но такой себе. Если по на 60 до 30 проседало, вот это было об жопу. У меня вот такое в Dishonored 2 было. Потому что я там настрадался. Причем на высоких настройках даже. Не на супер, там, ультра, дупер. Так. Че я делаю? Я уже забыл. Я иду вниз. Хорошо, что существуют метки в видеоиграх сейчас. Вот эти вот вейтпоинты. Я космонавт, смотри. А то я бы точно никогда бы не догадался, куда идти бы. Не, просто когда ты играешь в старую игру, ты как бы, ну, ждешь такого. А в новой игре... В новых играх это порой... Вещи, которые обязательно... Чего? Чего надо? Голос, ну... Так. Я помню, что мне куда-то сюда надо было. Так, знаешь, я сохранюсь. Вот что я сделаю. Вот что я сделаю. Несколько задач. Или мне основную задачу пойти лучше сделать. Голосовой замок. Мне просто интересно, что там... Так интересно, так интересно. Прям сил нет. Пойду схожу туда. Посмотрю, что там. О! Классная машина. Так, давай. Хлам выкинем весь. Шотган выкинем ненужный. Пистолет выкинем. А если я выкидываю пистолет, я же не выкидываю патроны, правильно? Не должно быть, по идее, такого, мне кажется. Потому что если я патроны выкину вместе с пистолетом, это будет печальненько. Хотя у меня и так он патрон нет. Ладно, хер с ним выкину. Вот эту херню я точно выкинул какую-нибудь, одну из них. Потому что у меня их две. Вот эта у меня используется на слоте, наверное, вот эта надо выкинуть, я так думаю. Держи одинаковые. Вот эту херню выкинула. Вообще непонятно зачем нужно. Так, вот перенесем. Так, вот единственное, чего я еще не постиг, это скилла, скажем так, разворота. Как мне развернуть херню? Не знаю, ладно. О, у меня уже шесть этих, блин, ни хрена себе. Сейчас завязаем, сейчас все будет. А вот эту херню надо еще выкинуть. Один ключ есть. Так, тебя мы вот сюда перенесем. Тебя вот сюда. Немножко порядок решил навести здесь, потому что у меня есть полный, естественно, в инвентаре. Автосортировка. Понятно. Но это неинтересно, это неинтересно. Но это круто. Когда ты сам тыкаешься, это тоже прикольно. Еще со времен первого Deus Exo я любил тыкаться в этом. В инвентаре в своем. Копаешься, там что-то размещаешь. Места не хватает там. Возьмешь там гепган какой-нибудь. И флеймфрower. И места уже нет. Так, а я... Подожди, собрал-то я собрал, но я не скрафтил ничего. Вот еще. Что я хотел скрафтить? Да мне ничего нельзя такого скрафтить, прям четкого. Патрона разве что. Пока поколь возможно буду создавать. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это было? Блин, он заминировал эту хрень? Серьезно? Он реально заминировал ее? Это этот жирный украинец? Бля, вот мудак, серьезно. Вот чмошник. Если это он, то я его ненавижу просто. Я ненавижу вот эти всякие ловушки в играх. Просто со времен Resident Evil 4 терпеть их не могу, блин. Просто мудак, мне. Напугал меня еще немного. Не то чтобы сильно, но... Я просто не успел понять, что вообще происходит. На части не разбираешь, а разбираешь на ресурсы. Да как тебе сказать? Ну, блин. Я еще не постиг, скажем так. Это еще предстоит мне постичь. Разбирать на ресурсы. Это... То, что я уже научился. Блин, я это-то с трудом научился делать. Такие-то системы, извини меня. В какой игре ты сейчас такое увидишь? Что-то можно было такое делать. Это ж вообще... Next Gen. Люди уже забыли, что можно что-то делать, помимо того, чтобы просто идти вперед и стрелять. Поэтому... Дай привыкнуть. Я привыкну, и все будет. Я патронов вон накрафтил миллион. 60 штук, смотри. Опа. Вот это круто. Вот это круто. Вот это меня радует. Это пистолет, правда, ничего нет. Ну и хрен с ним. Все, пойдем. Я доволен. Я доволен. Я доволен этим исследованием. Я доволен этой игрой пока что. Пока что 10 из 10. Пока что лучшая игра десятилетки. Пока что все очень круто, здорово идет. Да, посмотрим. Посмотрим. По ходу действия, так сказать, если припрет, разберемся, как это работает фишка. А-а-а, а тут требуется способность. А у меня ее нету. Понял? У меня есть теперь чем оправдать свою тупость. У меня нет способности просто. Вот и все. И я ее не прокачивал. Я даже не знаю, где она. Наверное, в инженерии, скорее всего. Вот она, разборка, да. Ну, она, кстати, всего три ждет. Кстати, надо прокачать что-нибудь, пока мы здесь. Так, 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 так. Что я прокачать хотел? Стелс, 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 стелс. Или все-таки шотган прокачать? Ну-ка, а сколько у меня комплектов прокачки? Немного, да? Вообще нет. Ну, тогда... Охранника, может быть. Все-таки стелс как-то лучше работает, мне кажется, у меня. Стелс, стелс, стелс. А, подожди, а это я... А, я могу это прокачать, да? Выходите и бегаете бесшумно. Стоп, а я разве не прокачивал это еще? Лол, я думаю, я прокачал это уже. Че-то я вообще не понял. Я точно помню, что я прокачивал эту херню. Необходимо нейромода 3, это увеличивать скорость движения. Эээ, не надо. Хотя вот это вот с этим в сочетании будет вообще четко. Если я буду бегать бесшумно, это вообще будет крутяк. Че снизу, посмотри, кого? Да, это все нормально, я... Я уже нашел все. Не, я стелс буду прокачивать, потому что стелс... При сложности кошмарное, я думаю, стелс будет в самый раз. Стелс и бег. И ништяк будет вообще. И вот это прокачаю, и смогу бегать бесшумно вообще. И просто пробегать мимо целой армии врагов, и одни увидят, и не услышат меня. Так, а это говно меня не тронет, надеюсь? Или труп, это труп, да. Просто они так еще пульсируют, как будто они живые. Я их, наверное, разнес уже. Так, Дендрарий... Подожди, а че я сюда пришел, собственно? А, вот сюда я пришел, да? Или нет, подожди. Стопэ. 500 метров. Сейф. И... Несколько задач. Это внизу, что ли? Мне вниз надо. О, это опять туда летать в Zero Gravity. Не, ну нахер, я не хочу в Zero Gravity, серьезно. И мне не нравится Zero Gravity, я не буду врать. Мне вообще она не нравится. Катрия Сатурника, Жейн Транс, это Арли. Преки восходящего. Да, мы поговорили о Харлике. Азат в Харли. Тихо пор он более 50 раз летал на орбиту и обратно... Похоже, тот человек, когда я играл в Близбол. Ну, это опять филер какой-то. Не, я не хочу в Zero Gravity, я не хочу. Я не могу. Там опять будут враги неубиваемые. Ну, я попробую, конечно, но... Там опять будет невозможно прицелиться. Я не люблю, мне неудобно. Это опять жопа какая-то будет. Мне так не нравится вот эта часть игры, на самом деле. Я врать не буду, она мне очень не нравится. Вот тут у меня горело больше всего, по-моему, в прошлый раз. Поэтому я не хочу портить, так сказать, отношения с игрой. У меня скилла не хватает, скажем так, чтобы я мог нормально так летать, стрелять. Руки не из того места сделаны, чтобы там все идет. Слушай, а ты не знаешь, здесь есть резкий поворот назад, как в Resident Evil? Бля, нет, все, там опять эти хуйни. Я не пошел... Нет, нет. Я видел там, что там летает, я не хочу. Есть ли здесь резкий поворот назад, чтобы обернуться резко, как в Resident Evil 7? Это было бы очень круто. Если бы здесь такая кнопка была, я, в принципе, могу, конечно, сам посмотреть в настройках, но я думаю, ее нет, скорее всего. Управление. Использовать оружие, наклониться... Нет, вроде, да? Но я так и понял, прыгнуть, присесть. Просто очень полезная механика, я это в резике прям любил. Идешь, идешь, бац, сзади что-нибудь появилось, бац, повернулся, одна кнопка нажала, мгновенно прям... Использовать оружие, ну да, ничего нет такого. Ну ладно. Все, я пошел обратно, нет, я ничего не хочу иметь общего с... с летающими, взрывающимися ежиками этими. Они мне вообще взбесили в прошлый раз. Пока что идет вот тот геймплей, который мне нравится. Я так и хочу в игру играть, и чтобы она вся вот такая была. Как только вернутся респаунивающиеся, маленькие, взрывающиеся враги, которые ваншотят тебя на этой сложности, я... Нет, все. Я уже не хочу больше ничего. Точно не играть в это. Пойдем по сюжетке, короче, вот и все, что я могу сказать. Просто по сюжетке. И все будет. Ну, может, еще пару сайт-квистов выполню. Дальше. Я только единственное надеюсь, что враги... А они, скорее всего, зареспаунились. Потому что я уже замечал это за этой игрой, что она любит респаунить врагов. Пока что нет никого. Музычка играет хорошая. Блин, проблема в том, что мне надо туда. Или не туда. Нет, подожди. В этом проблема. А у меня нету... Моего клеевого пистолета. Так. Есть, конечно, шанс, что я пробегу. Но небольшой. Херово, что она ваншотает тебя. Вот это реально обидно, на самом деле. Че она ваншотает? Так. Нет, не ваншотнуло. Я напиздел. Но... Близко к этому. Вот он ваншотнет сейчас у меня точно. А, блять. Это этот усиленный хрен. Я почти убил его. Как же мне так незаметно проскочить-то, а? Все-таки вот я тормоз взял и продал этот. То есть разобрал этот, блин, клеевой пистолет. Охренеть. Это ж надо было от такого додуматься. Ну, вообще пипец. Облегчил себе задачу. Она, мне кажется, в любом случае, она меня заденет. Даже если я... Может, как-то можно по столбам залезть? Нет. Ну-ка, так я попробую. Нет, по столбам не залезть никак. По дереву. О! О! Нифига себе. Вот это я придумал. Ну-ка. А выше не можешь? Нет. Может. Ну вот, теперь я застрял. А если я вот так подойду близко и дождусь, когда она ударит током и пробегу? Давай. А я могу с тобой починить ее? Нет. Да. Я не могу. Блин, ну это... Хочется все хп просто терять. Знаю, что там еще хера во тучу врагов. Ну, 20 хп. В принципе, нормально. Летающие ежики не проблемы. Вообще. Кидаешь какой-нибудь предмет, они летят. Да, я не знаю. Что-то они мне в прошлый раз вообще не понравились. Я все настроение просрал на них. Все вообще. Я прям... Ничего не хотелось после них. Ни в эту игру играть, ни... Бляха, муха. Что за еб твою мать? Пошло какой-то... Ад какой-то получился. Давай, 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 ты сможешь. Давай, давай, я застрял. Это сувайвер, это сувайвер. Это настоящий сувайвер. Опа. С 20 хп-то играть, а? Вот так вот. Вот это скилл. Вот это да. Не, я не хочу с ними связываться. Тем более я уже соскучился по сюжетным каким-то твистам. Я уже забыл, что я делаю-то. Что вообще здесь происходит? Что, что, что? Что, кто? А почему? Опа. Ну, чувак, ну, блин. Ну, что ты пришел? Что ты все пришел, обосрал? Все было нормально. Все, я начал ныть опять. Не, ну почему он пришел? Он что, на звук что ли среагировал? Я же все сделал идеально. Не услышали меня. Не увидели даже. Взял, пришел мне все, обосрал и опять сдох. Все, опять. Я даже не сохранился ни хера, вот что, проблем это. Или сохранился? Не, не сохранился. А там какая-то интересная задача. Там несколько задач. Мне кажется, там бехера задач. Там вот что. Вон что. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это одни сайт квесты. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас я сделаю основной квест и потом вернусь, может быть, сюда. Блин, как-нибудь было бы... А, блин, я слепой. Чего ж мне никто не сказал-то? Ёпта. Вот что здесь есть-то. Вот я, ретард. Тут все есть, оказывается. Игра, все, я беру все свои слова назад. Игра гениальная. Это я, ретард. И ничего не знаю. И ничего не могу увидеть сам. Все есть. Есть способы прохождения. Я вообще не знал, что здесь так можно сделать даже. Ни хрена себе, круто как. Даже можно расслабиться, помедитировать немного. Да, ты посмотри, что я сделал. Какой лифт. Я тут ход нашел секретный. Никто об этом ходе вообще не знал никогда. А я его нашел. Супер секретный проход нашел. Тут даже нычка была какая-то с лутом. Офигеть. Вот это я доволен собой. Не, кстати, вот этот левел дизайн, на самом деле, заслуживает хвалы, так сказать. То, что можно по крышам бегать, это вообще круто. Это мой любимый вообще стиль прохождения, бегания по крышам. В том плане, что можно избежать, так сказать, прямой конфронтации. Единственное, что я не смогу, наверное, сделать, это пройти вот... Вон их там до хрена ходят, я их отсюда вижу. Вот это я очень люблю сесть наверху и просто вот так вот комперить всех, смотреть сверху. Кто ходит, где ходит, планировать, так сказать. Это здорово. Сейчас я попробую запрыгнуть вот на этот фонарь и с фонаря по крышам пробежаться. Ну, я думаю, что... Хотя, что я мучаюсь, здесь есть более простой проход. Вот, точно. Ништяк, ништяк. Вообще круто, круто, круто. Вообще круто. Вообще круто. Супер круто. Вообще супер. 10 из 10 просто лучший геймплей. Серьезно, мне даже... Я не шучу, мне очень нравится. Блин, я даже не знал, что тут так можно делать. Офигеть. Это супер круто. Я не знаю, все, кто говорит, что тут что-то плохо, вообще не понимают ничего. Что охренеть можно. Крутяк. Сейчас я дождусь, когда он уйдет. Единственное, что я хотел, чего бы не было, вот этой фигни, вот этой вот золотистой. Она мне мешает, честно говоря, немножко увидеть врагов. Не то, что сильно, но немного отвлекает. Он там маленький ходит. Они вверх, кстати, не умеют смотреть, да? Да, вверх они не умеют смотреть. Руки просканировать пока не ходят. Так, скингомплит. Так, мне еще три раза просканировать надо будет потом его. Так, сохранимся и... Единственный минус в том, что вот этот чувак стоит, и он никуда не ходит. Маленький, по-моему. А я же могу отвлечь их, да? Точно, слушай. Ну, мне, по-моему, особо нечем их отвлекать. Попробую вот этой хренью взять их. Ёп твою мать. Так, все, у меня больше ничего нету, да? Да ёп... Короче, план не сработал. Все равно 20 хп. Но это я сам виноват. Я решил начать выпендриваться на них. В прошлый раз я шлюз открыл, и он появился. Мне кажется, я его... Я его тригерю таким образом, что он приходит. О! Я сейчас могу сюда пройти? О, ништяк. О, вообще круто. Вообще кайф. Сейчас пойду сначала сюда, тогда слетаю. Я засканировал, все засканировал, что-то. Все засканировано, все хорошо. Или ты имел бы что-то другое засканировать. Но я все засканировал. Но я просто рад, что я нашел этот проход, потому что, на самом деле, я... До этого у меня безнадега была просто, когда вот... В коридорном, в таком дизайне, когда ты не можешь повернуть никуда. Когда ты можешь пойти сверху или снизу как-то, там, в вентиляции. Это вот очень удобно. Так. Ага. Я помню, я помню. Он говорил, что он, типа, умрет в конце, спланировал свою смерть. Это я помню, кстати. Я хотел бы сказать сначала, что, какую смерть. Я сначала забыл, а потом вспомнил. Да-да-да-да-да. Было такое, было. Не врет, реально было. Так, мне туда надо, да? Судя по... Эти зеленые точки, это... Это что такое? Несколько задач... Полетели где несколько задач тогда. Ой-ой-ой. Сейчас я ударюсь, по-моему. Но я понял, да, что он за мной прошел. В этот раз я был супер стелсу, и он даже не заметил ничего. Так вот. Блин, ну... Просто мне нравится сегмент из Zero Gravity, когда нету врагов. Когда я просто летаю и следую, мне очень нравится. Я ничего против не имею Zero Gravity в механике. Но вот когда надо еще стрелять в кого-то в этот момент, тут у меня начинает жестко гореть. Прям вообще, там, очень жестко. Потому что я не могу одновременно... Скажем так, делать несколько вещей. Потому что здесь управление само по себе довольно-таки своеобразное. Здесь надо аккуратненько так все это делать, чтобы не врезаться. Труп человека. Так, труп человека внизу, да? Плюс еще вот за счет этого скафандра... Я, например, не вижу, что это. Потолок, пол, что это? Я могу пролететь здесь? Нет, не могу. Нет, не могу. Не совсем удобно порой бывает все сделано, ребят. Шлюз... А, нет, шлюз мне не надо. Знаешь, что я вот сюда полечу, наверное. Ну, прикольно сделала, на самом деле. Прикольно. Прикольно, если бы можно было на Луну полететь вот так. Прям вот взял и полетел туда. Несколько задач... А тут что? Стоп, стоп, стоп. Лаборатория? Ага. Я понял, я понял, я понял. С той стороны надо улететь. Тихо, 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 развернись. Во. А, это просто проход. Стопай, а где снизу, что ли? А, вот труп человека. Во, я нашел. Труп человека. Так, я на Макс? А, нет, я лечу еле-еле, блин. Тихо, 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 тихо. Не ударься. Не ударься. Все нормально. А че, зачем мне труп человека? Так, каризма, чоу-хан. Чисто ради лута, что ли? Или че, или у него есть какая-то задача определенная? Ну, ладно. Так, теперь обратно. Ну, она очень... Вот этот вот очень медитативный геймплей меня прям дико доставляет. Я бы мог вообще вот долго так сидеть. Когда у тебя не горит, ты можешь играть хоть в вечность. Но когда начинает гореть, все. Начинаешь ныть, начинает раздражать игра. Все, вот это говно. Ну, я так понимаю, мне сюда. Судя по марку. Пометки. Или я просто обратно возвращаюсь. Че-то я не допер. Не, хотя здесь были вот эти синенькие. Нет, скорее всего сюда. Порой сложно ориентироваться. Немного, но это не проблема. Разберемся. А, я здесь был. А, это я в начале здесь был. Все, я понял. Ты мирный, ты мирный. Так, несколько задач. Да-да-да-да-да-да-да. Где-то еще хилищий бот. По-моему, наверху был хилищий бот. Все, я вспомнил. Я все вспомнил. О, там фантом новый заспавнился. Вот ублюдок, а? Я бы, конечно, предпочел, чтобы они не спаунились. Но, наверное, это будет скучно тогда, если ты будешь каждый раз возвращаться в локации. Типа, разработчики решили, что это, наверное, будет просто неинтересно людям. Типа, чтобы жизнь медом не казалась. Но я бы предпочел, чтобы было бы именно так. То есть, чтобы я вернулся и все. Если я убил врагов всех, то все, их не должно быть больше там. Но, типа, они пришельцы, они проникают. Там можно объяснить спаун. Но я все равно не фанат. Так. А куда? Здесь же был робот. Где опять робот летает? Где он летает? Или этот чмошник его убил? Блин, да, скорее всего, он убил его. Один из этих... Дрил его убил. Или нет? Бля, он запалил меня. Блин. Тупырь, а? Или я его просто не вызывал? А, я его не вызывал. Подожди, а я его вызывал уже. Слушай, тогда так я его убить смогу. Попробовать. Давай, давай, давай. Быстрее. Так, чувак, ты меня блочишь. Дай пройти. Сохранимся и... Попробуем сейчас его по стелсу. Ни хрена, чё ты такой агрессивный? Попробуем. Давай, хиль опять. Хиль. Не, ну если у меня будет хилищий робот всегда, то я... смогу играть в игру. Таким образом. Без всякого стелса. Ну, с минимумом стелса. Чё он делает? Я слышал, он создаёт какие-то звуки. Он застрял, что ли? Ну, иди сюда. Гибрилла. Давайте, давайте сюда, пиздуйте. Чё? Я не пойду вниз. Слушай, а над ними имена написаны. Чё? Так, видишь, что ты врагов убьёшь и всё? Тут каждые блоки по 10 раз бываешь. Ну, да, ну, блин. Я не знаю. Мне просто как-то это... Сложно. Хотя ладно, не буду ныть. Я понимаю, для чего это сделано, но... Бля. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чё такое? Чё это было? Чё значит имена, которые над ними написаны? Это живые люди? Или это... Я просто не понимаю немножко. Почему у них написаны имена над ними? Блин, сейчас он мне даже не задамажил. Охренеть. Этот шотган просто решает. Это лучшее, что в этой игре есть. Этот шотган просто в каждую игру надо с собой брать. Он охренен. Прокачал слегка его, и всё. И ходи, как царь. Они из людей делают фантомов, поэтому если остаётся на человеке браслет... А, ну то есть я могу из них спокойно их убивать, и нет. Они потом обратно в людей не превратятся, короче. Их типа уже не вылечить от этого. Ну да, я понял, короче, всё. Можешь не отвечать, я понял. Я... Бля, хомуха. Угал. А, я помню, 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 помню. Я помню всё. Блин, я не могу в него попасть. Не-не, чувак, нет. Это плохая идея. Это очень плохая идея. Да ну, не-е-е. Да не, но он не стреляет как надо, он сломанный. Нахуй, не-не-не, извиняюсь. Я извиняюсь за мат, но не, нафиг надо. Это не очень удобно. Из шотгана я могу попасть ещё в кого-то. Блядь. Блядь. Всё. Но из этого не... Из этой пухолки вообще ни в кого не попасть, блин. Тем более она ещё заряжается, прежде чем выстрелить. Поэтому это совсем неудобно. Не-не... Это не для меня. Слишком сложно. Ай, блин. Где эта хрень-то? Куда она делась? Куда она делась? Я не вижу. Где? Где? А, вот. Чинка костюма. Просто она же ещё чарджится. Вот в чём проблема. А если бы она не чарджилась, не заряжалась, вот так вот, не... Короче, это работает только с людьми, я понял. Для меня. Этих я из шотгана буду стрелять. Всё, можно убить из шотгана. Всё. Шотган это... Такой универсальный ответ. Чё лаганул-то? Так, починить. Не, пока не буду чинить. Кстати, вот здесь я, по-моему, ничего не исследовал. Последний раз. Сохранить, на всякий случай. Видите, пароль... Как я не люблю этот взлом? Ладно. Я просто, честно говоря, каждый раз чувствую себя каким-то, знаешь, персонажем фильма идиократии, когда этот взлом совершаю. Вставляю треугольную фигурку в треугольную дырку, блин. Ох, нихрена себе! Лол! Сейчас... Принц-кринц сделаю. Чё это за дерьмо такое? Блин, а я тоже такую бы мог сделать херню, по сути, если бы у меня был бы этот гипсоган. Так, у них дальней атаки нет. Отошёл, зарядил, спокойно ударил. Ну да, но это сложно. Сложно. Я хочу из шотгана ударить. Блин, ну это прикольный снеговик. Гипсовик, мне нравится. И его зовут мистер клей. Был бы прикольно, если бы он ожил и убил бы меня. Вот просто вот ожил и ваншотом у меня. Я бы тогда этой игре сразу 10 из 10 поставил. Потому что я в детстве очень любил фильм про снеговика-убийцу. Это полный трэш и говно, но никому не советую никогда это дерьмо смотреть. И если вы это посмотрите, то реально решите, что я просто больной человек. Но мне нравился этот фильм. Меня он даже чем-то пугал. Снеговик-убийца. Гипсовик. Прикольная штука, прикольная. Хотя, может быть, он и ожил бы, если бы я его не убил. Кто знает. Пришельцы же, они вообще вселяются? Мимики-то эти. Если они вселяются, блин, в чашку, чего им мешало вселиться в снеговика? Хотя нет, он же из гипсокартона сделал. Фу, блин, из гипсокартона. Из гипса просто. Типа, они же в нем застревают, поэтому вряд ли, да. Он их блочит, пароль, гупава, текминала. О, пароль. Отлично. Вот это круто. Вот всегда мы находим пароли и не чувствуем себя дебил. Взломывает каждый раз, блин. Это круто. Настало время почитать. В смысле? Типа, ему не понравилось, что ли, это? Он, типа, их хуесосит за то, что он снеговика, что ли, сделал? Прикольно же было, чё он? Чё у людей чувство юмора нет? Да, дополняем всем, если вам нужны материалы в местной цехе. О, код кладовки, это полезно. И это... И это... Чего? Придется переучиваться? Ай, да ладно. Придумаем чей-нибудь. Я не люблю переучиваться, поэтому... Буду чё-нибудь изобретать на ходу. Лабораторное испытание прошло успешно. Рекомендую перейти к полномасштабным испытаниям. Ничего интересного, я понял. На этом компе не было. Но проверить надо было. Чё... Так, чё я сюда иду, собственно? А, вон там, чё-то внизу, я понял. Да-да-да-да-да. Чё-то есть тут. Сучей мимик, а? Кусок говна. Читать удобнее, прилипая... ...стиком к экрану? В смысле, подожди. Ну, я читаю как? Я читаю... Вот захожу, и всё, и... Подхожу просто... Мне... Чё это за дерьмо было? Знаешь, чё, всё-таки я... Мне так удобнее, я... ...возьму своего друга с собой. Да не, мне это, в принципе, всё удобно. И читать, и... Но... Тихо... Кто здесь? Я слышал тебя. Блин, можно стелс-атаку на него сделать? Сейчас попробую. Отвечаю, сейчас попробую. Ассасин скрид стайл! Урод! Ааа, зассал, да? Он ссыкло просто. Понимаешь, если бы он остался драться, он проиграл бы. Ну и чё, ну и чё. Дебл стелс-атака была с... ...death from above. От мастера стелса. Ах ты, пидор! Ну и всё, и чё. Лол. Вообще изи. Я бы его ваншотнул бы, если бы он... ...ес бы попал. Просто я не попал и упал. Но я бы его... ...точно бы его ваншотнул. Где хиллер? Захиль, пожалуйста. Вот, по-моему, всех я не отрилизовал теперь. Теперь можно спокойно. ...спокойно бегать, так сказать. И опять медитировать на... ...ничего не происходящее, так сказать. Не рассматривал статерни разу. Так, ладно, я делал вниз. А, сюда нельзя, сюда. Прикольные лифты, мне нравятся. Напоминает, опять же, всякие там... ...думы, кваки. Думы. А ещё в этом было в... ...пожди, где-то ещё такой лифт был. Ну, в Думе последнем там был. Ну, там, скорее, такой, типа, телепорт был. А, в этом был, в... ...системшоке втором был такой. Типа, наподобие что-то, по-моему, было. Или там обычные лифты были, не помню. А, интересно. Так, всё, пошёл задачу выполнять. Я уже... ...сто раз отвлёкся. Хотя вот я здесь, по-моему, не был. В этом помещении. И не, 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 был, был, был. Врул был. Был и читал. Сбросить контрольную точку. В смысле сбросить контрольную точку? Ничего не буду делать. Не знаю. Ничего не буду нажимать, если не знаю. Чё это? Чё это такое? А, это, типа, она шумит. Да, наверное. Кого? Блин, опять я не туда пошёл. Да куда же идти-то? Нерамот. Ух ты. Вот поэтому надо эксплорить в играх. Вот именно по этой причине. Потому что здесь что-то можно найти всегда. За каждой, блин, херней. Даже сохранюсь на всякий случай. Так, а тут-то я был. Ну, кстати, эти предметы я подбирал, точно. Я не знаю, почему. Они чё, респаунят предметы тоже, что ли? Ну, это справедливо, кстати. Если они респаунят врагов, то пускай и предметы тоже респаунят, действительно. Просто мне кажется, что я всё это подбирал. Ну, трупы точно залутаны. Потому что я лутался. Так, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это круто Ништяк Шу- SEE Круто Чего? Он договорил, так, что ли? Я думал, он не договорил чего-то Ну, ладно Блин, я опять забыл его просканировать сука Блин, это невозможно запомнить Просто невозможно за-о-нить. Так, сейчас я уберу херню. Кстати, нормально такой фоу, да? С этим фоуом даже удобнее, по-моему, играть. А что если максимальный фоу сделать? Мне кажется, вообще будет неиграбельно. Ой, не, я уже отсюда вижу, что говно какое-то. Ладно, сделаю 96, вот такой, по-моему. Ну да, нормальный фоу. Так. И... Че там, докторная сценария? Я хотел лично поблагодарить вас за новые развёртыватель. Университет, что ли, университет, что ли, университет. Стройс. Внешний раз побеспокоит вас, но все же, университет. Университет, что ли, университет, что ли, университет. Ну, объясню, что делать. Штука. Заказочные... Заказанные запчасти. Заказочные. я вот не люблю филлерных куча сообщений читаю их ни о чем ну как бы как ни о чем а вот это прикольная кстати фишка неинтересно это действительно космического лифта башни сша в этой области башни 2 космического отправить вот этот лифт и которыми пользуемся я понимаю или они космический лифт это же херня который типа поднимает из земли на орбиту там вот это вся хрень космический лифт очень-очень это было еще в какой-то другой игре где это был космический лифт где-то еще было я помню тоже такая же хрень была я не помню где она была я уже не первый раз по космический лифт слышу не помню только где бен дети разработчиков на ретарды рисовали блин точно только они такое говно могли нарисовать потом разработчики вот такую херню в играх рисуют вырастает у них получается враги вот такие как здесь так че так юбин ресайклер блок так че я сюда пришел кабинет директор да правильно правильно директор из офис еще здесь надо что-то я что-то это какой-то квест или я просто так пришел а вот а там этот сейф стоит точно 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 я видела вот он да 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 тихо чё было чё это было чё это было за шум кто шумит блин вот бесит когда вот такой шум происходит я су веке втором а может быть да 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 может быть хотя я не играл но наверно но я играл в какой-то критику нет я точно помню что не в клейке где-то еще была фигня с лифтом фильме в каком-то даже мне кажется не в игре фильм 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 там еще что-то не строили точно в кино это даже не в игре по а может и в игре тоже но фильме я точно помню как эта идея была с этим лифтом да мне кажется много где было просто такая идея довольно популярная так там была головоломка мне кажется очень сложная я буду ее решать сейчас я наверное в принципе могу взломать его но я думаю что я смогу решить ее так тут я все исследовал больше ничего нет а так че 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 сложно вот блин а где а вот сложность будет час чтобы понять куда я ее убрал стоп-стоп-стоп-стоп вот с все я понял я понял не это легкая головоломка я ошибся сейчас только я на уйд на найду здесь на этом на этом блер нам так убери так еу еу ес не вижу ес что-то я не вижу в упор с таблицу это элементов бля ни хера не вижу слепой пиздец и арк вижу снизу что нет а вот ес 99 99 но x это должен увидеть должен должен был знал бы таблицу я бы ждала в нашел но я ничего не знаю так x на x на 99 99 бля отвечая не вижу даже не шучу на где-то плену как я x то не вижу это такая заметная буква бля отвечая не вижу может лишь попробовать угадать но нафиг надо нелегче мне кажется рассмотреть а вот она пуглин это правильно же 54 54 90 954 с 954 я уже забыл какая первая была чай еще раз здесь 54 по моему блин какая игра сложная куда чувствитель все четыре охренеть еу или и с и ар и ар и ар вообще бля подожди все 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 это это просто тут химия физика это знаете уже не херня это я с и x и и с и x и вот это уже для вразумистов ну вот 99 54 все правильно я убедился что-то я и разбираюсь хоть в чем-то хоть так сказать хоть немного базовые познания у меня есть нихуя нет на самом деле шучу вообще не знаю ничего а чё такая все собрал правильно все больше здесь ничего нету да так все замечательно так но остальные несколько задач это я как понимаю наверно с этими взрывными ежиками да я уж нашел ну вот круто вот ты вот пикассу сдавал химию недавно он знает все я химию сдавал последний раз очень очень давно поэтому хотя я может ее не сдавал нихуя врать не буду а чё это я хп так потерял много ну-ка давай восстановим да все я решил чё я я ж не ретард со всем чё в конце концов я бы мог взломать но это стыдно когда у тебя таблицы перед глазами так сказать найти каждый сможет так вот я сейчас посмотрю куда ведет этот путь и если он ведет непосредственно меня к к ежикам то я вернусь обратно я с ежиками воевать не хочу ну ладно в принципе можем попробовать не 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 да почему что выйти то вот это ретард а быстро сохранение вот хотя зачем мы начнем сохраниться ну ладно чуть не вышел опять второй раз ай ежики ежики сраные ежики да я знаю что там с ними легко там как-то надо что-то байтить их что-то отвлекать они что-то сами взрываются ну я не знаю я как-то не даются они мне короче вот всем даются легко мне не даются ничего не могу сделать ну ничего я не могу сделать с этим чуваки просто ничего не получается а не этот не ежики это какое-то другое место сейф ключ от спасательной капсулы я вообще в начало игры вернулся это первая карта ну не первая а вторая вообще но что кто 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 к кто да где Да я не... Да ёпт, это како-демон, что ли? Ну да, ёпт твою мать, како-демон. Твою мать. Ай, тут дырка, я забыл. Я забыл, что там стеклянное. Я же причём в демке так же умирал. Точно так же в демку, когда играл, я выстрелил в пол и разбился. Ну блядь. Ой, ой, ой. Я просто не ожидал, что тут како-демон будет. Его не было просто в последний раз. Когда я в эту игру играл. О, сломан. А я его починить можно, да? А-а-а, нет, нечем. Блин, с како-демоном я не хочу сражаться, если честно. Но я могу поставился попробовать. Он, в принципе, довольно слепой. Я просто не ожидал, что он будет летать сверху, как бы. Вон он висит. Охренеть, вот кто может, вот кто может ожидать такой херни? Это ж вообще, это надо вверх смотреть. Нет. Сначала я сюда схожу. Нафиг не случай. Так. Ничего нет, интересно, ничего нет. Я помню, я в медицинский отсек не ходил. О. Ау! В смысле? Йоу! Ты чего у меня стрелял? А че он у меня стрелял? Че произошло сейчас вообще, я не понял. Какая-то дикость. Так, ладно. Я его, главное, починил, а он начал у меня стрелять. Ну, хрен бы с ним. Так, вот там ходил чувак. Я помню. Сюда я, кстати, не ходил, потому что я был слишком слаб. Поэтому я... Так, ну сейчас я смогу быстро их вынести, я так думаю. Тут огненный и обычный. А. Нормально. А че огненного боится, кстати? Бля, он меня сейчас бьет. Блин, как... Че? Че он меня задамажил сейчас? Че? Ау! Че? Че это было? Че боится огненный? Так, исследование. Я вообще сканировал его или нет? Мне кажется, вообще не сканировал даже. Я как его увидел, убежал сразу. Бля, я его не сканировал. Че вообще огненный боится? Пидор. Я знаю, че он точно не любит, это шатган. Сто процентов. Синтап я свою распустил. Ах, ты пидрил. Он телепортируется умеет. Ча мы его умным методом забайтим. Умным не получилось. Ну, огня он точно не боится, я так думаю, вряд ли. Потому что... Блин, да я был здесь. Я даже проходил тест. Патья, я не помню ничего. Я, конечно, здесь был. Я же здесь подбирал эту фигу. Но я не стал драться с ним, вот че я не стал делать. Я не стал пытаться убивать его. Вот и все. Нет, не все. В смысле? Блин, он упал и не умирал. Ништяк, ништяк. Отлично. Так, тут будет медбот. Это я помню. Собственно, че я и хотел-то сюда прийти. Бля, опять, опять! Опять этот... Пидор за... Все забминировал здесь. Ты посмотри на него, ну вот мразь, а! Блюдок. А, кстати, там в комнате будет человек. Сейчас я его... Давай. Я помню, что вот в этой комнате будет сидеть чувак. Я, кстати, когда... Че-то я слышу. А, все нормально. Я свое эхо слышу. Я когда в демку играл... Не-не-не, не надо запирать. Я его убил, но я тогда не знал, что можно вырубать. Так сказать. Не убивай их. Теперь я знаю. Я не допущу к ошибке. Я его вырублю. Вон он там. Все-таки полезно было в демку поиграть. Правда, придется... Блин. Опять эту головоломку дебильную решать. То есть не головоломка, а... Или не придется. Или не придется. Да, блин, убери. Ну-ка. А, нет, придется. Придется. Мне не нравится это делать всегда. Ну, реально, она тупейшая. Ну, просто тупейшая штука. Ну, на. Давай еще раз. Кто это придумал? Ну, пятилетний ребенок. Ну, серьезно. Что это за шарики, блин? Ну, лети туда. Ой, молодец какой. Взломал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чувак, извини. Я не хотел. Я не думал, что ты будешь стоять смотреть на меня в мою сторону. Что я могу сделать? А я мог вообще лопнуть эту херню? Не, я не мог. Ну, тогда сорян, чувак. Что я могу сделать? Я не специально. Тебе нравится? Серьезно? Вот я хотел найти человека, которому нравится этот взлом. Мне кажется, это самое тупое, что я когда-либо видел. Ну, серьезно. Я даже, вот, не в обиду никому, но кому нравится, опять же, но это очень стремно выглядит. Это выглядит, как реально, вот, как будто пятилетний придумал. Я просто слышал, что люди много ругались на взлом в Deus Exe, например, что он тупой, что он, типа, тупо сделан, и, там, им не нравилось. Но, видя, как в других играх, это порой реализовано. Ну, ладно, окей, я согласен, но не самое, может, тупое. Самое тупое, возможно, самое тупое взлом, возможно, в BioShockable. Самое, может быть, тупейшее, после чего я видел в играх. Ну, в плане именно стилизации, может быть, не в плане, как бы, реализации, а в плане стилизации, прежде всего. Как это сделано, непосредственно анимировано. Пациенты, диагностики, кода, перевод, трансляция, наука, пациент не указался, заболевание, нет. Я, может, читал это, тоже уже забыл. Ну, блин, да, я знал, что код, скорее всего, написан на стене, но я ретарнул и начал взламывать. Я просто, если есть возможность не взламывать, я не взламываю, ну, потому что как бы, ну, мне, честно, реально не нравится просто система взлому. А, третья, у меня нет третьего, ха-ха-ха. Уже здесь код где-то указан. Блин, дайте мне лучше чертеж этого клеевого пистолета, блин. Вот уж, что мне действительно нужно. Знаешь, что я сделаю? Я сейчас сделаю... Как это делается? Вот так. А тут еще по-разному фасует он. Синее с синим, зеленое с зеленым. Ну, блин, вообще, вот это, кстати, очень круто. Ну, на самом деле, я сначала сказал, что это плохо, потому что, как бы, ты из этого уходит душа какая-то, знаешь, когда ты сам по клеточкам расставляешь, там, как тебе нравится. Тетрис, это называется инвентарный тетрис вообще, термин такой, но когда ты кнопкой одной нажимаешь, это все расставляется. Это реально ноу-хау какой-то такого, я, по-моему, не помню, где бы это могло быть подобным методом. Или все-таки прокачать хакинг, я не знаю, сломать. Хакинг вообще надо прокачивать, потому что с хакингом у меня проблема. Но у меня нету достаточного достаточного количества нейромодов для этого. Мне еще три надо, поэтому пока что не могу. Пока что не могу. Но я не факт, что я сюда еще вернусь вообще когда-либо. Может, конечно, где-то код спрятан, но я не знаю, не уверен, что я буду искать его. Если я еще код буду каждой двери искать по часу, то вообще будет неделю сидеть буду без остановки. Вот этот робот мне нравится. Он говорит нормальным человеческим голосом. Он прикольный. Кстати, надо вот к той двери подойти, пускай что там. А тот робот меня пугал. Нехило так. Ох, сколько лута-то, а! Сколько лута-то! Красота! Можно еще один, кстати, починить, если есть желание. Но если кто-то типа сломается, если вдруг ты его освободил раньше времени, и его один из этих... Или это другой робот, подожди. Нет, это медапаратор. Стопой, а... А как тебя починить-то? Я тебя могу починить как-то? Здесь есть способ починить. Пожалуйста, не хорми. А, наверное, надо было огонь как-нибудь затушить, чтобы починить его. Но у меня нету этой хрени, поэтому... Блин, вот я идеальный ретард. Вот я тормоз. Блин, ну как можно было продать? Продать! В первую очередь надо качать способности на ресурсы и запчасти меня там. Ну, может быть. Я не знаю. Я всегда качаю... Знаешь, что? Я вот как работаю в таких играх. От того, что мне нужно. Я решаю проблему по мере ее появления. То есть, допустим, вот я пришел, допустим... Я обычно... Вообще, на самом деле, я вкачиваю всегда инвентарь, хакинг и... Еще что-то там. То есть, обычно хакинг всегда надо вкачивать, потому что это самая такая... В подобных играх это одно из самых важных моментов. Но обычно по мере поступления, так сказать, решаю. По проблеме. Бет и но. Чертеж... Опа. Что такого антирада? Я его находил уже? А, антиракс. А, артакс. Нет, это не то. Где он? Антирад, вот. Контейнер с таблетками, которые ликвидируют... А, типа тут радиация. Ни хрена себе здесь еще вот это можно делать. Блин, серьезно, слишком много способностей в этой игре. Слишком много. Это мне напоминает, как я в первый раз с системшок играл. Я там вообще просто охренел. Во второй смысле. Ну, это, правда, лет 10 назад было, но я просто охерел, блин, с него. Там столько всего, столько менюх всяких, блин, столько инвентаря, блин. Столько всяких скиллов, блин. Это очень круто было. Я очень долго разбирался в нем. И вот сейчас я себя примерно так же чувствую, что здесь что-то, по-моему, очень много всего. Я даже половину, мне кажется, не использую возможности этой игры. Так, стоп, а я туда отходил? Куда-ка сохранюсь? Так, это я взломать не могу, да, у меня труска? Все, ладно, пошли отсюда. Нафиг, я и так слишком... Хотя, подожди, я ж могу. Лол. А че ты не можешь? Не, не может пролезть. Я думаю, он сможет. Протиснуться, так сказать. Блин, я находил точно ключ от этой двери. Я даже в демке, по-моему, находил его. Потому что я где-то упустил его. Так, я это явно читал все. Я уже просто во второй, в третий раз сюда возвращаюсь, не помню, на самом деле. Так, 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 так. Так, ключ. Так, надо помнить, что наверху этот... Как и демон летает, поэтому надо с ним аккуратнее. Блин, ну они тоже так разместили, его хрен найдешь, бин. Хрен увидишь. Так, вот здесь я не был, точно. И тут точно будут мимики, сто процентов. Я помню, по демке еще. Что один из этих стульев, это они и так. Надо только понять, кто. А можно как-то определить? Вот этот девайс, по-моему, не дает возможности определить. Блин, ну я знал. Ну, мать его, я знал. Ну, реально, называть этих врагов кусками говна, это самое подходящее. Я, конечно, понимаю... Блядь. Ему не так понравилось. Тихо, куда ты делся? Просто они реально выглядят, как куски говна, блин, но... Я уже много раз говорил про дизайн в этой игре, но не самый лучший, не самый лучший, сразу скажу. Видали, и получше. Ну, что мне действительно нравится, так это лутать. Вот, лутать здесь реально кайф. Просто рай для такого рода любителей геймплея. Любишь лутать? Прей для тебя. Пожалуйста. Лутай все, вообще, все, что можно и нельзя. Это круто. Так, 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 искусство вдохновляет. Опять этот филлер ненужный. Так. Модуль стоит? Ну, не знаю. Я обычно тоже как-то определял их, но... Или надо ставить модуль, ты говоришь. А, наверное, надо как-то прокачивать, да. Ну, ладно. Ну и ладно, как говорится. Ну и не страшно. Ничего страшного. Так. Ух ты, сколько у меня всякого говна-то, а? О, половина сразу расчистилась. Хотя, подожди, надо еще что-то выкинуть. Так, вот это надо выкинуть. Вот это надо выкинуть. И... И, пожалуй, наверное, все. Ну да, ну да. Фух. Так. Мне кажется, в эту игру можно играть бесконечно. Блядь. Куда? Куда? Чего? Уйди. Тихо. Здесь столько всякого контента. Не, ну ладно, все, хватит. Надо реально выполнять какие-то кресты хотя бы. Я уже... Я уже просто забываю, что я стримлю, и что надо что-то проходить. Помимо того, что просто ходить и собирать лут. Поэтому... Надо идти выполнять что-нибудь хотя бы. Какие-то задания. Так. Включить спасательный капсул. Так, стой, знаешь, что я сначала захились вернусь? А то я так буду стримить просто до завтрашнего утра, если я не буду выполнять вообще ничего. Никаких заданий. Надо какую-то прогрессию чувствовать, когда играешь, а не просто ходить. Так, а здесь я был? Так, был. Все. Просто сложно, когда очень много всего, и хочется все исследовать. Хочется все найти, все посмотреть. Так. Ладно. Но я сосредоточусь все-таки на заданиях. Постараюсь. Так, этот здесь. Я не могу отодвинуть. Так. Я знаю, как туда попасть по-другому. А, не, не буду. Нет, нет. Нет, 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 нет. Несколько задач. А, я же могу на этом лифте теперь, да, ездить? Вон как демон, я его вижу, он вниз спускается. Блин, так, а? Как не вовремя-то. Как не вовремя-то он. Где он? Он вылетает, вроде. А, сейф. Дожди, а сейф я же взламывал оттуда. Внизу сейф, внизу сейф. Потому что тут я уже был, точно. Я очень надеюсь... О, у меня еще моя турель здесь стоит с прошлого раза. Ха, лоу. Вообще круто. Круто. Так, я надеюсь, я дамага не получу, если... Хотя, ладно. Лучше спущусь, а то еще. Не охота обратно бежать восстанавливаться. Так. А, это мне сюда надо. Блин, ну ладно. Ай. Да. Ну, сейчас игра получше пошла, кстати. Сейчас как-то мне даже поинтереснее стало. Прямо после всех вот этих знаний полученных, я прям чувствую силу такую, что я могу пройти эту игру когда-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять эта падла. Ну, блин. Ну зачем? Ну как я мог проебать его? А, молодца. Получилось. Ой, радиация, ёптать. У меня радиация... Она меня не убивает. У меня радиация не страшна. Радиация. Что, какой-нибудь что-то? Я же не этот... Ай-яй-яй. Так, а тебя я сканировал, нет? Тебя я не сканировал. На счет, я сохранюсь. Вот что я сделаю. Ты же не увидишь меня сквозь стенку? Ну, я и просканировать тебя не могу сквозь стенку. А вот сейчас могу. Давай-давай-давай-давай, успеем. Отлично. Лоло, он не ожидал. Такой подставы. Блин, я его просто изнасиловал. Лоу. Блин, вот так мне нравится играть. Вот так я люблю. Когда просто оунишь врагов и все. И они ничего не могут тебе сделать. Вот это кайф, это кайф. Так и надо делать игры. Блядь. Кто? Чего? Где? А, вижу. Я обратил внимание. А не когда тебя все подряд оунят. Это не круто. Это не весело. Так. Блин, я, кажется, я кругами хожу, если честно, уже. Вот, серьезно. Что я здесь везде уже был. И тут я точно был. Вот сто процентов я тут был. Блядь. Да сохрани же ты, ептать. Ептать. Твою мать, напугал. Напугал. Чуть-чуть напугал. Не сильно, конечно, но напугал. Ты. Это Полтергейст, что ли, этот? Кто это? Да, Полтергейст, точно. Я его не вижу. Где он? Куда он делся? Куда делся Полтергейст? Все, сдох. Да, иди там нахер. Патроны, конечно, уже на исходе, блин. Вот в чем минус. Вот в чем реальный-то минус. Я правильно вроде иду. Я правда не понял, что это за квест такой. Да, это не тот робот. Мне зеленый нужен. О, еще двое. Епт твою мать. Кошмар. Это не круто. Нет, нет, нет. К этому я не был готов. К этому я вообще не был ни разу готов. Но это вообще жесть. Там кошмар ставит. Ай-яй-яй-яй. Что же делать? Что же делать? Или попробую все-таки. В принципе, если сныкаться, то можно попробовать. А что если я попробую просто пройти по стелсу? Блин, да открой дверь. Ну твою мать. Запалил меня. Да я понял. Да у меня и так стелс. Моя основная стратегия. Спрячься. Ой, куда я спрячусь-то? Куда я спрячусь? Он меня увидел в щелку. Вот в эту охренеть. Крутяк. Кайф. Вообще круто. Он меня в маленькую щелочку увидел. Ой, три минуты сидеть. Да, ну нахер. Нет, нет, нет. Нет. Это был не вариант. Это был не вариант. Я извиняюсь, что потратил время всех людей. Но я возвращаюсь обратно. Сори, но нет. Я три минуты сидеть... Ну, чё это за квест? Начнём с того. Чё это за квест такой? Если он какой-то интересный, то... Убить... Блин, а если это убить кока-притворщика? Ну, это точно не этот квест. Блин, я чё-чё не забрал нейромоды? Я же забрал его из кабинета директора. Чего? Я не забрал их? Блин, ну... Ну, это ладно, я обратно пойду. Я всё равно зайду туда. А почему тогда квест не стоит? Или подожди. Стой, 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 стой. Стой, стой. Чё-чё-чё написано? Подожди. Рамонс, кабинет директора лаборатории психотроники. Я вроде подбирал чё-то. Но я не знаю, если это кок-притворщик, то я готов к нему идти. Я не знаю, как определить, что это за квест. Если я, допустим, отключу все значки... А вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это... Не, это не этот квест. Или этот. Нет, вообще здесь не определяется. Или я его тоже отключил? Нет, я его оставил. Не знаю. Просто если это неинтересное чё-то, то я лучше пройду дальше. Потому что ждать, пока кошмар про меня забудет. Да, лучше пойду обратно. Нет, 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 нет. Слишком, слишком долго. Слишком сложно. Я лучше пойду ещё раз в кабинет зайду. То, что он пишет, что я, типа... Блин, я там током сейчас ударят. Не ударил. Кошмары этого ещё, блин, боятся. Блин, я думал, что я за этот ран успею туда пройти игру. Охренеть, она долгая, оказывается. Да, я потому что ещё отвлекаюсь на всякое. На всякое разное. Если бы я так часто не отвлекался, то, может, и прошёл. Так. Надо вообще по сюжетке просто идти и... И забить на всё. Тогда точно пройдётся она за стримом. А так, конечно, её стримить можно неделю. Сидеть вот так вот, куковать. Сейф. Нет, он пишет сейф ещё... Нет, это сейф. Подожди. А, я не дошёл до сейфа, получается, что ли? А, это был квест сейфа. Несколько задач, несколько задач. Я бы кока-бы убил предателя. Вот это вот я хочу реально сделать. Для меня бы это было бы даже концом игры, возможно. Для меня бы это был лучшей концовкой игры. Убийство этого чмошника. Но... Да я знаю, я знаю. Здесь летает хрень. Ну, блин. Ну, как оптимист? Я просто... Не знал, что он такая... Долга. Вот он опять стоит в самом неприличном месте. Уйди. Уйди отсюда. Ну, камон. Ну, уйди, чувак. Ну, отойди. Я не буду с тобой драться. У меня нет киллов на это. Спасательный капсул. Охренеть. Ладно. Ну, вот он стоит. Вот он растягивает время. Реально. Просто стоит и растягивает время. Сейчас повернется. Че такое? Кто меня видит еще? Или там еще один наверху? Или это тот же? Не, улетел. А, блин, сюда улетел. Сука. Вот прятаться от кака-демонов мне не очень нравится. Я сразу скажу. Мне вот прям фанат я такого говна. Потому что он неприятный враг. Так, че? Куда? Я сюда не могу опасть, что ли? И че? А куда меня маркер-то вел? Я вообще не понимаю, куда эти маркеры ведут. Короче, ладно, все. Я... Бля, он прям тут стоит. Из-за угла. Все, я иду... Я делаю вот так лучше. Я уберу ненужные мне маркеры. Потому что они меня просто забивают с пути. Блядь, я все равно оставил один. Ну ладно. И я возвращаюсь. Подожди, а где основной маркер тогда? А, все, появился. Так, 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 так. Надо возвращаться. Теперь... Блин, надо найти путь обратно. Все, мэ. Просто слишком долго. Если я буду каждый квест выполнять, я реально неделю буду сидеть. Это слишком... Не подходит для такого формата. Так он не предатель, он вообще... Да я понял, что он не Кок. Там написано, что он фальшивый Кок. Просто я его так называю, потому что я ассоциирую его с Коком. Ну, блин, я просто... Я бы его убил на самом деле, но я просто не знаю, где этот квест, как он, как он, как определить этот квест вообще, куда он льет. Просто я не понимаю, как это работает, система... квестов, так сказать. Ну вот, ну, бить Кокопритворщика. Показать выполнение. Вот он не отражается у меня нигде, я не вижу этот квест. Поэтому я пойду за основным, так сказать, заданием. Жесть какая. Еще загрузки такие долгие прям уж прям травят. Ну, хоть теплее, по-моему, на улице стало, а то что-то... Сколько там еще? Девять стало, в охренеть. Было восемь. Потому что не знаю, где он. Ну да, справедливо. Не знаю, врать не буду. Понятия не имею, где он. Но я думал, может быть... Блядь, заспавнился, говнарь, блин. Вот почему я не люблю между локациями путешествовать здесь. Потому что эти пистюки все спавнятся заново. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли отсюда. Они все спавнятся. Они все снова спавнятся. Но это... А это нехорошо. Просто спавнятся только так. Вот ушел с локации, вернулся... Я ушел, я ушел. Я ушел, меня нет. Все, до свидания. Хорошо, хоть можно отпрятаться от них в загрузках. А то я боялся, что скажут, типа, станьте инкогнито, чтобы там уйти с локации. Вот что это такое. Такое вот. Exploration убирает интерес, убивается интерес тем самым. Понимаешь? Когда я хожу спокойно и ищу все. Это нормально. Это я могу. Мне интересно. Ну, может, мне к нам скучно от этого. Я не знаю. Поэтому. Мне просто не скучно. Мне нравится так медитировать, ходить, собирать. На стриме я, конечно, делать не буду. Но возвращаться и получать целую обойму врагов, которых я уже убивал, я не хочу. Я предпочту этого, скажем так, не делать. По крайней мере, на стриме. Ну и вне стрима тоже. Потому что это... Я ее, скорее всего, на стриме пройду и все. И хватит. Все-таки это не совсем моего типа игра. Неплохая, но... Мне просто... Блин, вот происходит часто у меня с такими играми, когда ты отвлекаешься на что-то сайт-задания какие-то и теряешь интерес к основному сюжету и уже теряешь как результат интерес к всей игре. Надо немножко сфокусироваться. Потому что сайт квесты не всегда бывает интересный. Я понятия не имею, куда я вообще лечу. Тихо, тихо. Сюда. Сюда, сюда. Тихо, 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 тихо. Все, нормально. Прилетели. Вот столько экранов загрузки, на самом деле. Вот это вот больше всего еще травит, когда ты туда-сюда. И нагрузится так долго, блин, еще. Ну, не так долго, но все равно это так вымораживает. Когда ты долго играешь, это прям... Доедает. Загрузка прям на нервы капать начинает. Вообще... Вообще... Дикость. Ладно. Сейчас еще квест, наверное, выброшу один. Выкину. Сделаю. И все. Наверное. Ну, посмотрим. Соберно. Зависимся от того, какой квест, но то я его не сделаю. Бля. Сразу закинули меня ковнарю. Так, стой, стой, стой. Бля, ну он теперь меня увидел. Сядь. А он, да, я же когда убегал, он там был в комнате. Точно, я помню. Так, ладно, все. Давай, давай. Тихо, 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 ну. Нормально. Ау, ау, ау. Дамажит еще. Даже после смерти дамажит. Вариант, сами на него. Так, а у меня здесь не было, да, робота? А, он же сломал моего робота, этот падал. Петрюк. Взял, сломал моего робота. Так, а мне по сюжету куда? Наверх, что ли? Что-то я уже запутался. Или вниз? А, мне вниз надбо, да? Да, мне вниз надбо. Или нет? Бля, хомуха. Чемошник не пугал меня. Да, голосовой замок, точно. Все, вспомнил. Вот здесь я, собственно, еще и ходил-то там. Нашивал, искал. Голосовой, так сказать, замок открыть. Я думал, это мне надо говорить в микрофон. Все, нормально. Нормально. Все, прогресс пошел, прогресс пошел. Сейчас будет интереснее, сейчас будет веселее. А то я что-то уже немножко опять приуныл за это время. Да все-таки сайт-квисты тут какие-то гумозные, я не знаю. Наверное, когда ты один играешь сам. Хотя нет, сам по себе тоже. Нет. Как-то скучновато. Хочется какого-то сюжетного развития, так сказать. Вот. О, ачивка получил. Она сказала, откройся. Опа, 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 пошел. Пошла без рук, пошла. Бля. Бля, я понял, чувак. Я понял, почему все, я все понял. Я сейчас объясню все. Короче, я понял, как... Че ты мне намекал? На шефа. Меня же зовут Алекс Ю, правильно? И когда, видимо, ну, с шефом, так сказать, мы были знакомы. На той фотке мы были вместе стояли. А шеф, тот, который фейковый, не настоящий, жирный, он же не знал, как меня зовут. Он говорил, что Морган Ю, что-то знакомое, что-то знакомое. То есть, как бы... Короче, он не узнал меня. И в этом и был, так сказать, подвох. Я понял. Он должен был меня узнать, потому что, по идее, шеф меня знает. Мы же с ним на фотке были, там, переписывались. Он мне хорошо. Мы с ним в отношениях были, в нормальных таких. Все, я понял. До меня дошло. Я просто все это время думал над этой загадкой и, наконец-таки, разгадал ее. Что ж ты будешь делать? Ну да, я не выполнил ничего, но потому что я решил не выполнять, потому что там душные чуваки появились. Ну, блин. Я бы выполнил бы там какой-нибудь хотя бы квест один, который я бы пошел. Но мне лень стало, честно, ждать просто. Так. Че, че, что-то давление заряда? Ну, это понятно. Ну, давай переместим, на всякий случай. Хотя он мне нахер не нужен. Расстреляй всех. Просто мне не хватает сейчас уже че-то такого интересного в этой игре, так сказать. Хочется продвижения какого-то вау-эффекта, чтобы, типа, нифига, посмотрите, что происходит. А сайт Пистэ, они вряд ли дадут... Вот он, пидор. Ах, ты падла. Я понял тебя, чувак, я понял. Ну, блин, если бы он был основным квестом, основной задачей, я бы именно к нему пошел сейчас прежде всего. Потому что мне бы хотелось бы с ним, так сказать, поквитаться за все хорошее. Но я не знаю. Я не уверен, что... Если... Да что ж такое-то, а? Сказать не дают. Так, блин, тут как и демон летает. Опа! С ним пушка летает? Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как все плохо-то, а? С ним пушка летает. Так, надо сходиться. Блин, вообще жопная ситуация, слушай. Очень жопная ситуация. Тут жесткий стелс, вообще жесточайший стелс сейчас будет. Никакого эксплоринга, только стелс. Бля, вот тут, блин. Вот здесь меня никто никогда не найдет. Это, блин, какой-то... Чё это за хрень такая? Это какой-то новый чувак. Ну, сканируй его, чё ты. Кто это такой? Что это за существо такое? Техно. Технопад? Это как... Этот телепат только... В броне, что ли, какой-то? Хотя уязвимостей, кстати, у него, по-моему, больше. Ну да, на одну. Казалось бы, а вроде выглядит как будто бронированный. Лол. Так, ладно, это хорошо всё. Блин, я не могу пролезть здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Трое. Ну, их всего трое, в принципе. Я смогу от них спрятаться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, не смотри-то в эту сторону. Я думал, что я просто точно смогу проползти вот в ту дырку. Но не получилось. Бля, тут ещё эта хрень летает. Блин, да сколько ж вас тут? Вот интересно, а могу ли я вот это стекло разбить? Если бы я мог стекло разбить, я могу там. Блин. Ну, по-другому никак. Просто воевать с ними я точно не смогу сейчас. Да и нужно ли это делать, собственно? Не выглядит как правильное решение, на мой взгляд. Так, давай-давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо, не-не-не. Не, не сюда, не сюда, значит, было. Ну, да. Я понял. Свою ошибку я понял. Нет, на самом деле не понял. А почему ты меня здесь сохранила? Твою мать. Вот о чём я говорил. Вот о чём я ещё один минус игры. Это с квик-сейва. Кривожопые квик-сейвы. Авто-сейвы, точнее. Я лучше сам сохранюсь, нафиг. Какого хера она меня сохранила прям перед врагами, блин? Охренеть можем. Кто так сохраняет? Так, тихо-тихо. Ну, кто? Ну, чего? Чуваки, уйдите вы. Ну, не надо. Не пали. Ой, ну всё, запалёт. Балер. Нет, я пролезть не могу. Я слишком жирный. Я пробовал пролезть, но не получается. Не выходит. Так, ну, а что делать тогда? Блин, куда я иду-то? Понимаете. Тихо-тихо-тихо. Ну, не так к тому компьютеру попасть, но фишка в том, что та дверь, по-моему, закрыта. Если я ничего не путаю. А почему этого фантома не полное хп? Какого? Вот, вот этого, по-моему. Да. Блин, у меня пропуска нет. О чём мне делать? Воу. А пропуск искать? У кого-то здесь пропуск есть или чё? Блин, у меня пропуск нужен для этих дверей. Или там можно как-то фолстить, было по-другому. Сейчас я посмотрю. Я гляну. Вот мне кажется, болен. Как он меня не увидел, я не знаю, честно. Я плотнул к нему, подошёл. А может, вот так можно? Да, можно, конечно. Да, я твою мать. Ну, это понятно. Короче, надо пропуск найти, как я понял. Потому что... Потому что вот ещё. Иначе мне её дверь не... А, эта дверь, соответственно... Ну, монитор, он открывает компьютер. Он откроет мне ту дверь, куда мне нужно идти. Ну, если только здесь есть вот одной проход какой-то подземный. Как будто он был. Ну, я не вижу, если честно, такового. Может, он где-то здесь есть. У тебя, может, есть пропуск, нет? Нет, нет пропуск. Так, сейчас, подожди. Я его где-то не вижу. Он где-то должен быть здесь, наверное. Было бы круто, если... Можно было бы... Тихо, 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 тихо. Ну, блин, чувак. Ну, что это за фигня? Я даже не понял, что он сделал. Он меня заметил, что ли? Или я просто мимика подобрал? То есть их надо убивать, что ли? Ой, да не, кому. Не-не-не, здесь должен быть способ пройти, не убивая. Я верю в это. Ты что, смеешься, убивай? Да у меня... Нету ничего для этого. Да. Тем более, они тут все очень дикие, блин. Не-не-не-не-не. Хотя... Космос. Блин, ну это жопа. Мне надо как-то в кабинку попасть. А где пропуск? Мне пропуск нужен, да? У меня пропуска нету, вот чем все. Теперь я застрял вообще, круто. Теперь я застрял в чем-то. Я даже вперед идти не могу теперь. Лоу. Отлично. Отлично. Так. Да нет. Это понятно. Нет, тут должен быть пропуск, по идее, к этой двери. Он где-то должен спрятан быть. Он где-то лежит, наверное, 100%. И мне надо найти его. В этом сложность. Потому что убивать их всех, это, ну, блин. Тут как бы летает какой-то какодемон новый. Апгрейдентый. Плюс фантом в штуке 3 ходит. Робот этот с саной. Как же я их убью-то? Блин, вот он запарил, реально у меня палить. Просто запарил, отвечаю. Просто я даже не знаю, какую позицию занять, чтобы так убить. Незаметно. Если я буду их стрелять. Вообще, меня робот запалил, охренеть. Давай, беги, 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 беги. Блин, в этом момент что-то совсем лютый какой-то. Че здесь такое? А, че это? Ну, фантома я убил. Как минимум одного. Через окно можно пролезть. Через окно можно пролезть. Блин, а как? Ну, ладно. Окей. Это, кстати, хорошая новость. Это мне нравится больше, чем убить всех, блин. Через какое из... А, наверное, вот где стоит вот это, да? Точно, где взрывной баллон стоял. Тихо, 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 тихо. Пролезь, пролезь. Да. Спасибо за совет. Блин, я, честно говоря, не думал, что он пролезет через это окно. Я даже не надеялся, потому что здесь... Я попробовал, у меня не получилось, и как бы все, я на это забил. А то, как раз, реально можно в окно пролезть. Нифига себе. Но это круто. Сейчас надо еще медицинского бота, короче, создать. Захилиться, и вообще все будет шик. Сейчас. Где у меня? Так. Сейчас я найду. Ну, блин, у меня патроны-то еще не кончились. Но фишка в том, что я не хочу их все тратить. У меня их осталось чуть-чуть совсем. Ладно, сохранимся. Я бы предпочел... Я говорю, когда можно пройти стелсом, я пройду стелсом всегда. Если меня уже заставляют, типа, убей всех врагов, тогда мы там откроем тебе следующую дверь. Тогда уж делать нечего приходится. Но когда возможность есть, почему бы и нет. Да, бля, вот запалил опять. А, ебать, его взламывать надо. Ну, что ты будешь делать? Сейчас убьет меня точно. Нет, не убила. Его взламывать еще надо, твою мать. Ну да, взломаю я его, конечно. Ага. Сейчас. Блин, не та кнопка. Не та кнопка. Все, открыл. Не, ну это я читать не смогу, точно не кажется. Блядь. Вальнул все-таки. Ну ладно. Я сохранился недалеко. Ну, душноватый момент, душноватый, конечно, что говорить. Неприятный. Душноватый. Слишком много врагов, слишком маленькая территория, слишком мало патронов. Слишком быстро убивают, поэтому... Пожалуй, захилюсь. Я, благо, налутал кучу ресурсов. Блин, он все равно палит как-то сквозь стенку. Ну как ты меня палишь сквозь стенку? Ты что, телепат, что ли? Надо полноценно сохранить и сделать. Так, а я же могу открыть дверь эту, правильно? Правильно. Бежим, 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 бежим. До свидания. Блин, тут еще какой-то мудак. Ай-яй-яй. А, это не мудак, это мудаки. Так, восстановить. Из резервной копии. Найти диск. Найти диск надо какой-то. Диск найти. Где это? Диск, 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 диск. А мне прям найти-найти надо его? А, бля. Меня уже спалили, отлично. Блин, опять эти говноеды мелкие. Ну блин, нет, нет. 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 У меня нет патронов на вас. Ткач, мать его, кусок говна. Я вот даже и сканировал, сука. Блин, их здесь полно. Просто их тут миллион. Охренеть, не-не-не-не. Я нашел диск, я нашел диск. Давай-давай, лети. Тихо-тихо-тихо, не убивай, не убивай. Нет. Ой, нет, опять духота пошла. Опять духота пошла. Хе-хе. Опять начинается. Игра опять начинает. Ну все же было хорошо, нормально же играли. Ну че ты. Опять пошло. Опять какие-то ежики взрывные. Опять эта чушь. Ладно, ладно. Я пройду это. О, почему здесь сейв? А че, там каких сейвов не было никаких? Ну ок. Да я даже получше попробую в этот раз пройти. Блядь, так же прошел. Ну я попробую. Нет, я постараюсь все-таки поаккуратнее в этот раз. Гнездо. Ну просто вот эти гнезда, они, ну, блин. На этой сложности это просто адовая сложность. Я не знаю. О, он за мной прилетел. Круто. Они за мной прилетели, лол. Не, ну этих хотя бы убивать легко. Блин, они... Мне не нравится, что они за мной прилетают. Это реально жопная фигня. Так, я попробую и здесь по стелсу пройти. Да я знаю, что я над гнездами, но я просто пытался по-быстрому. Я же как лучше хотел. Я же не специально. Но я думаю, что можно стелсом. Я думаю, что можно стелсом. Я верю в стелс. Стелс спасет всех. Это стелс. Это такой хороший, качественный стелс. Если лететь медленно и не смотреть на них, то все будет хорошо. Я прям вот чувствую, что сейчас все получится. И я даже сохранюсь. Отлично. Я прям сейчас сохранюсь, и вообще все будет шик. Я просто, да, я слишком терпение потерял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, чего? Это диск такой? Чего? Это диск? Я думал, диск не так выглядит. Ну... Окей. Я думал, что я там подберу где-то откуда-нибудь вытащи и выколупую его. Оказывается, это диск. Блин, но меня там уже ждут, я смотрю. Тихо, развернись. Ну, блин, запалил Нет, надо, отвали Отстань Не надо Все было идеально, а Ну, чувак Я не хочу с тобой драться Я мирный человек Я не люблю драться с вами Гранари Так, тихо-тихо, вставь-вставь-вставь Давай вставь его Ну, у меня почти получилось Ну, короче, сейчас надо сделать то же самое, но Не умереть Я даже не успел заметить, дело у меня запалил Последний раз Просто действуешь Абсолютно нелогично, ситуация умираешь Закономерно, не лезть на рожон Да я не лезу, ты видишь, что я сделал Сейчас у меня получилось вообще все идеально Я не лезу Я очень тихо сейчас себя веду Ты смотри, ты посмотри, как я сейчас себя веду Я ж ничего не говорю, я полностью согласен Надо быть Быть этим, ниндзи, ниндзи Я просто ниндзя Понимаешь? Не каждый человек может быть ниндзи, но я могу Бля Вот кто меня увидит? Я даже не могу Теперь они меня палят почему-то В прошлый раз я дальше прополз и не умер Надо, короче, следить за их движением Надо выцелить, как они Траекторию посмотрят, их паттерн И тогда я смогу пройти Ну сейчас почти получилось же Ну сейчас меня уже опять Уже опять палят Хотя я в прошлый раз Все было нормально Мне бы, знаешь, что сейчас не помешало? Мне бы сейчас огнемет не помешал Такой хороший огнемет Как в Элиан Эсселейшн Чтобы так разок Шмальнуть по ним И они все Сгорят Вот кто-то меня палит Они меня сквозь стенку палят Вот что меня раздражает Они даже сквозь стенку меня видят Как они видят сквозь стенку? Я не понимаю Они видят сквозь стенку Сейчас дальше, 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 дальше Куски говна О, давай, 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 давай Вон там фантом летает, блин Я вот здесь, пожалуй, сохранюсь Сейчас скину сохранение Блин, это было неудачное сохранение, да? Блин, он из такого расстояния Меня видит, охренеть Тихо-тихо-тихо-тихо Сейчас все будет Но это ювелирное прохождение Такое очень-очень аккуратное Очень ювелирное Тихо-тихо не разгоняемся Не создаем паники Сейчас все будет Сейчас все будет Так надо обойти, обойти Вот это вообще идеальная попытка Перфект рай Я просто верю, что в такой игре Должны быть способы прохождения Помимо убей всех врагов Тем более, когда у тебя ограничены Количество всего Так, вон, вон, вон Все, ништяк, все, прошли, прошли Давай, давай, вставляй, вставляй Так Ну Подключить диск Окей, давай, давай, давай Неудобно Бери оружие Ты их провоцируешь этим Подключить диск хранилища данных Во Я сохранюсь сразу А, я понял Ну да, на движение реагирует Ну, теперь уже все равно Теперь я уже все сделал Так, мне вперед, да? Мне вперед и вверх А Они на движение реагируют Во А сейчас тоже на движение? Я сейчас не двигался Ладно, полетели, хрен с ним Полетели, полетели, полетели Тихо, тихо, тихо Давай, наверх, наверх, наверх Пострелим, стрелим, стрелим А Тут нельзя пройти или что? Или я что-то не понимаю Мне не сюда? А Окей Ну да, сейчас я ступил Я согласен Сейчас я Слишком Резко полетел Просто я вроде медленно двигался Я думал, что надо резко двигаться Чтобы они это Да, нормально Все, нормально Сейчас пройдем Сейчас Все прям Вот сейчас Все Будет Ну я же все сделал, да? Мне ничего здесь не надо Я все скачал Да Ну да Мне дальше надо лететь Все Я Лечу Сейчас Все лечу Все нормально Медленно, медленно, медленно Очень медленно Прямо Ощущение Издаю Никаких шумов Никаких звуков Блин, он все равно Меня запалил как-то Я не знаю У них какое-то Шестое чувство здесь Лол А куда мне лететь? Я не понял Блин Здесь стекло Что-то разбить надо Нет А что делать-то Я не понял Я что-то не понимаю Что-ли Куда мне? Я что-то открыл Вроде Нет? Или я в другой стороне Открыл Блин, ну Сейчас-то я в любом случае Сдохнул А, наверное Вот с этой стороны Точно, точно, точно С этой стороны Да, мне Я ненавижу Безвоздушное пространство Я не умею А, все, я понял Я понял Прямо надо мной Все, я понял Ай, блин Вот эта духота Прямо вообще она душная Я не знаю Очень душная духота Не люблю вот эти уровни Врать не буду Мне не нравится Мне нравится Я люблю, когда Ты просто ходишь Вот туда надо О, я вижу Вот туда Да-да-да-да Все, я вижу Я вижу Я вижу Я все вижу Я сейчас пролечу Все будет хорошо Я понял Понял Все Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну, сейчас-то я правильно прилетел Я понимаю, да? Мне же Сюда надо Терминал 17 метров Я так думаю Просто с этим Гравитацией, блин Нулевое Это Сложно порой Понять вообще Да, мне наверх надо Я понял Я понял Все, я понял Так, 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 так Мне надо забраться По всей вот этой Параши наверх И Оказаться Вон на той В какой-то комнате Я понял Все, я понял Я уже вижу Даже, как забраться Надо Сейчас нам только Избегать всех Этих чувачков Фу, ну реально Душно было В том месте Прям вообще Не люблю Я это все Не люблю эти еще чуваки хрен с ним они бесят но не так сильно добрин запрыгнет и наверх запрыгнет и вот ты ретарда он не может краудшем джамп или может я хотел с краудшем пин сделать ну прыгать с присядки но он не прыгнул и умер блин зачем это сложная комната это принципе простительно столько умирать потому что довольно непросто порой уворачиваться от 10 врагов сразу вон вот мне вот туда надо короче вот вот по той вот оранжевой хрени забраться так они же меня не слышат по идее не слышно блин ну давай я забываю что они не слышат мой бег мне надо просто бежать на самом деле и тогда я смогу забраться наверх но это сложно сложно это не просто ну давай давай быстрее вот отсюда он кстати меня не видит что странно я не понимаю кто-то меня палит из них ну кто блин слышит мои прыжки или там можно еще где-то забраться безопасно наверно до конца надо дойти ну-ка я попробую вот здесь сейчас нет здесь не надо добраться бляха муха ну как только он раскрывает все это сразу конец игры да блин ты что застреваешь то вот он опять застрял я не знаю это так и должно быть или нет он застрял и не идет вот сейчас он под нырнуть должен просто поджигнуть должны поэтому он не получалось сейчас получится так я вроде их отвлек вроде бы их отвлек давай 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 ты сможешь давай да блин мне сверху палит ещё какая-то говнина блин а щет стой полный давай 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 все фу блин но духо то ну духо то пошло душ ту такую еще что кто-то да ёб твою мать я сохраняюсь то то еще теперь меня этих хрена услышали я понял че так много врагов ты не пойму че это дум что блин сложно слишком много врагов слишком много врагов просто дохренища врагов как я должен остался в такой атмосфере он стреляет ни хрена из этой пушки должен зарядить я не могу стрелять этой пушки я не понимаю как она работает он не стреляет его надо зарядить для какого-то момента непонятно для какого потому что я стреляю раньше он не стреляет сложно работать все получается у меня так работать этой пушкой хотелось бы да сейчас не попал бля тут еще фантом что ли ходит да ладно почему не сразу все враги в одной комнате на то хренеть бы что это последний уровень что ли в игре я надеюсь что последний уровень что-то как слишком сложно до этого было как-то равномерно со кто меня раскрыл опять у меня все ранее по дефолту что левит этот робот перепонял еще а стал мне где-то тихо 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 пиздилка так да да вы надовое место вообще просто адовая и карсон на какой сложности здесь более просто на норм или здесь проще или нет или здесь тоже столько же врагов но не умирает быстрее понятно чтоб тебя твою мать я не хочу на рабочих давай давай сдохни не 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 бля у меня патроны кончились все пиздец не ну стоялся здесь невозможно в этой комнате просто невозможно чё я только понял в смысле чё я понял бля ну пиздец я плохо сохранился короче вот чё сделал плохо я неудачно сохранился я сохранился прямо перед этим говно роботом и они теперь все меня выносить будут при старте тихо да куда ты да или все таки он не палит меня сразу мне кажется он сразу меня болит и из-за этого у меня ничего не получается тихо не менее он сразу парида он летит на меня только он не подает знака почему-то он просто летит на меня такое тихо моя главная опасность это ровно риот это маленькие ублюдки еще говнори хорошо хоть верхние не поднимается суда брата с общей верхней поднялись это еще было бы жопу жопа блин но это надолго это надолго это сложно и это надолго пока что у меня не палит ай струхнет понимать сдох отлично где эти пиздюки мелкие все сохраняясь да ёпта для отстойные враги вообще отвратительные просто как по ним можно попасть это какие-то блин абстрактные формы чё происходит блин этот странный робот еще живой патроны кончились где-то 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 еще летающие враги я летающих врагов вообще ненавижу в играх летающие враги это вообще жопа полная всякие дроны блин ну вроде все затихло фу бля какая жесть вот эти минутки дума они прям вообще напрягают какая-то да ты твою мать можно мне без врагов хотя бы секунду папы что за арена моду блин пошел я что в квейк что ли играю серьезно ребята хорош успокойтесь хватит спавнить врагов спавнит и спавнит блин что за люди опять хп нихера нету так ладно дополнять квест надо ну хоть нейромоды поднял то хорошо так игра здесь сохранялся но они по крайней мере сюда вроде не идут то хорошо так пропуск безопасности так переместим файл потом немножко почитаю вот это будет хорошо давай 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 а чё это чё это было чё чё происходит добыть ключ активации тендрари типа его здесь нету что ли или чё я не понял чё произошло чё я не понял чё произошло вообще я не понял это вообще было в игре сказано почему он на меня агрится или нет я просто не особо слышал как бы но я чуть не понял чё почему он меня у меня загрался чё чё ему надо чё он припендривается на меня замок открыть остановить или же я просто не понимаю чё 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 почему он так ведется как-то очень непонятно морган почти окей последние ну ка голубкин как-то я знаю чё Чё, а? В смысле запрятал? Я не всё почитал. Короче. Я не знаю, что этот от меня хочет. О, карта сокровищ. Во, шляк. Вот это я хотел сразу. Вообще крутяк. Карта сокровища. Это тему. Блин, сколько нужных компьютеров вообще на самом деле очень круто. Вообще круть. Чики-то я прочитал. Всё, да, больше здесь ничего не надо? Да, всё. Я тоже читал всё. Так, ну, пока у меня есть возможность, я, так сказать, немножко покрафтил. Вообще, какая-то душная история пошла. Кошмар вообще. Ужас, ужас. Так, стоп, о чём я лишнее опять? Набрал я чьих лишних? Не, чё-нибудь набрал в этой трассе. Так. Так. Так, сколько там время-то уже? Ох, время-то уже девять утра. Так, ладно. Надо, короче, допройти до МХД. Наверное. И заканчивать на этой сессии. А то я играю уже довольно-таки долго. И мне уже начинает доедать немножечко. Ну, не доедать, а уставать начинаю слегка. Так, ладно. Блин, а там комната напряжённая, да? Напряженная, точнее. Бля! Чувак, я тебя не видел, извини. Патронов нет. Ладно, ладно, ладно. Всё, не иной. Я его не заметил, он спиной стоял. Я бы мог его попробовать убить. Но у меня патронов... Блин, а чё я не скрафтил патроны? Чё я не скрафтил патроны? Всё, я уже устаю. Надо скоро уже закрепляться. Надо вернуться и скрафтить патроны. А то я уже совсем туплю. Я же... Идея-то и была, собственно, создать побольше патрон. Так сказать. Для всего этого дела. Старт. Давай, закидывай. Чего? А, да. Конечно, конечно. Я уже забыл. Сейчас прям максимальное количество создам. Прямо макс, макс. Желко, нельзя подряд создать, 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 а потом собраешься. Подобрать надо. Так, сколько у меня их? Можно ещё. Аптечки не буду создавать, пока что я. Буду надеяться на этих, на... роботов. Всё, да? Больше нельзя. Ну, если можно, аптечку встать, создам одну. Да, давай, одну сделаем. Я в этом сегменте потратил кучу всего. Но, и это, честно говоря, не очень круто. Так, ну... Так, ладно, всё, ничего не буду читать. Пойду. Пойду уже отсюда. Теперь я хотя бы смогу того чувака заунить, который стоит там. Сюда я не могу, да? Да, не могу. Убиться, понятное дело. Ага, ушёл вниз. Успел развернуться, падла. Посмотрите на него. Ай, говно. Так, тихо. А, я уже боюсь, из этих роботов, блин. Потому что они все меня у меня агриться будут. Мне куда идти-то? Блин, здесь... Нет, мне сюда или сюда. Стопай, а тут... МХД. Ключ. Стоп. Чем мне делать надо? Ещё раз. А, мне сначала надо ключ. Это два основных листа. Э-э-э... Э-э-э... Ну ладно. Я понял. Ключ. Пойдём с ключом тогда сначала. Чего? 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 Почему нельзя? Чё опять за подставу? Хм... Было же открыто всё. Чему всё закрылось? Всё же было открыто. Чё опять сложно началось? Ладно, пойдём наверх туда. Там выглядело попроще. Был открытый проход. Стал закрытый. Так. Стой, ну блин, ну... Как сюда попасть-то? Где здесь проход? Вот. Или вот через вот эту дверь надо обойти и... Наверное, через эту дверь, потому что... Не могу. Не могу. Блин, четыре... Да вы гоните, что ли? Четвёртый уровень. Не идите его нафиг. Как туда попасть-то, ёптёте? Как попасть? Или мне надо подъём прокачать? Блин, вообще на самом деле... Да, вот так вот я и решаю. Вот так я и решаю, чё прокачивать. Прокачаю подъём. А я не смогу. У меня не хватит сил, наверное, скорее всего. А не, хватит. Теперь могу. Блин, нужен три. Твою мать! Это троллинг, мать его. Нет, ладно. Я потратил не туда, короче. Не буду я это прокачивать. Ну, мне реально сейчас уже бомбить начинает. Да я уже понял, чувак. Я понял. Я понял, что мне уже пора отдыхать. Я просто хотел дойти до, так сказать, следующей локации и уйти. Потому что я уже совсем не соображаю. Чё баба говорила? Баба говорила, как выбраться? Да, блин, бабу я не слушаю. Никогда. У меня нет такой привычки слушать бабу. А чё она говорила, скажи? Я просто вообще не слышно. Я просто думал, что, как бы, будет очевидный путь, как до этого всегда было. Но... Чё-то сейчас уже, да, совсем жопа. Ну, вот, надо выбраться сначала отсюда, а потом уходить. Надо понять. Так. А у меня же запись осталась, чё она говорила. Правильно, 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 правильно. А она же мне чё-то говорила. Как её звали? Кто это был? Кто-то, да, последняя. Эмма, это Даниэл. Не, не это. Блин, ну... Ну, да. Она чё-то говорила. Понятное дело. Ну, я не помню. Я не услышал. Через верх, может, как-нибудь. Или вернуться... Если вернуться обратно через этот проход, то всё. То тогда я пас, реально. Потому что я через этот... Через... Как это называется? Безвоздушное пространство, короче. Если туда возвращаться, то тогда всё. Тогда я реально на сегодня закончу. Потому что я уже не могу летать там опять с этими говнюками. Я не очень хочу. Ну, мужичка заиграла. Блин, просто ещё комната полна врагами. Вот чё, суть. Не даёт подумать нормально. Не даёт нормально исследовать. Была бы у меня, так сказать... Было бы... Пространство было бы для действия. Я бы... Походил бы, подумал, но... В общем, да, наверное, ты прав. Наверное, ты... Чё он делает? Чё он делает? Зависнует. Наверное, через верх попробуй. То, откуда я пришёл. Я понял тебя. Я тебя понял. Я тебя понял. Просто я хотел свалить отсюда и дропнуть. Потому что я уже задолбался сам, если честно. Но... Не знаю. Вот сейчас мне вот куда идти. Честно. Не знаю. Мне надо возвращаться в эту нулевую гравитацию или куда-то вот сюда идти. Я просто... Вот честно сейчас не понимаю. Я даже не прикалываюсь. Не пытаюсь шутить. Вообще не знаю. Через верх. Просто я вижу, вот тут метка стоит. Но не понимаю, как к ней пройти. Сюда, я так понимаю, нет смысла идти. Тут вряд ли есть проход. Было бы круто, если бы я вот сюда мог пройти. Ну, хотя, с другой стороны, здесь, если так думать, то здесь можно обойти с помощью... Нет, я не смогу там обойти то, чтобы там наверх залазить. Ты имеешь в виду вот сюда наверх? По вот всей вот этой херне? Я бы никогда не надумался сюда залазить. Серьёзно. Дело даже не в усталости. Я бы реально не подумал бы. Охренеть, блин. Ну, это не выглядит, ну... Я, конечно, отдаю честь геймдизайнерам, но это не выглядит как то, на что можно залезть. Это вообще, конечно, очень своеобразный путь. Блин. Охренеть можно. Хотя я, честно говоря, про это думал, но... Ну, как думал, а задумывался, точнее. Но это как-то... Чё-то как-то не очень очевидно. Наверх. Бредь. Пиздец, нет. Ещё раз. Ну, если ты имеешь в виду залазить в этой комнате, где я залазю сейчас, а где-то ещё в каком-то месте другом. Потому что я, честно говоря, не представляю, где ещё... Ещё можно наверх залазить. Или где-то ты имеешь в виду вот тут наверх залазить. В какой комнате? Где она сказала мне или ещё где-то? Или ты имеешь в виду вот здесь где-то? Хотя, да, вот, по трубам точно, точно, точно. Всё, я понял. Я вижу. Теперь осталось понять, как туда залезть. Увидеть, так сказать. Увидеть неувидимое. Просто надо запомнить, что... Почти всегда можно куда-то... Да это я помню. Я же вначале об этом сам говорил, что здесь левел-дизайн такой довольно-таки интересный в этом плане. Да я вижу, даже путь теперь... Блядь, влез в говно. После раз я просто упал... Сейчас, сохранюсь, чтобы не начинать с самого низа. Та-та-та-та-ак. Всё, я вижу, я вижу путь. Тут у меня путь проложен за меня даже практически. Так, 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 так. А дальше... Куда? Вниз? Нет, вниз, нет, нет. И сюда. Я не в ту сторону иду. Куда я иду? Чё-то я в тупике опять. По этой трубе, что ли, залезть, блин? Ну, это вообще... Вот это вот совсем неочевидная хрень. Нет, по этой трубе он не залезет явно. Блин, а куда дальше-то? Чё-то я не вижу. Чё-то я не вижу. Чё-то какой-то... Какие-то дебри полез. Походу. Вообще не туда. Не, ну тут реально больше негде залезть. Я, может, конечно, не вижу чё-то очевидного. Но... Некуда залезть. Некуда. Вообще. Я бы вообще изначально подумал, может, что... Куда-то... Сюда? Где-то здесь есть проход. Какой-то люк, может быть. Ну, если бы я вот дотуда допрыгнул, например. Ну, я не допрыгнулся дотуда, правильно? Нет. Да, я в тупике. Или подожди. Стой, 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 стой. Может быть, я вообще не сюда иду. Может, мне вот туда надо. Наверх, так сказать. Вау. Нет? Туда? Не сюда? Нет? Сюда? Да. Я не понимаю. Ну-ка, стой. Или, подожди, мне надо как-то здесь, вниз, 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 получится. Не. Не получается. Не знаю. Ладно. Хрен с ним, так сказать. В следующий раз подумаю. Сейчас что-то реально уже... Наверное, я не вижу очевидных, так сказать, путей. Хотя я их реально не вижу. Я даже не вижу, как наверх лезть здесь. И... Серьезно. Сейчас у меня... не получается придумать ничего. В общем, да. Буду заканчивать на этом. Все. Спасибо всем, кто смотрел. Завтра стрим заведу. Ну, как завтра? Сегодня. Хотя нет, завтра уже по времени. Скорее всего, где-то к часам 12. Вот. Сейчас сохранюсь, наверное. Денем здесь. Может быть, пораньше. Может, в 11 начну. В 11-12... Сегодня тогда, да. Ну, да. В часов в 11-12. Это среднее время такое. Так что... Все. Тогда... Увидимся сегодня. Попозже. Пойду я отдохну. Сегодня я довольно-таки долго стримил. Сегодня где-то я с часу начал. Так что, да. Все. Спасибо за просмотр, чуваки. Спасибо всем, кто писал. Спасибо. Блин. Такой зеленый ник. Я его даже не вижу. Честно. Квикер. О, квикер. Да. Квикер, по-моему. Да, все. Пока, чувак. Все. Спасибо всем. Давай до вечера. Если придешь, приходи смотреть вечерком меня. Давай. А я пошел отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok